10. Спрятавшиеся. Нечестивое причастие. Старые имена. Пять десантных кораблей один за другим сели на уборочные поля, сформировав боевой круг. Тактические отделения 24-й роты тут же заняли периметр, обеспечив безопасность маленькому кусочку поверхности Сколтрума в качестве передового командного пункта. Они развернули орудия и заняли круговую оборону. На Агромире стоял полдень, но значительная часть солнечного света поглощалась черными клубами дыма от пожаров, которые заволокли небо. Колониальный пик записи планеты показывали Нивы, протянувшиеся от горизонта до горизонта. На фоне янтарных равнин разнообразной пшеницы можно было различить только группы узких игол ветрогенераторов. Сейчас эти поля были охвачены огнем. Наступающие полосы оранжевого пламени были видны с низкой орбиты. Огонь медленно двигался по поверхности, гонимой постоянными ветрами планеты. Кто-то поджег угодья. Видимость на Земле была плохой. Поэтому при передвижении по выжженным пустошам большинство кровавых ангелов полагались на охотничий режим и термографы. Но их цель была слишком большой, чтобы дым смог ее полностью скрыть. До того, как корабль погиб от удара о поверхность планеты, он был фрегатом «Обнаженный кинжал» из дивизиона внешней обороны скопления «Сигнус». Было не совсем понятно, что именно произошло с кораблем. Судя по характеру разброса обломков, «Обнаженный кинжал», вероятно, вошел в атмосферу под малым углом. И после того, как пересек ее границы, развалился на три части. Плугообразный нос и мидель прочертили многокилометровый грязный пепельный след по уборочным полям. Более тяжелая корма упала намного дальше, затонув в одном из неглубоких внутренних морей за восточным горизонтом. Радиационные выбросы из поврежденных силовых ядер варп-двигателей через оптику радиационного сканера напоминали сверкающие разноцветные фонтаны, мерцающие, как далекий рассвет. Спасательные капсулы фрегатов были выпущены слишком поздно, и они усеяли в протяженное место крушения корабля. Большая часть их зарылась в мягкие, бурые, суглинок мирожитницы. Капитан Накир направил отделение на гравициклах провести поиск капсул. Но легионеры докладывали одно и то же. Многие оказались пустыми. Запуск остальных был выполнен неправильно, и при столкновении с землей пассажиры погибли. Ни в одной капсуле не было следов выживших. Остальные подразделения продвигались пешком, разбившись на два отряда, чтобы прочесать места наибольшей концентрации обломков. Сам Накир вел группу, которая направилась к носовой части. И по настоянию капитана девятой он взял с собой людей из отделения сержанта Кассиила из-за их опыта. Мерас и Кассиил следовали за Мадидусом, заместителем Накира на поверхности планеты. Апотекарий последний раз видел сурового ветерана в воздушном доке Красной Слезы, когда тот изучал останки, доставленные экипажем Нумитара. Кайды и Сарга тоже спустились на планету, временно включенные в другой отряд, направившиеся к миделю корабля. Мерас чувствовал себя чужим среди легионеров 24-й. После докладов о Скаэлону, Берусу и Ралдерону, боевые братья стали относиться иначе к легионерам, побывавшим в главном улье Холста. Разница была едва заметна, но Мерас видел ее. «Они слышали сплетни о том, что мы видели», — сказал он себе. «И они думают, что мы или глупцы, или безумцы». Апотекарий с беспокойством признал, что думал то же самое о скаутах с Нумитара, когда они вернулись с известиями о странных и необычных явлениях среди окружающих скопления сигнус-обломков. Но скауты не ошиблись, даже наоборот. Они только мельком увидели фрагменты того невозможного, чем так изобиловал этот регион. Мерас нахмурился. Весь флот видел знак на форусе. Экипажи нескольких кораблей были свидетелями гибели Холста. И тем не менее, никто не знал ответов, которые соответствовали фактам. Только появлялись новые вопросы. Один из воинов Мадидуса, суровый великан по имени Гравата, вооруженный мелтоганом, вопросительно посмотрел на него. «Брат-медик», — обратился он. И Мерас понял, о чем тот спросит, еще до того, как прозвучал вопрос. «То, что я слышал, это правда? Что ксеносы бросили против вас в верхнем городе металлолом?» В словах была нотка вызова, переходящего даже в насмешку. Во-первых, он не видел причины что-либо утаивать. Они убили двух легионеров за несколько секунд. Затем они... Он запнулся, подыскивая слова, которые не звучали бы странно. «Я не считаю, что это были роботы. Я не...» И снова его подвели слова, и он взглянул на Кассиила. Сержант слегка покачал головой. Гравата мягко и насмешливо фыркнул, обменявшись взглядами с братьями по отделению. Он поднял оружие. «Покажи их мне, я покончу с такими фокусами». Терпение Мераса лопнуло. «Я не надеюсь, что это будет настолько легко». Мрачное, холодное осуждение его ответа тут же придушило в зародыше всякое желание насмехаться. Апотекарий хотел сказать что-то. С чем они столкнулись на холсте, больше напоминало мифы и магию, чем оружие, созданное разумом. Но подобные слова заставили бы Гравата и остальных воинов Накира сомневаться в его здравомыслии. У них будет веская на то причина. Мысли Мераса вернулись к Канне. Он не видел своего друга с момента возвращения на флот. И они почти не разговаривали по пути с Ледяного Мира. Сейчас Мерас с радостью выслушал бы совет товарища. «Смотрите в оба», — предупредил капитан, когда из дыма над их головами вынурнуло нечто, похожее на гигантский гарпун. Когда легионеры приблизились, это оказались напоминающие клинки плоскости бронированных носовых секций. Огромный фрагмент остова перевернулся и пронесся по полям, спрессовав пересохшую землю, громадные глыбы которой скрыли его верхнюю часть. Повсюду лежали оторвавшиеся при падении обломки корабля. Кое-где пылали лужи паралитого прометия. Вдруг сержант Мадидус остановился и поднял кулак. «Слышали?» — спросил он. Воины хранили молчание. Мерасу показалось, что он наловил слабый шум, похожий на помехи неисправного вокс-канала. Звук был непостоянным, возникая и пропадая на границе слышимости. Капитан Накир медленно направился к корпусу обнаженного кинжала. Пласталевые плиты фюзеляжа были покрыты слоем, по-видимому, черного пепла, который слабо блестел в тусклом дневном свете. Накир без предупреждения ударил кулаком по корпусу, достаточно сильно, чтобы звук походил на выстрел. Шум помех вдруг превратился в режущий слух рев циркулярной пилы. И то, что Мерас принял за пепел, вдруг взмыло в воздух, кружа вокруг них. «Мухи!» — сказал Мадидус. «Целый рой!» Насекомые с возмущенным жужжанием собрались в темное облако. На минуту они зависли над кровавыми ангелами, словно рассматривая их. Затем рой умчался прочь, скрывшись внутри обломков. «Какой-то вид местных насекомых-паразитов», — предположил Накир. «Их, должно быть, привлек огонь». Он взмахом руки дал команду легионерам следовать за ним. «Сюда!» — капитан указал на фрагмент разбитого корпуса в кратере. «Мы войдем здесь. Как только окажемся внутри, ищите любые пульты управления кагитаторами, записи вахтенных журналов». «Выживших», — напомнил Мерас. «Выживших», — повторил Накир, хоть и с сомнением в голосе. Используя тросы и магнитные захваты, кровавые ангелы взобрались на борт обнаженного клинка, проникнув в длинный низкий погреб боезапасов под торпедными отсеками фрегата. Легионеры разбились на отряды по десять человек и направились внутрь острова, освещая путь фонариками болтера. Мерас включил лампу на ранце и освещал дорогу Мадидусу, который следовал в шаге за Накиром. Кассиил шел рядом. После того, как они покинули Красную Слезу, ветеран стал неразговорчивым. Он мрачно осматривал каждую группу обломков, словно ожидая, что они в любой момент оживут и нападут на них. Продвижение по фрегату было медленным и осторожным. Легионеры двигались не по ровной поверхности. Перевернутый остров превратил потолок в пол, вынуждая легионеров выбирать путь через арки и декоративные зубцы. Биоэмплантаты Мераса исключали всякую вероятность дезориентации, но спуск по-прежнему был сложным. Вскоре Мадидус нашел тела, сгоревшие дотла. Обугленные останки напоминали людей только в общих чертах. Один из легионеров прикоснулся к трупу, и тот тут же рассыпался на куски, как плохо обожженная глина. Выждав секунду, Мерас поднес ауспик к останкам. Но данные, собранные измерительным прибором, не пролили света на точный характер смерти. Они прошли дальше, через оружейные палубы к служебным ярусам. Остов обнаженного клинка все еще находился в движении. Повсюду скрипели и стенали переборки, как из-за ветра, проникающего через пробоины в корпусе, так и из-за медленного оседания космического корабля. Хлопья ржавчины сыпались, словно снег, сверкая в лучах фонарей. Такие корабли, как этот фрегат, не проектировались для действий внутри гравитационного колодца планеты, и его разрывала собственная масса. Со временем секции остова полностью развалятся под своим весом. Высоко над головами металл скрипел о металл. И Мерас вообразил, что это скребут по искореженной пластали обнаженные кости. Каждые 10 минут Вокс оживал голосами других отрядов, проводящих перекличку. Они тоже обнаружили сгоревшие тела вместе с роями странных черных мук. В углу дисплея апотекария мигнул значок тревоги, и Мерас остановился, снова подняв ауспик. «У тебя есть что-нибудь?» – спросил Кассиил. Апотекарий медленно кивнул. «Да, изменение в концентрации газа неподалеку». Накир поднял болтер. «Токсины?» Мерас покачал головой. «Нет, сэр. Но заметный рост уровня углекислого газа и других побочных продуктов дыхания». Он поводил головкой сенсора, сделав забор воздуха. «Неподалеку есть что-то живое». «Оружие на изготовку», – приказал капитан. Лицо командира оставалось бесстрастным, когда легионеры подняли оружие и сняли его с предохранителей. Он осторожно постучал по вокс-микрофону на горжике и заговорил в него. Передатчик, висевшего на поясе шлема, сразу же десятикратно усилил его слова. «Внимание! Это капитан девятого легиона Астарта с Дарна Кир». Его обращение отразилось от стен и разошлось по темным коридорам. «Все, кто слышит меня, отзовитесь. Мы здесь, чтобы спасти вас. Вам не причинят вреда». Последнее слово разнеслось эхом и стихло. Мерас задержал дыхание, прислушиваясь. Над ними что-то тяжелое отчетливо ударило три раза по переборке. Там Гравата указал на люк в стене под искореженной площадкой. Накир расставил своих людей в шахматном порядке для прикрытия всех направлений в случае засады, а затем полез вверх. Мерас и остальные последовали за ним. Люк был с автозатвором, который запирался в случае катастрофической утечки атмосферы. Но когда капитан пригляделся, то увидел термические повреждения вокруг фиксаторов. Эти ручки были заварены изнутри. «Они не хотели, чтобы после них кто-нибудь вошел», — отметил Кассиил. Мерас поднял ауспик. Зеленый блеск дисплея освещал его лицо. «Подтверждаю, милорд. Внутри кто-то есть». Накир отошел, бросив взгляд на Гравата. «Открой!» «Есть!» — ответил тот, подняв мелто оружие одной рукой и регулируя дроссель излучателя другой. «Подождите!» — Мерас шагнул на линию огня. «Мы не знаем, кто на той стороне. Воздействие ударной волны может стать смертельным. У тебя есть другое предложение, апотекарий?» «Да!» — Мерас извлек цепной топор и нанес сильный удар по первому фиксатору. Вольфрамовые зубья с фрактальной заточкой врезались в пласталь, полетели желтые искры. Ручка отлетела со своего крепления, и за несколько секунд Мерас снес все фиксаторы. Кассиил надавил всем весом на петли, и со скрипом искореженного металла люк отошел назад. Открылось темное широкое пространство, насыщенное человеческими запахами и спертым воздухом. Мерас переступил через порог. Лампа над плечом резко осветила мрак. Внутри была темнота и что-то еще. Воздух в помещении казался странным образом мертвым. Словно на все был наброшен саван, заглушавший звуки и ощущения. Хотя внутри и так было очень тихо и темно. Мерасу показалось, что он почувствовал запах озона. По металлу зашлепали босые ноги, и на свет вышла стройная прихрамывающая фигура. Женщина носила совершенно неуместное для пласталевой темницы красивое открытое платье, которое сильно износилось. На тонкие плечи была наброшена короткая куртка. Лицо под растрепанными рыжими волосами было бледным и грязным, а выражение колебалось между благоговейным страхом и облегчением. Рука с длинными пальцами осмелилась подняться и прикоснуться к символу Аллатус Кадере на нагруднике Мераса. А на грязном лице, подобно утренней заре, расплылась улыбка. «Вы ангелы императора», – прошептала она. «Да», – ответил он, – «я знала, что вы придете за нами». Она резко повернулась и крикнула в тени. «Я говорила вам, что они придут». Из темноты отважились показаться другие выжившие. Один за другим они выходили вперед, чтобы взглянуть на кровавых ангелов, словно хотели убедиться, что это не обман. Когда Уризену понадобилось согласие Крида, тот не колебался ни секунды. Он никогда не задавал вопросов. Это было не в правилах, несущих слово. Их взрастили телом и душой на уверенности, что цель окончательна и нерушима. «Наша кровь – это наша клятва». Эти слова были сказаны за многие годы до просвещения, в пустошах Калхиды, когда врагами были жестокие жрецы и бессердечные лорды. Их повторили, когда прибыл со своей ложной славой император. Теперь их впервые произнесли с настоящей, абсолютной истиной, и это было возрождением. Легион переродился после откровения Ларгара, и, наконец, все было правильно. Другие, старые истины, раскрывшиеся в свете новых, были отброшены, как простая шелуха, сухая кожа, от которой избавляется змея. Те призрачные истины были не ошибкой, но испытанием, которое 17-й легион прошел и был признан достойным. Разве могло быть иначе? Несущие слова разбили преграды и, наконец, взошли на стезю настоящей истины. Открылся великий путь. Танус Крид верил в это всем сердцем. Сомнения были неведомы ему. Если бы его легион не понял, если бы повелитель не прозрел и не привел их к просвещению, тогда они навсегда бы угодили в ловушку ложной догмы. На мгновение он подумал об ультрадесантниках, которые погибнут на далеком Калте, ограниченных имперских кулаках, чьи дни также были сочтены, о саламандрах и гвардии ворона, стертых в пыль под каблуком нового порядка. Никто из них не видел так, как видели несущие слова. Никто из них не видели того, на что сейчас смотрел Крид. Существо, созданное из кошмаров и войны, слишком ужасное, чтобы описать его жалкими словами. Оно иронично взглянуло на него, и Крид отпрянул, его кожу опалило. А Калит поднял руки, чтобы прикрыть лицо, и почувствовал обжигающий холод. Глаза Крида пронзила боль, словно от тысячи игол. Всякий раз, когда он пытался осмыслить размеры громадного звериного тела, понимание ускользало от него. Существо заполняло собой все помещение, и тем не менее казалось больше него. Окружавшие их железные стены, украшенные слоями нечестивой иконографии, обрели новые, непостоянные размеры. Казалось, реальность искажается вокруг ужасного чудовища. По всей комнате молящиеся сервиторы замертво рухнули там, где стояли. Рты открылись в беззвучных воплях. Наконец монстр отвернулся, благосклонно избавив Крида от своего внимания. В святилище призрачный аватар воителя кивнул крылатому существу. Что ты такое? В пустоте возник наполненный угрозой вопрос. Имена нужны для кенотафов, пророкотало чудовище. И из зияющей пасти сочился черный яд. Существо театрально поклонилось, его размытые очертания словно насмехались настоль человеческим жестом. Знай, я полководец проклятых, беспощадный судья. Я твой генерал на поле битвы этой великой войны, Хорус Луперкаль. Засмеялся зверь и насмешливо отдал честь в очень древнем стиле, отведя когтистую лапу от грубой брови. Я знаю, ты хочешь назвать меня демоном. Это слово хорошо подходит. Я вполне могу носить это имя. Он покачивался на когтистых лапах, источая запах немыслимой, едва сдерживаемой ярости. Громадное существо почти корчилось от жажды вершить насилие. И Крит осмелился задуматься, на что же оно способно, если дать ему волю. Лицо Хоруса над вибрирующим, на окровавленной палубе варп сосудом затуманилось и стало сердитым. Если ты обычный генерал, тогда где твой главнокомандующий? В словах звучала колкость, и зверь среагировал на нее. Цепи вокруг его рук загремели от раздражения. Он, неважно себя чувствует, мне сказали, многое должно быть сделано, последние приготовления. Демон пожал плечами, словно сама мысль о подобных вещах раздражала его. Работа нерешительных и робких колдунов противна мне. Он зловеще ухмыльнулся. Я пришел за кровью и черепами. Ты получишь их достаточно, чтобы утолить свою жажду, пообещал Хорус. Если выполнишь мой приказ. Крид почувствовал скрытый подтекст в словах воителя, и его сердца панически задрожали. Размах этого великого переворота, сложность и идеальный замысел предательства на Сигнусе были спланированы Эребом и его бесплотными пособниками с особой тщательностью и абсолютной точностью. План нельзя менять, не в последний момент. Даже Хорусу Луперкалю, краеугольному камню войны, которая положит конец всем воинам, Акалит осмелился встать, сделав шаг к туманному призраку, который носил облик воителя. Милорд, начал крив, что вы замышляете? Демон едва пошевелил самым маленьким когтем. Этого было достаточно, чтобы легкие и глотка Тануса Крида наполнились желчью. Вязкая пурпурно-черная грязь хлынула изо рта и ноздрей, лишив возможности говорить. Несущий слово закачался, боль парализовала его. Но каким-то образом он не умер, несмотря на то, что маслянистая жидкость не вышла из его тела. Крит рухнул на иссеченный мозаичный пол и остался лежать, дрожа как от лихорадки. Моя жажда велика, сказала тварь, ее ухмылка растянулась, ужасающе широко, а вкусы утонченны, показался мерзкий язык, пробуя воздух. Смертные, простые, хороши, она кивнула на Крида. Я предвкушаю, как попробую этих генетически модифицированных. Я дам тебе кровь примарха, череп ангела, сказал воитель. Эта награда гарантирует твою верность мне. Громкий, сотрясающий взрыв смеха отразился от стен. Самус был прав. Для недолговечного ты очень умен, Хорус Луперкаль, ты знаешь мою цену. В воздухе еще раз проскрежетал смех. Сущность брата сладкая от отчаяния и горя. И ненависти, прервал его Хорус, будет столько ненависти. Я желаю этого, я проглочу ее, прорычал демон. Дай ее мне, скажи, как это сделать. Наконец, боль утихла, и Крит снова мог дышать. Его кожа стала горячей и покрылась потом. Биоимплантаты лихорадочно работали, стараясь очистить тело от токсинов, которые ненадолго наполнили его. И все же он смог выдавить несколько слов. Сангвений. План. На лице аватара Хоруса появилось новое, более свирепое выражение. План Эриба. Их план. Он покачал головой. Немой. Дрожащий Крит медленно поднялся на колени, а затем на ноги, смаргивая кровавые слезы и сплевывая комки рвоты на палубу. Мы согласны. Это место. Это гигантская ловушка. Замысел заключался в том, чтобы поймать кровавых ангелов и столкнуть в бездну. Привезти их под наше знамя или уничтожить. Рогатая голова демона кивнула. Я чувствую это в них. Они не видят его. Но алый путь проходит под их ногами. Правильно надавить, и они полностью свернут на него и направятся к трону черепов. Во всех них есть жестокое, красное освобождение. Маленький ангел знает об этом, хотя ему и не хватает слов. По-настоящему он боится только этого. «Да», — сказал Хорус, — «я дам тебе ключ к ним. Воспользуйся им. Сдери с них покорное благородство и достоинство. Сломай их и принеси мне то, что останется. Сделай из них оружие для моего крестового похода». Крит попытался представить себе это. Бесконтрольную, ничем не сдерживаемую ярость кровавых ангелов. Ни кодекса, ни морали, ничего кроме гнева. Они станут бездумными машинами для убийства, подходящими только для того, чтобы они уничтожали все, что видят, до основания. Превращение гордых сынов ангелов в кровожадных берсерков будет осквернением такой великой силы. Но падение самого Сангвиния станет для всех них величайшим испытанием. Казалось, воитель читал его мысли, даже через световые годы. «Да», — сказал он, — «мне нужны кровавые ангелы для крестового похода против моего отца, чтобы он увидел свою глупость, чтобы империум узнал. Даже самого благородного можно совратить, но не моего дорогого брата». Клыкастая пасть демона издала низкий веселый рокот. «А, открываются подробности». Старый скрытый яд проявился в словах Хоруса. «Сангвини никогда не отвернется от императора. Эреб — глупец, если считает, что это возможно. Ангел должен пасть и никогда не подняться. Без него его сыновья примут твой алый путь, демон. Они будут потеряны». Он прикрыл глаза. «Они будут принадлежать твоему кровавому царю». «Я вижу ясно», — сказал зверь, сложив огромные крылья. «Твоя гордыня занимательна, Хорус Луперкаль. Я вижу, чего ты хочешь. Если невозможное случится, если ангел Сангвини отвернется от императора, тогда впервые ты получишь настоящего соперника среди твоих союзников-предателей. Возможно, со временем губительные силы предпочли бы его тебе. Ты не хочешь так рисковать? Он не отвернется!» Крик Хоруса разорвал туманную форму аватара, и тот, восстановившись, исказился от гнева. «Никто из вас не понимает это так хорошо, как я. Но запомните, он умрет, даже если мне придется убить его собственной рукой. Клянусь в этом своей душой. Будет так, как ты говоришь». Демон свел вместе когтистые лапы. Когти поскребли друг от друга. «Я принимаю свою роль». Адские глаза, пылая красным цветом убитых звезд, обратились на Тануса Крида. Наступило молчание. Акалит не был глуп. «Я принимаю свою роль», — повторил он, подавив нерешительность. Крид подумает о том, что нарушил приказы Эриба позже, если проживет достаточно долго для этого. Крид склонил голову и закрыл глаза, прислушиваясь к эху чудовищного смеха. Его окружала вонь крови и серы. Когда он, наконец, осмелился открыть глаза, то был наедине с мертвецами. Мерас переходил от одного одетого в лохмоте человека к другому, бегло осматривая сингусийцев и с растущим беспокойством фиксируя их состояние. Здесь было 32 человека, 20 мужчин и 12 женщин. В возрасте от приблизительно трехлетнего мальчика до женщины 106 стандартных таранских лет. Все были сильно обезвожены и истощены. Двое присмерти и еще несколько с небольшими ранениями. Он поморщился, помещение сильно нервировало его. В отсеке царила пустая могильная атмосфера, как в глубине древней гробницы. Мысли Мераса наполняло ощущение пустоты, неправильности, от которой он не мог избавиться. Апотекарий вздохнул и отогнал ощущения, пытаясь сосредоточиться. Капитан Накир и сержант Мадиду стояли рядом, возвышаясь над людьми. Одетые в лохмотье беженцы толпились неплотной группой. Каждое движение, каждый украдкой брошенный взгляд выдавал их страх. Мерас узнал, что женщину в платье зовут Телиан Ниоба. И она была смотрителем небольшого декоративного сада в городке Посадка, на окраине столицы Сигнуса Прайм. Поначалу говорила в основном она, словно было очень важно, как можно больше рассказать апотекарию о себе. Как будто женщина хотела доказать ему, что она та, кем является на самом деле, и пыталась найти свое место в реальности. «Мы можем пойти домой?» – спросила она. «Вы победили их?» «Не Филимов?» Ниоба не знала, что ответить. «Я?» «Я не знаю этого слова». Она сглотнула. «Мы прятались здесь много недель. Мы не видели дневного света с момента крушения. Что случилось с кораблем?» – спросил Накир. Он указал на человека, который назывался лейтенантом Дармундом, бывшим офицером сингусийских пехотных бригад. «Ты расскажи мне». Дармунд посмотрел из-под лохматых светлых волос. Он казался слишком молодым для офицерских нашивок. «Сложно сказать, лорд», – начал он, прикоснувшись к лазгану у бедра. «Мы были на нижних палубах, большую часть полета от Сигнуса Прайм. Корабль пытался выйти за пределы громадной тени. Мы мало что видели». Дармунд кивнул на другого человека в форме матроса. «Вот мистер Зомас. Он из экипажа обнаженного кинжала». «Я знаю меньше, чем ты думаешь», – заверил Зомас. Он был худым стариком с кислым выражением лица и откровенно возмутился в попытке Дармунда перевести внимание легионеров на него. Корабль был перегружен, капитан. «Мы шли с хорошей скоростью, но слишком перегружали реактор. Чересчур. Я знаю, что произошла потеря энергии, и мы…» «Мы начали дрейфовать. Именно тогда твари добрались до нас». «Вы были атакованы кораблями нефилимов», – сказал Накир. «Ксеносы высаживались на фрегат». «Вы продолжаете называть это слово», – заговорил человек в черной шинели, который топтался с краю группы, словно больше не мог молчать. «Что оно значит? Неф? Кто?» Он сплюнул на палубу. «Кто ты?» – спросил Мадидус. «Ты можешь называть меня Хенгист, космодесантник. Пока этого достаточно». «Действительно?» – сержант шагнул вперед. «Почему ты не говоришь нам, что знаешь, Хенгист?» Мужчина попытался проявить твердость и не смог, отпрянув при приближении кровавого ангела. Мерас подозревал, что он преступник. Когда они только вошли в комнату, Хенгист попытался спрятать короткий клинок и малокалиберный болт-пистолет под кучей тряпок. Ему не понравилось, когда апотекарий забрал их у него. «Я знаю, что пришедшие сюда не ксеносы», – оскалился Хенгист. «Чужие не заставляют стены сочиться кровью, а матерей есть своих детей. Не превращают небо в стекло, а людей в холодный дым». Было что-то пророческое в его резком ответе. «Он прав», – ставил дернувшись зомос. «Я на своей службе видел зеленокожих и чокнутых, но никого подобного тем, кто уничтожил этот корабль. Существа, состоящие из одних лишь клыков и крыльев, лорд. Ужаса, на которые невозможно долго смотреть. Он несколько раз ткнул пальцами. Пробивались сквозь корпус, как змеи. Огни и всякое такое. Старик невольно вздрогнул. «Мы упали!» «Корабль начал разваливаться», – сказал они оба. Она посмотрела на зомоса. Мы вошли в атмосферу. Матрос кивнул. На его невидящие от горя глаза навернулись слезы. «О, да!» Она продолжила. «Мы все нашли друг друга после крушения. Пришли сюда и закрыли двери. У нас была еда и вода». Мерас посмотрел туда, где лежали контейнеры с продовольствием. Большинство были пусты. «Что вы собирались делать после того, как закончились бы припасы?» «Умереть?» – слух задался вопросом Дормунд. «Мы не могли уйти. Не после того, что мы слышали через двери. Убийство!» Хенгист покачал головой, подобные которым прежде никогда не случались. Он прижал руки к голове. Их звук никогда не забудется. «Но...» – Накир запнулся. «Враги, напавшие на фрегат, они оставили вас в покое». «Мы не единственные», – сказал Дормунд так, словно это было глупое предположение. «Я имею в виду, должны быть еще выжившие». Его лицо вытянулось. «На корабле остались только мы». «Вы первые, кого мы нашли с тех пор, как наш флот вошел в скопление Сигнус», – сухо ответил Мадидус. «Форус и Холст уничтожены. На этом мире нет следов жизни, как и ее признаков на внутренних планетах». Шок, который испытали беженцы, казался почти осязаемым. Накир продолжил. «Почему они оставили вас в живых?» Вопрос капитана повис в затхлом воздухе. «Ни на одном из выживших не было метки ксеносов, не было масок, которые нефилимы надевали на своих рабов». Но Накир по-прежнему не горел желанием эвакуировать их на флот без дополнительной информации. «Потому что», – произнесла тонким и наполненным болью голосом женщина, лежавшая на низкой скамье, «потому что им нравится наблюдать, как мы медленно умираем от отчаяния». «Госпожа Розин, вы должны отдохнуть». Дормунд подошел к ней, нахмурившись. «Не бойтесь, мы теперь в безопасности». «Это не так», – твердо сказала женщина, с трудом поднявшись в сидячее положение. Мерас заметил на ее почерневшем, испачканном кровью жилете должностную брошь колониального политического советника. «Легионеры не освободили нас, им это не под силу». «Да», – закричал на нее Хенгист, – «потому что вы привели сюда этих чудовищ, не так ли? Встретили их, так сказать, с травяным чаем и гирляндами цветов». «Молчать», – рявкнул Мадидус. «У тебя была возможность говорить». «Что это значит?» – спросил Мерас. Розин посмотрела на него, и по глазам было видно, что ее дух сломлен. Он видел это прежде у воинов, которые слишком долго жили среди кровопролития и смерти. То, что она увидела, состарило ее на десятилетия, никак не отразившись на внешности. К нам пришел Бруха, ей было тяжело даже произносить его имя вслух. Его переполняла ложь. Мы думали, что он спасение, но на самом деле он и был источником бед. Необа положила руку на наруч Мераса. Он сказал, что пришел спасти нас. Его голос звучал по всем видеоканалам скопления. Но он обратил нас против самих себя. Ему были нужны только наша слабость и наш страх. В конце первой недели мы построили концентрационные лагеря для тех, кто осмелился возражать. Из глаз Розин текли слезы. Но она, казалось, не замечала их. Выражение лица было отрешенным. За месяц Бруха стал фактически правителем системы. Он сказал нам, что если мы будем задабривать тех, кто напал на нас, то выживем. О ком он говорил? Спросил Мерас. Необа встретилась с его взглядом. На ее лице промелькнуло замешательство. О демонах сказала она так, словно ответ был очевиден. Последовавшую тяжелую свинцовую тишину нарушил треск павок связи. Докладывал один из воинов Накира в другом отряде за несколько минут до плановой проверки связи. Голос легионера заглушали помехи и необычный резонансный эффект, который звучал как далекий шепот. Но что было совершенно отчетливо слышно, так это грохот болтерной стрельбы на заднем фоне. Отступаем к зоне высадки, пришло сообщение. Плацдарм атакован. У нас прерывистый контакт с противником. Прежде чем Накир смог потребовать пояснений, канал наполнило протяжное жужжание и сигнал неожиданно прервался. Они вернулись, прошипел Хенгист с улыбкой висельника на устах, словно был рад, что оказался прав. Ваши легионеры привлекли их внимание. Мерас поднял голову и встретился взглядом с Кассиилом. Выражение лица ветерана было мрачным и решительным. «Приказы!» — обратился Мадидус. Накир надел шлем. Воксфильтр придал мрачный оттенок его голосу. «Возьми Мераса, Кассиила и Гравата, и приведи выживших. Остальное отделение пойдет со мной. Мы форсированным маршем направляемся к Плацдарму». «Есть, лорд!» — сержант отдал честь. Капитан поднял оружие и выкрикнул новый приказ. «Оружие на изготовку! Держать шаг!» Легионеры размашистыми красными пятнами выскочили из помещения, исчезнув там, откуда пришли. «Вы слышали его?» — сказал Кассиил, изучая лица гражданских. «Поднимайтесь! Несите тех, кто не может идти, или же они останутся!» Кровавый ангел, запаниковавший Нёба, схватила Мераса за руку. «Ты не понимаешь, мы не можем уйти!» «Не отставай, мы защитим вас!» «Сейчас ты в это веришь!» — сказала она, покачав головой. «Но ты ошибаешься!» Охранявшие плацдарм легионеры сначала подумали, что ветер гонит новые шлейфы черного дыма от пожаров в их сторону. Затем один из воинов заметил, что тучи движутся в обратную сторону от других столбов дыма. Кровавые ангелы услышали низкий гул. Он быстро усилился, из-за чего пришлось кричать, чтобы быть услышанным. Плотный рой жирных черных мух затмил собой слабый солнечный свет. Кровавые ангелы с обнаженными головами схватились за шлемы, когда насекомые хлынули на них волной. Некоторые оказались слишком медлительными и упали, царапая обнаженные участки кожи. Мухи вгрызались в голую плоть кислотными жвалами, проникая внутрь опрометчивых легионеров. Насекомые забивали дыхательные решетки боевых доспехов и воздухозаборники грозовых птиц. Плотные раи наполнили сопла двигателей и заглушили их, не позволяя взлететь кораблям. Затем в дыму появились лица, гибкие изящные тени, танцующие на грани видимости. Розовая обнаженная плоть и гибкие формы, смеющиеся глаза, которые глумились над воинами в багровых доспехах. Беспощадные когти, щелкающие и лязгающие резким хором. Воздух мерцал, словно отраженный, подобно чарам из древнего мифа. К тому времени, как капитан Накир добрался до зоны высадки, кровавые ангелы были атакованы. Он открыл огонь, доверившись болтеру и клинку. Мерас и остальные могли двигаться только со скоростью самых медленных в измученной группе выживших. Их продвижение превратилось в затянувшуюся борьбу. Мадидус возглавил колонну, и они направились в проломы. Сначала через извивающиеся, разгромленные корпусы обнаженного клинка, затем по полю обломков. Теперь они были на открытой местности. Защиту им мог дать только случайный невысокий холм и пелена тяжелого удушливого дыма. Мадидус поднял кулак, и они остановились. В первый раз некоторые гражданские медленно среагировали на жест, но Кассиил прикрикнул на них, и теперь никто не мешкал. «В чем дело?» – спросил по воксу Гравата, находившийся в середине группы. Со своего места в конце колонны Апотекарий увидел, как кровавый ангел поднял Мелтаган на плечо. «Вверху!» – сказал Мадидус. «Я слышу крылья!» Мерас напряг слух и уловил смутный шум. Глухие удары кожистых крыльев по воздуху. Странный пронзительный крик кого-то, не похожего на обычную птицу. Он посмотрел вверх, но все, что увидел – тени, движущиеся над облаками дыма, быстрые и плавные. Часть него очень хотела прицелиться и выстрелить в эти неуловимые фигуры, только ради того, чтобы увидеть тех, кто скрывается в этой пустоши. Но единственный выстрел сообщит противнику об их местоположении, а жизнями людей, которых они пришли спасти, нельзя было рисковать. Он опустил голову и увидел, что на него смотрят не оба. У нее было некрасивое лицо и добрые глаза, которые глядели с мольбой. Она казалась такой маленькой и слабой, такой беззащитной. То, что девушка и остальные так долго протянули, казалось для него чудом. «Галактика жестока и безжалостна», – подумал он. «Вот почему император создал нас, усмирить ее для таких людей, как не оба». Было важно помнить об этом. В долгих сражениях Великого Крестового Похода иногда легко забыть, что галактика – не только арена войны. Глаза необы уставились в точку над плечом Мераса, и он увидел, как кровь отливает от ее щек. Глаза женщины расширились от ужаса. Кровавый ангел медленно и осторожно повернулся, бесшумно вытягивая болт-пистолет. Оно было в трехстах метрах от места, где затаились люди. Существо остановилось и пробовало воздух раздвоенным змеиным языком. Размеры и гибкие формы тела наводили на мысль о принадлежности к женскому полу, но только в качестве дополнения, наряда для его истинной натуры. Создание в определенном смысле человеческое было бледно-розового цвета, в некоторых местах почти мертвецки бледное. Оно жеманно раскачивалось на тонких, мускулистых ногах, которые заканчивались когтистыми лапами. Лицо с кошачьими глазами словно неправильно вырезали из мрамора. Нос отсутствовал, а безгубая ухмылка постоянно менялась. Мерас видел полосатые, маленькие уши, как у Эльдаров, но существо не связывало с ними родство. Он знал это инстинктивно. Мерас много раз сталкивался с чужими, и хотя они вызывали у него отвращение, ни один виденный им ксенос не вызывал такого чувства неправильности. «Контакт справа», – прошептал он Вокс, превратившись в бронированную статую. «Одна цель, движется, возможно, разведчик». «Можешь убрать бесшумно», – спросил Мадидус. «Нет, слишком далеко, пока не реагирует. Не рискуйте людьми, лучше отпусти его». «Хорошо», – последовала пауза, затем снова заговорил Мадидус. «Можешь идентифицировать цель?» «Это не нефилим, сержант, я не знаю, что это». «Суккуб», – прошептала Необа. «Демонесса, соблазнитель. Это их старые имена. Они пришли следом за брухой». Бледное существо одной рукой лениво вращало клинок. Вторая рука заканчивалась чем-то, похожим на клешню гигантского членистоногого. Зазубренные щипцы тихо постукивали друг от друга. Легионер не был уверен. Это какой-то вид оружия или, в действительности, часть самой женщины. Как только в голове возник вопрос, черные, лишенные зрачков глаза, повернулись и посмотрели прямо на него. Не было никакой возможности остаться незамеченным. Даже прижавшись к земле, Мерас в багрово-белом доспехе выделялся на фоне перепаханной равнины. Но затем существо с непонимающим выражением на лице повернулось и исчезло в дыму, издав низкий пронзительный крик. 11. Демоны. Сигнус Прайм. Вопль. Мадидус привел выживших к точке высадки по безопасному маршруту. Они почти добрались до грозовых птиц, когда Гравата доложил, что кого-то не хватает. Мерас понял, что Хенгист и человек, которого он нес, раненый фермер по имени Кван, отстали. Он вернулся за ними. Кван лежал на какой-то куче недалеко от периметра. А сердитый Хенгист пытался поднять его на ноги. Когда Мерас оказался в двух шагах от раненого человека, на них напало существо, которое не оба назвало демонессой. Хенгист с воплями бросился бежать, в то время как суккуб свалилась с неба, спрыгнув со спины какой-то летающей твари, и пронзила Квана огромной клешней. Фермер не оказал сопротивления, умер быстро, но отнюдь нелегко. Как под гипнозом он уставился, переливающийся взгляд существа, которое его заживо выпотрошило. Зверь демонессы, уродливая ящерица с четырьмя крыльями и ртом полных жгутиков, кружился и кидался на схватившегося за болт пистолет кровавого ангела, инстинктивно перекрывая линию огня по своему всаднику. Прицелившись, апотекарий сбил крылатого монстра выстрелом в голову. Из раны брызнула розовая жидкость. Зверь рухнул в грязь, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Суккуб издал оздавленный, леденящий кровь вопль. И с яростью накинулась на Мераса. Апотекарий попытался убить тварь из болтера. Но она, если представление о половой принадлежности могло быть применимо к такому существу, быстро среагировала и добралась до апотекария, прежде чем он смог перезарядить оружие. Суккуб ударила Мераса плоской стороной лезвия когтя с такой силой, что его голова стукнулась о массивный край ранца, а из глаз посыпались искры. Кровавый ангел кувыркнулся и вскочил сцепным топором, слепую рубанув туда, где находилось существо. Она метнулась в сторону, повернувшись от неуклюжего рефлекторного удара, и самоуверенно парировала его обсидиановым кинжалом, который держала в другой руке. Тварь издала звук почти сексуального наслаждения, сохраняя серьезное выражение лица, что было странно для ее резких черт. Затем с пронзительным воплем она атаковала легионера. Мерас нанес сильный удар топором. Обух оружия врезался в грудь суккуба, сбив ее с ног. Проворная тварь превратила падение в кувырок и снова застыла в боевой готовности. Мерас развернулся, удерживая ее перед собой в ожидании следующей атаки. Он отстранился от всего, что отвлекало внимание. Грохота стрельбы, жужжание бесчисленных насекомых, оглушительного хаоса битвы, развернувшийся вокруг неспособных подняться в воздух грозовых птиц. Его боевые братья сражались с врагом, и вне всякого сомнения, каждый из них, как и апотекарий, вел свою собственную маленькую войну. Единственный миг невнимательности мог стать роковым в бою с таким противником. Существо пригнулось и, оттолкнувшись могучими, когтистыми ногами, снова прыгнуло на легионера. Мерас повернулся плечом и, наклонившись, бросился вперед. Они столкнулись с окрушительной силой, и апотекарий услышал треск керамита, когда внешний слой брони лопнул. Клешня метнулась к нему, и он отбил ее вниз рукояткой пистолета. Костяная, хитиновая поверхность раскололась, и суккуб гневно выпалила поток похожих на слова звуков, не подходящих для человеческого языка. Мерас мельком увидел кровоточащую плоть внутри треснувшей клешни. Это было, как он сначала подумал, ненадеваемое на руку оружие, но, как ни странно, мутировавший отросток узкой руки демонессы. Маленькая отвратительная истина этой детали вызвала у него отвращение. Что за чудовищная эволюция создала такое извращенное существо? Черный клинок метнулся к груди легионера и ударил под острым углом, оцарапав из гипногрудника и не сумев пробить его. Мерас принял решение за долю секунды и выпустил болт-пистолет. Тот упал в выжженную грязь у его ног. Свободной рукой кровавый ангел схватил за клешню и резко дернул вперед. Демонесса была застегнута врасплох, и изогнутая часть огромной клешни сильно ударила ее по лицу, отчего по нему потекла маслянистая пурпурная кровь. Мерас не стал останавливаться и оттолкнул тварь назад, прежде чем она смогла восстановить равновесие и отскочить на безопасную дистанцию. Он развернул обух цепного топора и нанес удар снизу вверх, нажав на спусковой рычаг. Вращающиеся лезвия впились в обнаженную кожу твари и разорвали ее. Приложив всю свою силу, Апотекарий оторвал демонессу от земли. Она завизжала и вцепилась в него, понимая, что гибнет. Ее неземная красота вдруг превратилась в облик какого-то адского исчадия, охваченного ненавистью. Бездонные, опаленные глаза, которые сломили волю Квана, побелели, а крик оборвался с последним вздохом. Мерас швырнул труп на землю и наклонился, чтобы поднять брошенный пистолет. Хенгист, который весь бой прятался неподалеку, с трудом поднялся на ноги, не в состоянии отвести взгляда от тела существа. «Я говорил им», прошептал он, словно обвиняя кого-то в тяжком преступлении. «Я говорил им». «За мной», рявкнул Мерас, перезаряжая оружие на ходу. «Еще раз остановишься, и я оставлю тебя здесь». Когда они прошли под крылом ближайшей грозовой птицы, их встретили кашляющие и хриплые звуки огнеметов, воины Накира выпускали струи пламени по забитым мухами соплом, сжигая мерзких насекомых и рассеивая их раи. Мерас подумал, что лучше было рискнуть и отделаться небольшими повреждениями своих кораблей, чем оставаться на поверхности Сколтрума. Повсюду лежали мертвые суккубы и ящерицы, и вместе с ними несколько воинов в красных доспехах. Мерас выругался про себя, от вида даже одного мертвого кровавого ангела в лапах этих уродливых гарпий. Он отвернулся и увидел Мадидуса у кормового люка десантного корабля, готового к взлету. Изнутри на него смотрело не оба. Сержант махнул ему, они не будут ждать, когда на них набросится вторая волна. Маяк, который вызвал кровавых ангелов, нашли и отключили. Больше причин оставаться на Агромире не было. Хенгис стоял рядом. «Теперь мы можем улетать? Я хочу убраться отсюда!» Явный страх в голосе человека разозлил Мераса. «Отойди от меня!» сказал он, направляясь к ближайшему убитому легионеру. «Мне сначала нужно выполнить долг!» Мерас включил редуктор на медицинской перчатке и начал осторожно извлекать прогеноидные железы убитого. Атмосфера в зале из литокаста резко контрастировала с настроениями на конклаве несколькими днями ранее. Капитан Ролдарон скрестил руки на груди и осматривал комнату, узнавая проекции командиров, которые передавали с их кораблей. Наряду с множеством других мелких неисправностей, гололитическая связь между кораблями кровавых ангелов время от времени теряла четкость передаваемых данных. И искусственные проекции многих капитанов в рот трех сотен изобиловали помехами. Технодесантники и сервиторы из бригад технопровидцев механику красной слезы не могли исправить проблему и устранить отвратительный треск помех, которые постоянно проявлялись на каждом воксканале и тактической релейной связи. Настроение в зале было мрачным, и присутствие великого ангела едва смягчало его. Известные своим самообладанием офицеры явно демонстрировали раздражение и разногласие. Эти воины собрались, чтобы сразиться в решающей битве Великого Крестового Похода, покончить с угрозой человечеству. Но то, с чем они столкнулись на Сигнусе Прайм, отвергало все попытки классифицировать опасность. Капитан Накир закончил свой доклад. Среди собравшихся было заметно разногласие, даже в отношении сухого описания боя с противником на Пятой Планете. Эти существа начал Верховный Хранитель Берус, обменявшись ироничным взглядом со своим подчиненным Анелусом, который стоял рядом с ним. «Ты не подумал привезти одного убитого на флот, чтобы мы могли изучить его в Апотекарионе?» Накир сжал губы. «Конечно, подумал», резко ответил он. «Но тела изменились во время возвращения на корабль». «Что ты имеешь в виду?» спросил сангвинарный гвардии Дзуриев. Накир взглянул настоящего рядом легионера, линейного Апотекария из девятой роты. «Они расплавились, сержант гвардии, как лед на огне. Все, что осталось, это грязный, токсичный осадок, который не поддается анализу». «А выжившие?» подал голос капитан Амит. Его взгляд был тверд и напряжен. «Они все еще живы? Их обследовали?» «Да, брат капитан. Группа содержится под стражей в камере на нижних палубах». Накир снова посмотрел на Апотекария. Младший воин стоял с опущенной головой. Он явно испытывал трепет, оказавшись в присутствии такого количества величайших героев легиона, не самым последним из которых был сам Примарк. Лордарон пригляделся к нему и вспомнил его лицо. Мельхиор и Нортаба. Воин сражался в обоих компаниях с тойкой и с честью. «Мерас». Сангвиний произнес его имя и Апотекарий поднял голову. «Мой сын, ты лично общался с этими людьми? Что ты о них думаешь?» Ангел говорил серьезно и спокойно и это, казалось, успокоило Мераса. «Повелитель, на выживших нет следов насильственной имплантации и химических веществ, вызывающих изменения». Он прервался, словно задумавшись о чем-то, затем продолжил. «Я не нашел у них ничего необычного, за исключением того, что они живы, а каждый сигнусиис, что нам попадался, был трупом без костей». «Этого достаточно, чтобы оставить людей там, где мы их нашли», холодно сказал Анелус. «Они могут быть еще одной уловкой ксеносов, предателей». «Мы даже рассматривать не станем подобный совет». Сангвиний не повысил голоса, но его порицание было очевидным и Хранитель явно испугался. «Мы не бессердечны и прибыли в скопление сигнус спасти их». Он кивнул Меросу, разрешая продолжить. «Я просил их», сказал Апотекарий. «Вместе с данными, извлеченными из обломков обнаженного кинжала, они могут помочь частично восстановить хронологию произошедших событий». «Что они знают о Нефилимах?» спросил Аскаэлон. «Хоть какие-нибудь подсказки о расположении войск и тактики?» «Им показали пикты ксеносов и их кораблей», сказал Накир. «Ни один из людей никогда прежде не видел гигантов». «Так кто напал на них?» вопрос задал командир 216-й. Его голообраз слегка колыхнулся. Выражение лица Мероса ожесточилось. «Капитан», они говорили об армиях существ, которые были смешением жизненных форм, сочетанием людей и зверей, крылатых тварей и существ с изменчивой плотью. «Армии демонов», он нахмурился. «Именно это слово они использовали, милорды». Берус фыркнул. «Как я и говорил прежде, это последствия психологической войны, несомненно усиленной применением методик управления разумом. Наркотики или химикаты, ментальное программирование, неподготовленная человеческая душа податлива и открыта для манипулирования и разложения. Хранитель бросил быстрый взгляд в сторону Ролдорона, но не на первого капитана, а его адъютанта. Стоявший рядом с Ролдороном брат Кана промолчал, оставаясь в тени. «Со всем уважением», произнес Мерас. «У выживших не найдено признаков такой манипуляции. Они верят в то, что говорят». «Я уверен в этом», сказал Берус, заслужив сдержанное одобрение от некоторых капитанов. «Они говорят, что армию этих чудовищ возглавляет не человек», сказал Накир. «Существо, зовущее себя жаждущей крови, убийца, который наслаждается жестокостью и болью, он сделал паузу. Есть также и другой лидер». «Сколько там этих так называемых демонов?» спросил Галлан. «Мнения расходятся», признался Мерас. «Некоторые из выживших говорили о человеке по имени Бруха. Он прибыл к ним, представившись агентом Империума, но, по-видимому, этот Бруха ответственен за падение правительства Сигнуса». «Один человек», спросил с явным сомнением Аскайлон, «Как он это сделал?» «Магией». Ралдорон видел, как Мерас выдавил это слово и нахмурился. Бруха якобы был существом варпа, порочным вдохновителем ужасных актов осквернении и зверств. Апотекарий резко замолчал. «У меня нет других объяснений для вас. Я просто повторяю то, что говорили мне выжившие». «Он повторяет безумные росказни», сказал Анелус, «и как будто верит им». «Я вынужден согласиться с Хранителем». Слова сопровождались шипением и треском. Передача велась с мостика темной страницы. Акалит Крит, облаченный в церемониальные одежды, до этого момента не участвовал в обсуждении. «Эти описания ужасных существ настойчивое утверждение, что они не из этого мира. Выдуманные байки неграмотных людей, которые не могут осмыслить нечто чуждо им». «Ты уверен?» спросил с мрачным лицом Амит. «Это так ты объясняешь непонятные явления, с которыми мы столкнулись, а инциденты на наших кораблях, эпидемия самоубийств среди сервов и летописцев. Причины этого так и не найдены». «Кое-кто позволил своему страху перед неизвестным погубить себя», заверил Крит. «Все мы видели ксеносов разных видов, странных и непонятных. Тем не менее, нет ничего такого, что нельзя объяснить, руководствуясь разумом. Эти несчастные глупцы, чьи жизни спасла храбрость капитана Накира, нельзя их считать источником достоверных сведений». Ролдерон помалкивал, даже заметив, что Галланд и несколько других капитанов кивают, соглашаясь с комментариями несущего слова. Первый капитан мысленно взвесил слова Крида. Они были справедливы, но не все факты в данной ситуации можно было игнорировать. Именно Хели Красный Нож, наблюдавший со стороны, сказал, наконец, то, о чем многие только думали. Не стоит так поспешно отвергать слова людей. У них нет зрения космодесантников, но они все же видят. Ни один из присутствующих здесь воинов не рискнет отрицать, что он видел краем глаза чистое безумие варпа и не думал о том, что кроется в его глубинах. Ролдерон не мог больше молчать. Загадки и хождение по кругу делу не помогут. С кем бы ни столкнулись в скоплении Сигнус, они по-прежнему наши враги. Накир и его люди продемонстрировали, что мы в силах сражаться с ними и убивать их. Это все, что имеет значение. Приказы магистра войны не изменились. Мы освободим эту систему от тех, кто ее захватил. Каково твое мнение, брат Мерас? Вопрос Я бы хотел, чтобы ты честно и открыто поделился своими мыслями. Апотекарий посмотрел на своего властелина. Здесь нет нефилимов, мой господин. Эти ужасы не их рук дело. Как бы мы их не называли ксеносами, демонами или незнакомцами, я считаю, что мы столкнулись с кем-то неизвестным доселе ни одному сыну Ваала и Терры. Кана покинул зал как можно быстрее, попрощавшись со своим командиром. Он нашел Мераса в коридоре, который тянулся от Атриума. Лицо Апотекария выдавало его беспокойство и вместе с тем он казался погруженным в раздумья. Кана пришлось дважды окликнуть Мераса, прежде чем старый друг обратил внимание. Брат, подожди! Мерас кивнул. Пришел спросить меня, почему я не держал свой проклятый рот закрытым? Он каждый капитан в трех сотнях думает, что я наивный идиот. Не все, сказал Кана, сдержанно улыбнувшись. Только те, кто считают, что знают больше тебя. Мерас неожиданно оживился и набросился на него с вопросами. Где ты был, Кана? После нашего возвращения с холста ты исчез. Ты слова не сказал, о! Хорошее настроение адъютанта Ролдорона как рукой сняло. Ты о том, что мы на которой я должен был найти ответы. Нашел? Мерас приблизился на шаг. В его словах сквозили разочарование и гнев. Кана говорил тихо. Мой друг, то, что я вижу иначе, чем ты, это мое бремя. Повторю слова капитана Ролдорона, сказал Апотекарий. От загадок нет толку. Говори прямо. Я считаю, то, что ты сказал Ангелу правда, ответил Кана. И я не один такой. Он положил руку на плечо Мерасу. Ты спас жизнь тем людям. Они ведь доверяют тебе, так? Они верят в тебя. Апотекарий кивнул. Женщина, Телиан не оба, она назвала нас ангелами императора. Словно верила в то, что мы действительно Серафимы из старого мифа. Поговори с ней, разузнай все, что сможешь об этих демонах. Чтобы не Мерас на мгновение замолчал. Затем снова поднял глаза, когда вспомнил о чем-то. Что за правда? Когда Кана вернулся к залу из Литокаста, намереваясь найти Ролдорона и приступить к выполнению своих обязанностей, то обнаружил, что дорогу ему преграждает другой офицер. Ты, его ждал капитан пятой роты, мне нужно поговорить с тобой, библиарий. Кана прищурился. Но поклонился, как того требовал протокол. Я больше не ношу это звание, капитан Амит. Вы хорошо знаете об этом. Да, я был на Никее и знаю, что звание может быть ликвидировано одним приказом, но вот долг... По своему опыту скажу, забывается не так легко. Выражение его лица оставалось нейтральным. Амита было непросто понять. На первый взгляд вся его натура была на виду, стремительная и свирепая. Но Кана знал, что это первое впечатление. Характер Амита был более глубоким и загадочным и он скрывал больше, чем многие представляли. Я знаю, чем ты занимался, сказал капитан. Я следил за тобой, Кана. Я не... Амит прервал его, зарычав. Солжешь и я посчитаю, что ты бесполезен, библиарий. Он приблизился. Я знаю, что ты посетил много кораблей, тайно встречаясь со своими родичами псайкерами. Кана похолодел. Он не успел связаться с достаточным числом своих бывших товарищей, чтобы заручиться их согласием. Если Амит собирался остановить его, капитан мрачно улыбнулся. Мне не нужны твои способности, чтобы понять, о чем думаешь. Спокойно, Кана. Я не собираюсь мешать тебе. Я хочу помочь. Почему? Тут же возник вопрос. Я? Мы рискуем навлечь осуждения за мало что значит в пятой. Затем он снова стал холодным и серьезным. Его поведение изменилось, как залитая водой лампа. Я не доверяю словам таких узколобых, как Берус или этому фанатику Криду. Я верю тому, что увидел мельком на холсте, когда прибыл, чтобы спасти вас, словам тех выживших. Это связано с чем-то из нашего общего прошлого. Архетипы нет, и ты тоже понимаешь. Кана медленно кивнул. Больше вашего, брат капитан. Я считаю, что все скопление Сигнус это какая-то грандиозная ловушка Кана, западня, призванная завлечь кровавых ангелов и уничтожить нас. Я не позволю этому случиться, мы не позволим этому случиться. А если для этого нам придется нарушить приказы Совета Теры и указ императора. Мы сожжем этот мост, когда дойдем до него, сказал Амит. То, что Ниоба рассказала ему, было сплошным кошмаром. Мерас молча слушал, стараясь никак не показывать своего отношения к ее словам. До прибытия в Сигнус, даже до Нортабы Октус, где он едва не погиб, кровавый ангел усомнился бы в ее словах. Теперь он думал иначе. Час за часом нереальное становилось реальным. Мерас нашел Ниобу в углу медицинской палаты, где держали выживших со сколтрума. Девушка была так далеко от остальных, насколько было возможно, не покидая при этом комнаты. Охранник из экипажа адмирала Дюкейт стоял на страже у дверей, никого не выпуская. Другие собрались разрозненной группой, разговаривали шепотом или вовсе молчали. Ниоба присматривала за Розин, беспокойно спящей на низкой кровати. У нее тревожные сны, сказала Ниоба легионеру, тихонько убрав волосы с лица Розин. Они мучают ее воспоминаниями об увиденном. Розин сказала, что ей спокойно, только рядом со мной. Вы видели то же, что и она? Кровавые дожди и природу обратившуюся против человека, устало кивнула она, ужасы заставившие меня усомниться в собственном здравомыслии. О да, воин, я видела это. Ниоба посмотрела на свои руки. Я так хочу вернуться домой, к моему тихому саду, но я знаю, что его больше нет. На лице появилась робкая улыбка. Наверное, я кажусь вам эгоистичной. Я всегда жила одна и мало общалась с другими. Мне это нравилось, им тоже, только я и растения. Никто не приходил посмотреть на сады, но я прекрасно за ними ухаживала. Она вздохнула, и я никогда не испытывала особого сочувствия к ближним. Мера скивнул в сторону Розен. Ваша забота о ней противоречит вашим же словам. Разве? Необа подняла голову, посмотрев на остальных. Я им никогда не нравилась. Дортмунд и Хенгист всегда спорили из-за меня в темном отсеке. Вор клялся, что я в сговоре с Розен, а она в свою очередь с тварями и постоянно повторял «Открой дверь, выбрось ведьм». Он хотел нашей смерти. Дормунд не позволил этому случиться. Да, но больше из-за апатии, чем от нежелания. Она замолчала. Когда на Сигнус Прайм прибыл этот ублюдок Бруха, Розен была там. Другие считают, что она заражена порчей. Этот Бруха, выходит он ренегат? Она покачала головой. Он изменил свою человеческую природу, а хорошие люди последовали за ним по этому пути из-за страха за свои жизни. Их уничтожили. Но не вас, не нас, не оба посмотрела на него. Жестокость демона ничего не значит, если ей нет свидетелей. Снова это слово, апатикарий скрестил руки. Нет таких существ, нет магии, дьяволов и богов, нет. Ангелов вставила она. Тогда кто вы? Кто ваш повелитель? Ответ Мераса замер на языке, когда его отвлекло движение у двери. Летописец Халердайст Гервин вступил в перепалку с охранником, а затем протиснулся мимо него. У Гервина было бледное и перекошенное лицо, а взгляд пустым и холодным. Он не видел Мераса и, казалось, вообще ни на кого не реагировал, когда направился через помещение к площадке технического обслуживания, игнорируя взгляды медиков-сервов и других апотекариев. Охранник закричал и Мерас отошел от спящей розин, почуяв неладное. Гервин потянул за ручки закрытой панели управления и открыл ее. Внутри Мерас увидел блок переключателей противоаварийной автоматики, приборные щитки для противопожарных форсунок лазарета и антидекомпрессионных клапанов. Матрос добрался до летописца раньше Мераса, положив руку на плечо Гервина. Секвенталист резко развернулся и ударил молодого человека тяжелой дубинкой, спрятанной в рукаве. Его лицо оставалось непроницаемым, а глаза были бессмысленными. Охранник упал на палубу, обливаясь кровью, и Мерас бросился вперед. Гервин схватился за рычаг продувки пламегасительного состава и повернул его на полоборота. Отверстия в потолке выпустили немного едкого белого пара. Полный поворот выпустит густой галлоидментановый поток, который мгновенно потушит очаги открытого пламени. «Остановите его!» закричал кто-то. «Он всех нас убьет!» Кроме того, химический дым вызовет удушье у каждого, не обладающего, а аугментированными легкими легионера, каждого выжившего на Сигнусе, каждого серва. Все за исключением кровавого ангела задохнутся и умрут, включая самого летописца. «Еще один!» подумал Мерас, одновременно выкрикивая имя Гервина. Еще одна душа поддалась непонятно откуда возникшему безумию. Болт-пистолет оказался в руке. Единственный выстрел превратит несчастного художника в кровавое пятно. Вокруг вспыхнула паника. Он замешкался и услышал рев Хенгиста, когда выжившие бросились к выходу. Мерасу нравился Гервин. Он заслужил большего, нежели кровавой смерти сумасшедшего. Апотекарий застыл и навел пистолет. Что он делает? Необа последовала за ним, и вдруг Мерас почувствовал такую же странную гнетущую атмосферу, как и в закрытом отсеке на борту обнаженного кинжала. Лицо Халлордайса Гервина изменилось, к нему вернулось осмысленное выражение. Он моргнул, зарыдал. Его длинные пальцы отпустили рычаг продувки, и он упал на палубу, закрыв лицо руками. Мерас перевел рычаг Болтера в безопасное положение. Опустившись на колени, Необа сжала руку Гервина и спросила у него, в чем дело. Зачем ты это сделал? Покой, проговорил он сквозь схлипы. Хочу покоя. Мерас услышал слова человека, но его внимание было сосредоточено на Телиан Необе. Он подумал о внезапно успокоившемся Гервине, исчезнувших кошмарах Розен, незаметившей их Суккуби, и об абсолютной невозможности существования самих выживших. С постепенной неизбежностью свет трех солнц потускнел перед носом красной слезы, и флоту кровавых ангелов наконец открылась планета Сигнус Прайм. Столичный мир был лишен всех признаков жизни и присутствия человека. Прикоснувшиеся к поверхности планеты лучи сенсоров вернулись с бессмысленными и непонятными потоками данных, и даже донесения обычных оптических приборов казались противоречивыми и запутанными. Вся планета была скрыта под покровом плотных желтого цвета облаков, напоминая стеклянную сферу, наполненную бледно-желтым дымом. Грозовые очаги перемещались беспорядочно, вопреки метеорологическим стандартом. Гигантские зигзаги молний освещали ночную сторону, извиваясь пурпурно-белыми полосами, которые напоминали очертания клыкастых улыбок. Капитальные корабли развернулись в боевой строй. Эскадры крейсеров, авианосцев и эсминцев сформировали собственные боевые построения, выделив охранение из перехватчиков и дозорных канонерок. Не было ни одного участка черного беззвездного неба, куда бы не целились орудия. Воины находились в полной боевой готовности. Слишком многое случилось с кровавыми ангелами за время перехода в это место, чтобы они относились к ситуации беспечно. В тени красной слезы уверенно двигались корабли с не менее прославленными послужными списками, чем у флагмана, ожидая появления первых признаков неуловимого врага. Завет Тваала и Алый, Девять Крестоносцев и Сын Крови, Виктус и Багряная Свобода, Реквием Аксоны и Игнис. Эти и многие другие корабли зарядили орудия и подняли пустотные щиты. Передовые части флота, отправленные на разведку дозоры воронов, вернулись с пиктами окрестностей Сигнуса Прайм. Две Луны третьей планеты исчезли. Если бы их уничтожили обычным способом, геоактивное излучение и траектории частиц, отмечающие местоположение погибших Лун, спутники попросту были похищены с их орбит неизвестным образом, а вместе с ними исчезли верфи, казармы и заводы оборонительных сил скопления Сигнус. Судьба самих защитников представлялась очевидной. Остовы кораблей их флота и обломки уничтоженных орбитальных комплексов дрейфовали на орбите планеты. Густой, рваной завесы недалеко от границы атмосферы. Боевые гражданские корабли от суборбитальных шаттлов, не приспособленных к полетам за пределами стратосферы до межзвездных громадных перевозчиков, все были уничтожены рядом со столичным миром и брошены на месте гибели. Внутри некоторых остров все еще пылала плазма, оставляя за ними радиоактивные следы. Из разбитых корпусов вываливалось огромное количество обломков, еще больше уплотнив хаотичную мишанину фрагментов кораблей. Мертвые корабли не были просто следствием жестокого обезглавливания целого колониального мира. Они были нечто большим, чем пролитая кровь, оставленная небрежным убийцей и надгробными знаками. Безмолвные корабли превратились в опасную полосу из обломков, которую будет вынужден пересечь каждый, кто захочет высадиться на планету. И кроме того, они находились здесь в качестве немой колоссальной угрозы, разбитые суда, как истекающие кровью трофеи безумного убийцы. Этого ужаса было достаточно, чтобы сковать льдом сердца даже самых опытных воинов космоса. Но это еще был не конец жестокого безмолвного послания. Среди десятков тысяч уничтоженных кораблей плавали трупы, разорванные и замерзшие. Пилоты перехватчиков передавали снимки на командную палубу красной слезы. И примарх молча просматривал их. Печаль и гнев лишили его слов. Те, кто увидел эти пикты, тоже молчали, не в состоянии выразить словами невероятную реальность того, что они видели. Каждое тело было изувечено непостижимым образом. Кости были извлечены из плоти, украдены, как исчезнувшие луны, таким же неизвестным способом, который унес жизни на Холсте и на других планетах. То, что осталось в безвоздушном пространстве над Сигнусом Прайм, превратилось в материал для безумного скульптора. Миллионы тел плавали слившимися массами плоти, сплетенными в омерзительные, блестящие из-за замерзшей крови монументы. Их спрессовали в долмены и кольца, словно вырезанные из театита. У некоторых форм были острые углы и зубчатые иглы, и жуткие мерцающие дуги красного цвета. Восьмиугольный знак, который пылал на поверхности форуса, также неоднократно повторялся в этой ужасной картине, подобно дару, который мог увидеть только тот, кто обладал глазами, огромными, как горы. Видение вернулось Кана без предупреждения, как и в келье медитации. Палуба раскололась под ногами, и он споткнулся. Под металлическими плитами пола открылась бездонная черная пропасть, засасывая расколотые фрагменты мира вокруг легионера своей бесконечной неотвратимой силой тяжести. Кана поднял руки к лицу и стер этот образ. В предыдущий раз ничто не могло остановить обрушившееся на него видение, но в этот раз он знал, чего ожидать. Кровавый ангел воспользовался той крошечной частицей брони, что у него была. Он мысленно окружил себя защитными стенами антисилы, ментально погрузил ноги в песок, когда буря ощущение взвилось, чтобы поглотить его. Кана услышал его приближение, из мрачных глубин поднимался вопящий фантом, более быстрый, чем смерть, более внезапный, чем наступление ночи. Зловонный шторм поднял призрака к красному ангелу на призрачных мертвых крыльях. Воин, облаченный в железо и с ног до головы измазанный кровью. Его укутывало сияние мертвых сингулярностей и погибших звезд. Тошнотворный свет вытекал из сочленений и трещин в расколотом доспехе. Вокруг завывающего, непостижимого лица резко выделялись пепельные локоны, а из спины росли костяные крылья падальщика. Нет, он убрал руку, его глаза были крепко закрыты, отвергая видение. Было пропитано оскверненной кровью. Казалось, видение отдавалось эхом в его мыслях, словно он смотрел на него чужими глазами. Вопящий красный ангел. Кана был захвачен волной ощущений, в его разуме проносилось воспоминание. Оно было предвестием. Он инстинктивно и с абсолютной ясностью понял это. Не избежать. Подобно океанскому прибою, откатывающемуся назад перед ударом приливной волны, отраженное видение предупреждало о грядущей беде, более грозной, нежели прежняя. Кана почти чувствовал ее вкус в загрязненном воздухе. У бывшего библиария неожиданно возникла абсолютная уверенность, что он смотрит с дуло самого огромного из когда-либо созданного оружия. Страх и ненависть и другие темные эмоции. Колоссальным усилием Кана оградил свой разум от образов и открыл глаза, обнаружив, что снова находится в коридоре. Палубы вокруг него были нетронутыми. Рядом с ним стоял легионер 170-й роты в служебной форме, протягивающий к нему руку. На его лице было видно беспокойство. «Брат, ты болен?» Кана оттолкнул его, восстановив равновесие. Он сделал шаг и остановился, сориентировавшись. Ангел пробормоталон встряхнув головой, словно это избавило бы его от остатков пси-эффектов. «Этим нельзя пренебречь, я должен предупредить Ангела». Кана взял себя в руки и пустился бегом к ближайшему транспортеру. Светилище примарха было далеко, но он мог добраться до него, если поспешит. Но затем все сервы экипажа вокруг него начали кричать, и адъютант капитана Ролдорона понял, что опоздал. Флот Кровавых Ангелов был готов к любому виду атаки, кроме одного. Из самого ядра планеты Сигнус Прайм вырвался крик, который не был ни голосом, ни звуком, и устремился в космос к собравшимся кораблям Девятого Легиона. Огромный ураган психической силы, созданный из сконцентрированного экстракта убийства миллионов сдавшихся душ, исходил из покрытого пеленой мира. Он пронесся по багровым кораблям дрожащей нематериальной волной. Пустотные щиты не смогли остановить его эфирную силу, а адамантиевые корпуса и пласталевые переборки были пронизаны с такой легкостью, словно были сделаны из бумаги. Ужасающая квинтэссенция боли и страдания трансформировалась в оружие творцами горя, которые не знали другого удовольствия, кроме как дирижировать агонии, словно она была музыкой. Они сотворили ее инструментами, созданными из обмана и паранойи, уничтожив последние следы надежды и доброты, которые могли цепляться за края таких темных и жутких эмоций. Чудовищная сила ударной волны обрушилась на каждый живой разум на борту кораблей кровавых ангелов. Сверхлюди легиона Астартес мужественно встретили всю ее мощь. Волна обрушилась на них, причинив некоторым сильную боль и страдание. Но они были ангелами императора. И, несмотря на грубую силу, столь целенаправленное оружие не могло победить их. Сыновья Сангвиния выдержали удар и отразили его. И только позже кровавые ангелы поймут, что не они были истинными целями. Эта сила была направлена не на них. Всех людей, кроме одного, во флоте на краткий миг объединил душераздирающий вопль, который обжег их разумы и сбил снов. Крик убил многих в момент соприкосновения. Тех, кто был совершенно не готов к такому сокрушительному черному отчаянию. Некоторые проживут немного дольше, прежде чем их сердца остановятся. Другие отправятся в воздушные шлюзы или направят ножи и лазганы на себя и своих убирать его. Двенадцать Разоблачение Адские корабли Курс на столкновение Кто-то скажет, что самая страшная пытка, которую человек может испытать, это совершенно честно и открыто заглянуть в самые темные уголки своей души, познать тот гнев, ту ненависть и то зло, на которые способен. И эти черные эмоции излить в миллион раз более мощным потоком не из одной, но из бесчисленных мертвых и порочных душ, в нужный момент принесенных в жертву. Именно такая сила хлынула в души мужчин и женщин, служивших в великом флоте кровавых ангелов. Каждое сердце и разум были доведены до предела, и многие не выдержали. Сильнейшие выживут, но до самой смерти останутся изувеченными. Слабейшие сойдут с ума, видя повсюду ужасы, их разумы рассыплются, как разбитое стекло. Прозвучал первый выстрел. Капитан Ралдарон с каменным выражением лица бежал по золотой галерее к Санкторум Ангелус. Крики и вопли отражались от стен украшенного коридора, искажая восприятие, из-за чего скульптуры и великолепные произведения искусства принимали искаженный, угрожающий вид. Ралдарон зарычал про себя и отогнал ощущения. Он был подготовлен выдерживать коварные атаки, но у обычного экипажа красной слезы не было такой защиты. Первый капитан видел знакомых флотских офицеров, превратившихся в рыдающих детей. Некоторые расцарапали себе лица, другие лишились дара речи и невидящие глядели, угодив в темницу собственного разума. Кровавого Ангела мучило то, что он ничего не мог сделать для них. Но сейчас шла битва, а они были жертвами. Его первым заданием было обеспечить безопасность корабля и примарха, и только потом он сможет обрушить свою месть на напавшего врага. Он почти добрался до Атриума, когда его внимание привлекла стрельба. Ралдарон резко остановился возле балюстрады галереи и увидел внизу огромную свирепую толпу матросов. Вокруг лежали убитые, а в дальнем конце помещения выстроилась шеренгу группа кровавых ангелов с оружием на изготовку. Фигура в черном доспехе с вытянутым перед собой Крозиусом выкрикивала приказы. «Всем разойтись!» выкрикнул приказ и посты или вас расстреляют. «Довольно!» Ралдарон перепрыгнул через перила и приземлился на палубу. Он повернулся к Анелусу, излучая холодный гнев. «Во имя Ваала, что ты творишь?» «Этот сброд напал на нас!» Хранитель указал на одного из боевых братьев, на лице которого были свежие порезы. Вместо одного глаза сияла рваная дыра. «Они пошли против своих экипаж!» Болтеры были подняты, легионеры могли расправиться с сервами одним коротким залпом. Ралдарон оттолкнул Анелуса в сторону и прошел в толпу моряков. Они расступились перед ним, словно отодвигаемые силой его воли. «Посмотрите на меня!» выкрикнул он, пристально глядя на них. «Посмотрите на меня!» Капитан схватил ближайшего человека, лейтенанта артиллериста, чьи губы шевелились в непрерывной беззвучной молитве. «Кровь и кровь и кровь и кровь и кровь!» «Вы усмирите свои страхи!» Слова Ралдарона были тверды, как Адамантий. «Все вы! Если вы сдадитесь, тот ужас, что напал на нас, одержит победу! Не смейте! Вспомните, кто вы! Вспомните свою клятву Ангелу и Императору!» Дрожавший в его хватке лейтенант умоляюще взглянул на Ралдарона. «Она в моей голове, лорд! Я должен заставить ее остановиться! Кровь!» Багровая жидкость окрасила бороду, сочась из глаз ушей ноздрей. «Кровью мы связаны и кровью мы служим», сказал капитан, напомнив клятву долго. Слова успокоили гнев толпы. «Мы легион, все мы!» Он метнул язвительный взгляд на хранителя. «Никогда потесил у своих товарищей и братьев!» Другие легионеры уже опустили свое оружие. Ралдарон разжал хватку и отвернулся. «Что мы можем сделать?» раздался вопрос из толпы. «Если враг проникнет в наши головы, что мы можем сделать?» «Сопротивляйтесь», сказал Ралдарон не поворачиваясь, «пока они не погибнут, или же погибнем мы». Первый капитан добрался до святилища примарха без дальнейших задержек. И когда остановился в атриуме перед огромными медно-золотыми вратами, почувствовал через керамитовые подошвы ботинок небольшое смещение в палубе. Красная слеза поворачивала и достаточно круто, чтобы для компенсации активировались огромные гравитационные плиты флагмана. Когда вокруг заревели сигналы тревоги, он задумался, что же заставило корабль изменить курс. В глубине души он знал, следующая атака неизбежна. Только неясно было, откуда ее ожидать. Рука Ралдорона опустилась на эфес силового меча, висевшего в ножнах на поясе. Одна часть него приветствовала битву, в то время как другая страшилась ее. Первый капитан. У дверей во главе группы стражей стоял сержант сангвенарной гвардии Зуриил. Лезвие его карминовой глефы сияло. Вокс-связь вышла из строя. Мы получаем обрывочные сигналы от других командиров и кораблей. Сбои бессистемны, только беспорядочное отключение радиосвязи и голоса. У Ралдорона тоже пропал сигнал, но и только. Что за голоса? Зуриил указал на вокс-бусину капитана. Послушай сам. Ралдорон постучал по вокс-устройству. Какой-то миг было слышно, только шипение статики, но затем он уловил едва различимые слова, произносимые нараспев на непонятном языке. Стоявший рядом Мендрион нахмурился. Я слышал эти голоса раньше, но они, кажется, исчезли из памяти. Ралдорон фыркнул, отключив связь. К черту эти игры теней! Зуриил открыл дверь, впуская его внутрь. Действительно, брат капитан! Ралдорон вошел в светилище примарха и поклонился. Ангел в ответ коротко кивнул. Повелитель стоял посреди комнаты перед шипящим, нестабильно работающим гололитом, который демонстрировал голову и плечи адмирала Дюкейт. Командующая выглядела усталой и постаревшей. Боль и страдания потушили яркую искру жизненной энергии, которую капитан всегда ассоциировал с ней. Как и остальной смертный экипаж, адмирал не была защищена от психического Ралдерон вспомнил обезумевшего лейтенанта, которого Аннеллус готов был убить. То, что Дюкейт после такой же ментальной атаки по-прежнему исполняла свои обязанности, свидетельствовала о ее выдающейся стойкости. Беспорядки усиливаются, сказала она. Палубные офицеры докладывают нерегулярно, но на местах уже произошли убийства и некоторые акты вандализма. Думаю, на данный момент флагману не грозит непосредственная опасность изнутри. Адмирал замолчала, словно ей трудно дышать. Ралдерон услышал по открытому каналу другие голоса на мостике. Многие были охвачены паникой, в то время как офицеры Дюкейт пытались сохранить порядок. Лицо Сангвиния было мрачным, другие корабли. При этих словах Ралдерон перевел взгляд от гололитического изображения на огромный иллюминатор из бронестекла, за которым был виден космос. Он разглядел флотские крейсеры. Некоторые выбивались из строя, видимо, были повреждены. По тем нескольким устойчивым каналам связи, что у нас есть, докладывают о схожих инцидентах, сообщила женщина. Среди сервов экипажа вспыхнули беспорядки, были случаи насилия и паники. Подавите их, сказал Ангел. Если мои сыновья будут вынуждены сражаться с собственными экипажами, за контроль над космическими кораблями, то мы пойдем на поводу у врага. Я начала Дюкейт. Ее голос поднялся на октаву, превратившись в визгливый протяжный вопль. Гололит задрожал и разлетелся облаком фотонов, но пронзительный вой не прекратился. Матрица проектора в палубе перегрузилась и взорвалась, испуская дым и запах раскаленного металла. Ралдорон извлек очередной психической атаки. Рядом с ним поднял руку командир гвардии Аскайлон. В его наручи щелкнул затвор болтера модели Ангелус. Остальные воины сангвинарной гвардии обнажили клинки. «Этот шум!» крикнул Халкин. «Откуда он исходит?» Примарх повернулся, пристально всматриваясь в потолок. С грозным выражением Ангел искал глазами то, что мог увидеть только он. «Нет!» прошептал Сангвиний. В зале находилась группа сервиторов, рабов для выполнения второстепенных обязанностей и управляющих функций. Они одновременно выползли из своих спальных ниш и хором завыли, изрыгая кровь и технические жидкости на мозаичный пол. На глазах Ралдорона они погибли, рассыпавшись розовато-серым туманом, как разобранная головоломка, сделанная из плоти и меди. Пласталь Сангвиний обнажил меч и встал в боевую стойку. Узкий и смертоносный двуручный клинок был длиной с космодесантника. Его выковали из красного металла, а золотую гарду усыпали рубинами. Оружие загудело, оживая в руках ангела. Крылья примарха раскрылись, и примарх поднял меч. «Покажись, если осмелешься!» Вопль достиг своего пика, пронзив слух вызов. Останки сервиторов задергались и сплелись. Веревки внутренностей и сломанные конечности потянулись друг к другу. Воздух вокруг кусков плоти исказился, а реальность вывернулась наизнанку и разрушилась. Части соединились в новое тело. Торс принадлежал двуполому мутанту с четырьмя руками и подрагивающей мускулистой плотью. Голова увеличилась и стала напоминать козлиную с рогами и острой фыркающей мордой. Новорожденное существо согнулось и с самоуверенным видом посмотрело сверху на кровавых ангелов. Оно провело когтями пальцами по своему телу, забавляясь сокровавленной плотью, из которой состояло, и испустило влажный аргиастический выдох. Сангвини! Оно прошипело имя. Ты не представляешь, как я рад наконец увидеть тебя в своих владениях. Существо насмешливо поклонилось и облизало губы из мертвой плоти. Добро пожаловать! Во имя всех звезд, что ты за существо? Холодная ярость примарха сменилась отвращением. От тебя разит варпом. Тварь причудливо кивнула. Да, это верно. У тебя вид недочеловека. Это возбуждает меня. Ралдерон почувствовал в воздухе странное смешение запахов. Приторный аромат заглушил почти все вокруг. Но за ним чувствовалась затхлая вонь пота и телесных жидкостей, запах серы. Лоскутное чудовище свело все четыре руки вместе, словно в молитве. Считайте себя польщенными присутствием этого посланника, моей сущности, которую вам позволено называть Кирис. Я отблеск на грани предсмертного экстаза, развращенный и очарованный, сын дочь повелителя удовольствий и ревностный слуга Ктхласхи Исшо-Акшами. Сама пустота восхваляет меня. Твои титулы ничего не значат для меня, ответил Сангвиний. Из какого ты вида чужой? Назови его. Существо отвело взгляд, и Ралдарон обнаружил, что он осмотрит на него так, словно хочет съесть. Чужой. Какое ограниченное понятие? Все вы знаете, кто я. Оно безумно захихикало. Я один из них. Произнесите это имя вместе со мной. Демон. Между губ показался кончик черного языка. Заговорил Аскаэлон. Ты украл это имя у людей, которых убил. Имя из древних мифов и легенд. На краткий миг кокетливая любезность твари исчезла, сменившись неожиданной яростью. Это вы украли его у нас. Но затем гнев снова стих, и Кирис низко поклонился. Я приветствую вас, ангелы крови. Я владею этими мирами, душами и королевством во имя Иславу Сланиш. Кирис опустил голову, изображая напускную скромность. Хотите ли вы попытаться забрать их у меня? Когда Ролдорон посмотрел на примарха, то увидел, что его гнев стих, и на ангела снизошло ледяное спокойствие. Сангвини направил острие меча вниз, руки обхватили украшенной драгоценными камнями Эфес. Ты совершил акт агрессии против Империума Человечества и злодеяния против его граждан. Знаю, что за подобные действия может быть только возмездие, никакого примирения и никаких уступок. О, неужели? прошептал Кирис. Я предлагаю только один раз, сдайся и откажись от своих притязаний на скопление Сигнус. Сделай это и обещаю, твоя смерть будет быстрой и милосердной. Смех твари поначалу был звонким и резким, затем опустился в низкий угрожающий диапазон. Ты не понимаешь моего величия, вульгарный и ничтожный ангел. Ничто столь примитивное не может убить такое великолепное. Я кардинал собора знака, король-королева Сигнуса и враг всего живого. Эти миры станут памятниками твоего отчаяния недочеловек. Все, что ты любишь, будет отнято у тебя и осквернено моим поцелуем. Оно повернулось к иллюминатору. Две руки указали на закрытую тучами сферу Сигнуса Прайм. Другая пара поманила кровавых ангелов. Идите, сказал Кирис, найдите меня там. Если вам угодно, я подожду. Когда последние слова стихли, отдельные куски металла и плоти развалились в отвратительную груду. Оживляющая сила чудовищного посланника неожиданно исчезла. Сангвиний долго и молча смотрел на останки, затем повернулся к своим людям. Доставьте нас туда, приказал он. Милорд, флот еще, флот еще в некотором беспорядке, начала Скайлон. Как и планировал враг, глаза примарха были темными и жесткими, похожими на осколки кремния. Но мы довольно долго идем по пути, проложенном ими для нас. Мы не позволим жить этой твари, мои сыновья. Выполняйте приказ. Силы второй фазы атаки таились на виду, скрываясь среди массы обломков, которые окружали Сигнус Прайм плотным поясом искореженного металла. Деформированные, мутировавшие корабли освободились от гравитации планеты и устремились на флот кровавых ангелов. Их двигатели выбрасывали дымящиеся шлейфы термоядерного пламени. Для этих судов не существовало ни классификации, ни формального способа их оценки для традиционных принципов космического сражения. Это были адские корабли. И подобно остаткам своих экипажей, они были искажены и переделаны в нечто отвратительное и немыслимое. На первый взгляд неактивные, мертвые для всех сенсоров. Сейчас они наполнились призрачной энергией, движимые силами, пришедшими из небытия. Некоторые были двуглавыми уродами из сплава пластали и бронзы, словно результат катастрофического выхода из варпа. Другие были вскрыты, разодранная обшивка корпуса обнажила внутреннюю планировку, которая напоминала анатомическую гравюру в медицинском учебнике. Внутри хищных остовов горели огни, пылающие сферы в их зубчатых носах словно глаза устремились в темноту. Эти корабли не столько летели в космосе, сколько плыли по нему, их корпуса извивались. Они двигались, как огромные животные. Формы диктовались злым разумом, который обитал в корпусах того, что некогда было, гордостью оборонительных сил сигнусийцев. Другие распустили громадные паруса из дубленной человеческой кожи, на выдвижных каркасах, которые напоминали роговые наросты и слоновую кость. Гигантские треугольные паруса затмевали свет своими размерами и словно были наполнены призрачным ветром. Поверхность адских кораблей была усеяна орудиями, которые выпускали каскады пурпурной энергии и росы пешепастых разрывных сфер размером с грозовых птиц. Некоторые из кораблей были не более чем гигантскими ракетами, пустыми судами, брошенными на пути следования имперских кораблей без управления или маскировки своих намерений. Один из таких остров прорезал строй звена перехватчиков Ворон и напоролся на крейсер Нумитер, прежде чем тот успел провести маневр уклонения. Два корабля окутала огненная вспышка и они вывалились из строя в облаке пепельных обломков. Эхо тревоги, которое пронеслось по экипажам Кровавых Ангелов еще не прошло и корабли флота Сангвиния пытались противостоять вражеской атаке. Они были застегнуты врасплох, потрясены, но иного выхода, кроме как сражаться, не было. Виктус и Завет Ваала дали залпы из лазерных излучателей, которые сполосовали громаду, несущуюся к борту Игнес. Вражеский корабль, прежде системный транспортный корабль, а теперь металлолом, зараженный чумой коррозии, был уничтожен, развалившись на огромной обломке прогнившего корпуса. Корпус взорвался, как полынь под ударом молота. Куски обшивки рассыпались на атомы, когда столкнулись с пустотными щитами багровых кораблей. Неподалеку чаша и гермия помчались вперед, чтобы заполнить интервал слева от флагмана. Корабли устремились навстречу врагу сквозь смешивающиеся порядки флота. Им навстречу спешили вздувшиеся изнутри фрегаты, оставляя за собой шлейфы токсичных газов. Корпуса были украшены восьмиконечными звездами, нанесенными кровавой краской поверх оскверненных эмблем, которые некогда являлись гордыми свидетельствами верности Сигнуса Терри. Корабли Кровавых Ангелов выпустили торпеды и пульсирующие потоки из мегалазеров, уничтожив броневую защиту нападающих, но враг по-прежнему приближался. На какой-то миг показалось, что лидирующий фрегат собирался таранить чашу. Затем омерзительный корпус раскрылся и показал то, что было внутри него. Эти измененные корабли были наполнены жилистой, мускулистой плотью, покрытой блестящим хитином. Подобно раковой опухоли, эти чудовища заполняли внутренности корабля и теперь вырвались на свободу. Вытянулись мерцающие в свете звезд восемь паучьих ног, каждая полкилометра в длину. Твари внутри остова вкорчились, корпуса кораблей на них напоминали ракообразных со своими панцирями на спинках. Не обращая внимания на стрельбу в упор из отдельных оборонительных орудий чаши, два корабля паука прыгнули на тяжелый крейсер и начали грызть его, в темноте сверкали огромные влажные жвала. Потоки кислорода ворвались в вакуум, когда чаша начала терять атмосферу через бесчисленные бреши. Такое происходило по всей линии сражения. Каждый корабль флота столкнулся с врагом, готовым к подобным действиям. Красная слеза открыла орудийные порты и излила всю мощь своих орудий. Сверкающие крылья лучевого оружия и потоки ракетных залпов накрыли атакующий строй адских кораблей. Сын Крови и Аллы последовали примеру флагмана, открыв огонь из всего оружия, что было в их арсенале, врезавшись во вражеские порядки и оставляя огромную зону обломков за собой. В ночи расцвели идеальные, похожие на жемчужины сферы ядерного пламени, уничтожая то, что давно должно было быть мертвым. Крик слезал кровь с кончиков пальцев, смакуя ее. Сочащаяся из его глаз жидкость была темной и маслянистой. Ее острый запах напомнил ему о далекой колхиде. Она пахнет как рождение, сказал он себе, вестник нового. Безмолвные потоки света отбросили мечущиеся тени на его командный трон, когда космос вокруг темной страницы вспыхнул от орудийных залпов. Крик встал и посмотрел вниз. Мостик корабля был похож на пузырь из зеркального бронестекла, окрашенный ржавчиной и непрозрачный снаружи, но изнутри он выглядел так, словно парил в космосе. Громадные бронеставни обычно обеспечивали безопасность и защищенность огромной капсулой, но Акалит приказал их опустить, чтобы в момент предательства от него не ускользнул. Крик наблюдал, как корабли-пауки пируют чашей, и его улыбка стала шире. Скоро Кровавые Ангелы будут считать экипаж этого корабля счастливчиками, так же, Белиоса, Светлого Рыцаря и остальных жертв. Кровопролитие не прекращалось, начало ему положило воплощение демона перед Хорусом в святилище, а теперь оно было медленным и непрерывным. Несущий Слово не чувствовал ни боли, ни волнения из-за этого. Он понял, что это знак для него, отметка превосходства, оставленная на его плоти. Акалит не позволил себе задуматься над словами воителя и о внутреннем конфликте, который они вызвали. Хорус приказал ему проигнорировать план Эриба, и Крид искал в себе чувство вины за этот поступок, но ничего не нашел. Эриб такой высокомерный, такой надменный. Он и полукровка Корфаэрон жалуют силу своим любимчикам, словно дары. Их здесь не было, они не видели возможностей. Теперь у Крида был шанс опередить их, возможно заслужить право стоять рядом с Ларгаром вместо них. «Если мы добьемся успеха, когда мы добьемся успеха?» Огромный крылатый демон-зверь оставил его в живых, и багровые полосы были напоминанием об этой милости. Крид снова осмелился задуматься о будущем. «Я отмечен, и это придает уверенность». Он улыбнулся себе. «Эта война уже выиграна». Повторяющиеся сообщения с флагмана кровавых ангелов. Крид повернулся лицом к воину, его звали Филейе. Громадный воин был одним из отборных телохранителей капитана Харакса. «Они просят нашей помощи», сказал Акалит. Он посмотрел вниз. Под ногами, через палубу из армостекла, он видел громадные очертания красной слезы, озарявший космос огнем своих батарей и лучевыми разрядами. Крид ощутил странное спокойствие, плывя посреди такой жестокой битвы. Темная страница все еще не сделала ни одного выстрела и не привлекала даже малейшего внимания врага. «Женщина по имени Дюкейт требует, чтобы мы использовали наше орудие для контроля за этим сектором флота», продолжил Филейе. «Угости ее помехами». Харакс подошел к своему командиру. «Корабли этой группы следуют установленному боевому протоколу», сказал капитан. Он указал на линейные крейсеры, медленно образующие защитный кордон вокруг корабля Сангвиния. «Я знал, что они так поступят». Крид кивнул самому себе, и практически не уделят внимания расположению своих кузенов из 17-го легиона. Он наблюдал за движениями кораблей в медленном танце. «Доверие, такая глупость!» «Сближение, левая верхняя раковина», сообщил Филеев. «Господин, по-видимому, это корпус гражданского балктанкера. Он пройдет прямо через наш огневой коридор, навстречно пересекающемся курсе с красной слезой. Мы единственный корабль, который может отразить атаку». Крид поднял глаза, и генетически улучшенное зрение разыскало нападающего на фоне черноты. Цилиндрический корпус окутал зловонный дым. Выхлопные струи несли его на все возрастающей скорости. Борта корабля были покрыты мерзкими текстами и жуткими символами. Плечью, где его татуированная кожа несла на себе множество подобных знаков. Он закрыл глаза. Если бы Крид внимательно прислушался, открыл свою душу, то почти смог бы расслышать хихикающую радостную ненависть, исходящую от приближающегося судна. Тварь на его борту страстно желала отведать крови ангелов. «Приказы», обратился Харакс. «Наконец, время пришло», сказал Крид, открыв глаза. «Настал идеальный момент для предательства». Крид вернулся на командный трон и насладился деянием, желая в этот момент увидеть лица тех, кого предал. Сначала Мерас подумал, что глаза обманывают его. Рука прижалась к бронестеклу иллюминатора. Он наблюдал за ходом битвы, и у него перехватило дыхание, когда безмолвная вспышка вырвалась из кормы корабля несущих слова. На миг кровавый ангел подумал, что внутри темной страницы произошел катастрофический взрыв. Но затем пламя превратилось в струи ракетных двигателей, и он понял, что крейсер оставил их. Этого было достаточно, чтобы Апотекарий застыл посреди разворачивающейся битвы. Какая причина заставила сынов Ларга разбежать? «Мерас!» его позвал знакомый голос, и Апотекарий повернувшись увидел подбегающего Кана. «Быстрее! Они идут!» «Быстрее!» Выглядевший изнуренным адъютант прижимал к груди болта. «Кана, о чем ты?» «Взгляни!» Легионер ткнул пальцем в темноту. Мерас посмотрел в том направлении и увидел тупоносый корабль, несущийся красной слезе. «Видишь?» Мерас посмотрел на товарища. «Это ты?» Он постучал пальцем по лбу. Кана стал мрачным. Сейчас это не имеет значения. У Апотекария возникло больше вопросов, но их заглушил удар танкера, который пробил внешний корпус под легионерами. Раньше корабль был транспортом для перевозки летучего химического топлива, медленной боржой, которая совершала длительные путешествия от Сигнуса Прайм до Белой реки и обратно. Бесконечные полеты по кругу прервались, когда в скопления прибыли отродья Варпа. Члены экипажа стали носителями для меньших тварей и материума, оболочками из плоти, в котором удобно находиться в царстве недолговечной. В свою очередь они собрали еще больше людей из числа сигнусийцев, которые дали клятву верности в надежде, что это спасет их. Спасло, но не так, как они предполагали. Знак сланеж покрывал всю поверхность корабля. Нечестивые слова избороздили нос судна, благословив его нести смерть ангелам императора, когда придет время. Удар пришелся в машинное отделение левого борта, где по пневматическим рельсам перевозили торпеды из главного склада боеприпасов к носовым батареям. Твари опрокинули стены танкера и хлынули внутрь красной слезы. Их ждали немногочисленные кровавые ангелы. Мерас увидел под собой гниющий ад. Зажатый между внешней обшивкой флагмана и первой стенкой внутреннего корпуса отсек не был предназначен для перемещения людей. Внизу располагалось пласталевое углубление, по которому велись разорванные кабели и вырванные направляющие. Искры от механизмов управления автоматическими тележками освещали места, куда не проникали дульные вспышки болтеров и луч наплечного фонаря. Нос захваченного танкера вмялся внутрь. Дальнейшее продвижение блокировало толстая бронеобшивка, но это не остановило высадку ужасного экипажа судна. Твари, напоминающие гибких, похожих на миног обитателей глубоких океанов, вопили и скользили вверх по решетчатым площадкам и смятым от удара стенам. Они двигались скачками, их щупальцах листали, цеплялись и подталкивали тела вверх. Другие ледяные чудища с щелкающими клешнями и тощими телами, которые напоминали огромных освежованных псов, используя могучие задние ноги, прыжками покрывали невероятное расстояние вопя и ухая. Эти существа уже добрались до боевых братьев. Некоторые из них погибли при столкновении, другие стали жертвой щупалец с бритвенно острыми концами или были разодраны когтями. Мерас был полон решимости заставить тварей заплатить за это. Он стрелял одиночными выстрелами, тщательно прицеливаясь. Апотекарий попытался определить размещение нервных узлов или головного мозга, как его учили наставники. Но в телах этих чудищ не было единообразия и логики. Казалось, их можно убить, только полностью уничтожив. Рядом с Мерасом сражался Кана, хладнокровно убивая все, что двигалось. С ним была дюжина воинов, которые прибыли к месту атаки с тем же самым намерением Существа нападали на легионеров с ужасными песнями и завывающими воплями, которые отражались от переборок. Казалось, этим тварям не было конца. Из танкера блестящей, извивающейся толпой извергалось все больше чудищ. Волна росла и без подкреплений легионерам грозило поражение. Затвор пистолета Мераса щелчком открылся. «Перезаряжаю!» выкрикнул он, выбросив обойму со скоростью, выработанной концентрацией и постоянной практикой. У Кана не было времени на слова. Вместо этого он развернулся и прицелился, когда одно из чудовищ, воспользовавшись паузой апотекария, бросилось к ним на площадку. Выстрелы Кана попали в цель, но огромное существо, несмотря на то, что массореактивные снаряды вырвали из его боков куски пурпурной плоти, не погибло. Тварь не обратила внимания на Мераса и набросилась на его брата, вырвав искореженные трубы, чтобы добраться до него. Кана с грохотом упал и исчез под громадным монстром. Мерас извлек цепной топор и обрушил его на истекающее жидкостью тело. По всему боку на него оскалились клыкастые рты. Перезарядив пистолет, Мерас садил болтерный снаряд в каждую пасть, вызвав несколько визгов боли. Вязкая масса сжалась и свалилась в сторону, открыв под собой помятого Кана. Брат медик! Крик сверху привлек внимание Мераса. Вдоль перил выстроилась в линию группа легионеров в серых доспехах, ведя огонь по нападающим. Он увидел, что капитан Красный Нож указывает на Кана. Забери его оттуда, немедленно уходите. Мерас подстрелил похожую на кработварь, которая бежала за ним, и поднял Кана. Из трещин в броне боевого брата сочилась кровь. Он был бледен. Словно в легких не осталось воздуха. Вместе легионеры, спотыкаясь, направились к остальным поспешно собравшимся защитникам. Нападавшие двигались за ними по пятам, хихикая при виде их несомненного отступления. Межкорпусное пространство было заполнено бурлящей массой бесчисленных врагов. «Они не должны прорваться через наши ряды», выкрикнул Мерас. «Если они доберутся до палуб, мы никогда не найдем их». «Они не доберутся», ответил Красный Нож. Валдин нашел то, что помешает им. И в этот момент апотекарий увидел, как из-за взрыва остановилась тележка, и один из космических волков вытащил из нее конический предмет по массе и высоте, равный человеку. «Магнитные зажимы», выкрикнул капитан. «Держитесь!» Это была боевая часть ракеты для борьбы с перехватчиками. Захрипев от усилий, Валдин швырнул ее через плечо, и та упала в толпу врагов. Мерас отвернулся, руками прикрыв лицо, когда боеголовка ударила в нос танкера и взорвалась. В таком замкнутом пространстве взрыв вырвал огромный кусок внешнего корпуса Красной Слезы. Этого было недостаточно, чтобы пробить внутреннюю броню, но хватило, чтобы сбросить корабль захватчиков и подвергнуть чудовищ из плоти беспощадному воздействию космоса. Вакуум вытянуло воздух и обломки. Прикованный к адамантиевой палубе магнитными подошвами своих ботинок Мерас удерживал Кана в вертикальном положении, в то время как врагов выбросило в небытие. Пронзительные песнопения резко прекратились. Афина Дюкейт закрыла лицо руками, вдавив ладони в глазные впадины. Тепло кожи противоречило действительности, словно все происходило не с ней. В ушах адмирала с каждым ударом сердца глухо стучала кровь. Всю свою жизнь она контролировала других, корабль, себя. Теперь это казалось далеким сном. Афина изо всех сил пыталась держаться, но поняла, что ее силы иссякают. Скоро ничего не останется. Она услышала слова помощника. Они внутри корабля. В голосе звучала истерика. Эти чудовища пробили корпус, заразили нас. Он судорожно вздохнул. Руки Дюкейт опустились. Майор, успокойтесь. Она попыталась произнести слова уверенно, но они получились резкими и нервными. Яркий свет на мостике красной слезы резанул по глазам, и она неожиданно для себя вздрогнула. Покрасневший и вспотевший майор повернулся к ней. Вы не понимаете, прорычал офицер, перекрикивая шум и привлекая внимание других членов экипажа. Очнитесь, посмотрите вокруг. Легион привел нас на смерть. Это ловушка, дорога в ад. Его лицо раскраснелось. Внутри Дюкейт сжалась, когда поняла, что видит пульсирующую в капиллярах кровь. Как это может быть? Задал вопрос тоненький голосок в ее голове, но ответа не последовало. Майор дернулся вперед и схватился за подлокотники командного кресла, закричав во весь голос. Вытащи нас отсюда! Он совершенно спятил, теперь она понимала это. Ради терры мы должны убираться, отвечай, бессердечная сука! В багровой пульсации на его лице она увидела и черный цвет, чернильный и отравленный. Майор вдруг вздохнул и понял, что это он был заражен безумием, страхом и какой-то болезнью. Кирис! Что ты сказал? резко спросила она. Дюкей скачила, а майор отшатнулся. Имя пронеслось по ее телу, как электрический разряд. На мгновение ее зрение прояснилось. Я? Я ничего не говорил. Лицо майора было просто маской плоти, надетой поверх чего-то ужасного, захватившего его тело. Теперь она поняла, один из лазерных пистолетов вдруг оказался выстрелила в майора, выпустив один за другим несколько ярких лучей когерентного света. Офицер упал на палубу, поднялась резкая вонь обожженной плоти. Тело с невероятной скоростью корчилось и извивалось. Когда Дюкейт огляделась, тошнота усилилась. Лица всех членов экипажа на мостике были обращены к ней, и все они были отмечены той же самой извивающейся багрово-черной меткой. Они смеются? Она слышала, как они смеются. Они хотели убить ее, точно так же, как та тварь внутри майора. Она вытащила второй лазерный пистолет и открыла огонь сразу из двух. Адмирал отстреливала бегущих членов экипажа. Лучи прочерчивали пространство мостика, срезая зараженные тела и уничтожая панели управления. Последним она убила рулевого, когда он пытался поднять руки, чтобы значение. Кровь каждого из них была черной, а теперь она растекалась по палубе вокруг адмирала, впитываясь в серый горностай ее плаща. Но самый больший ужас ждал Афину Дюкейт, когда она мельком увидела собственное отражение в мониторе навигационного аккредитатора. Ее старое лицо воина было красным от напряжения. Красный цвет постепенно переходил в черный, все больше растекаясь по ее лицу. Болезнь добралась и до нее. Конечно это так. Безумие превратилось в вирус, смертоносную инфекцию. Другие поддались ей, и вскоре это ждет и ее. Адмирал зарыдала горькими слезами. Она так сильно любила этот корабль, как родную дочь. Она любила своего примарха и его легион, но она привела их к этому. Теперь красная слеза пронизана порчей, и это ее вина, должна искупить ошибку, произнесла она сквозь рыдание. Это не может продолжаться. Да-да, Сангвиний поймет, она знала, что он поймет. Прощения ангела было достаточно. Адмирал ввела новый курс в рулевое управление, которое выведет флагмана прямо на Сигнус Прайм. Двигатели приняли приказ, и огромный корабль повернул, войдя в гравитационный колодец планеты. Адмирал уничтожила главный пульт управления, чтобы никто не смог исправить содеянное ею. Последний лазерный выстрел пронзил сердце Дюкей, оставив выжженное отверстие в ее груди. 13. Падающая слеза. Крепость. Это наша клятва. В небесах над Сигнусом Прайм свирепствовала война, освещаемая атомным огнем и вспышками когерентной энергии. Прибывавшие в холодном, мертвом состоянии адские корабли ожили и бросились на флот кровавых ангелов, приводимые в движение столбами пламени и другими более эфемерными способами. У многих кораблей-ренегатов в определенном смысле все еще были экипажи, но они ничем не напоминали верных мужчин и женщин, которые когда-то входили в их состав. Наиболее похожими на людей оставались слабые духом и трусливые сердцем фанатики, которые предали свое право первородства и верность за ложь об искуплении. Страх перед смертью привел этих людей в рабство, которое погубит их тысячекратно. Были там и другие существа, чудовища и монстры, облаченные вплоть призраки. Они ради возможности переходить из варпа в реальный мир использовали тела мертвых, как люди использовали защитные костюмы. Эти веселящиеся и ликующие существа в нарядах излишенной костей человеческой плоти носили имя демоны. Им надоело истреблять слабых сигнусийских колонистов, и теперь они жаждали новой добычи. Жаждали кусать ее, рвать и резать. После совращения и убийства горстке миров пришло время искупаться в крови и ненависти. В этом пагубном месте дети двух темных богов объединили силы для войны, которая не была похожа ни на одну другую. Сигнус Прайм был плацдармом в грубой материальной реальности, и каждый из них знал, что начинающаяся в этот день битва будет повторяться миллион раз на бесчисленных мирах в грядущих тысячелетиях. Среди этого безумства ливня лазерного огня и вопли, огромная крылатая слеза, выкованная из адамантии бронзы, выжгла черный след на израненном небе планеты. Не имея возможности остановить свое падение, красная слеза мирнула в гравитационный колодец Сигнуса Прайм и вошла в атмосферу в мерцающем потоке оранжевого пламени. Языки плазменного огня облизывали нижнюю поверхность корпуса, обвивая тонкий киль боевой боржи сверкающими полосами электромагнитных разрядов. Антенные тонкие стволы излучателей плавились и скручивались из-за постоянно увеличивающейся температуры, словно листья растений, столкнувшихся с яростью лесного пожара. Протяжный звериный стон прозвучал по всей многокилометровой длине огромного корабля. Корпус деформировался, испытывая нагрузку, на которую не был рассчитан. Красная слеза была могучим кораблем, предназначенным для испытаний с сотнями войн, а не каким-то изящным солнечным парусником или ксенояхтой с тонкой обшивкой. Нет, боевая боржа была выкована в вакууме для глубин межпланетного космоса. Флагман легиона построили не для того, чтобы при посадке его корпус контактировал с атмосферой. Колесница примарха была создана для того, чтобы жить и умереть в пустоте. Но Афина Дюкейт изменила ее судьбу одним выстрелом. Красная слеза падала с пронзительным воплем пройдя терминатор. Навстречу ей медленно поднимался изгиб горизонта Сигнуса Прайм. Из-за оглушительного грохота в коридоре Кассиилу приходилось кричать, чтобы его услышали. Ты можешь сделать это или нет? Палуба под сержантом и его людьми ходила ходуном. Технодесантник Кайде стоял на коленях возле центрального люка, ведущего на мостик, одной рукой опираясь на палубу, а другую по локоть засунув в открытую панель возле механизма управления. Взгляд был рассредоточен, создавая неверное представление о его исключительной концентрации. Ты можешь открыть его? спросил Кассиил, оглянувшись на Лейкио. Второй кровавый ангел поднял Мелтаган, демонстрируя готовность направить его на заблокированный люк, как только будет отдан приказ. нахмурился и пробормотал под нос что-то о гиблом деле. Кассиил и его маленький отряд оказались в нужном месте и поспешили к мостику, когда боевая боржа вошла в неконтролируемое падение. Но теперь между ними и командной палубой находилась бронированная переборка, слишком толстая для лазерных резаков. Унылая оценка Кайды не обрадовала. Даже с Мелтаганом Лейкио понадобятся часы, чтобы прожечь противовзрывной люк. «Я могу открыть его», сказал наконец технодесантник. Что-то внутри панели заискрило и зашипело, наполнив коридор горячим запахом электричества. Люк заскрипел и скользнул назад на гидравлических поршнях, открыв перед легионерами многоуровневое пространство мостика. Когда Кассиил повел легионеров внутрь, на них хлынула вонь сожженного стекла и горелой плоти. Следовавший рядом с сержантом Сарга водил по сторонам болтером. Каждый серф экипажа и сервитор, каждый матрос и офицер лежали мертвыми на своих постах или полу. Многие погибли, спасаясь бегством. Лазерные ожоги оставили на их спинах влажные розовые раны. Летио поморщился, последовав за ними. «Новое безумие, это они убили друг друга. Почему?» Кассиил не ответил, пройдя мимо командного трона к вершине мостика. Лежащая перед ним на палубе командир корабля выглядела грудой обожженной кожи, накрытой смятыми шелками ее изящного плаща. Сержант отвернулся и посмотрел в огромный иллюминатор. Он увидел, что стреловидный нос красной слезы охвачен огнем. «Выживший!» крикнул Кайды у одной из ниш управления. Сержант подошел и увидел человека, лежащего второго класса. Запах крови наполнил ноздри Кассиева. За личиной боевого шлема кровавый ангел рефлекторно облизнул губы. «Этот не выживет», холодно сказал Кайды. И бледность лица вокс-офицера доказала правоту технодесантника. «Где ходит Мерас, когда он нам нужен?» «Не имеет значения». Сержант наклонился к умирающему матросу. «Скажи мне, кто это сделал?» «Адмирал!» Сухой слабый шепот едва был слышен в постоянном грохоте корпуса. «Убило нас!» Кассиел оглянулся на уничтоженные панели рулевого управления и мрачно кивнул. «Да, похоже, она это сделала». Офицер умер, больше ничего не сказав, и Кайды оставил его, поднявшись. Он осмотрел суровым взглядом искореженные механизмы управления, покачав головой. «Это какое-то безумие, ни один пульт не остался целым». «Их можно починить?» спросил сержант. «Да», ответил Кайды, «но за несколько часов, с дюжиной технобратьев и сервиторов. Этот корабль рассыплется на тысячу километров по стратосфере задолго до этого. Ты так быстро списываешь со счета мой корабль и его силу». Голос заставил всех повернуться, а затем склонить головы. Ангел вошел на мостик в сопровождении двух сангвинарных гвардейцев и капитана Ролдерона. Даже при таких обстоятельствах Кассиил и его люди немедленно преклонили колени, демонстрируя верность господину. Но примарх воздержался от протокола, предпочитая прямоту. Он, оценивающе, посмотрел на Кайды. «Ты знаешь, сколько лет этому кораблю, мой сын?» «Да, о, великий», ответил технодесантник. «Красная слеза входила в состав великого флота, вашего отца, до начала великого крестового похода». Сангвини кивнул. «Она символ нашего легиона, и ее время еще не пришло». Его золотой доспех мерцал, отражая свет далеких огней, отбрасываемых на мостик. Ангел прошел по обломкам к командному трону. Когда взгляд примарха скользнул по телам павших, Кассиил увидел на лице своего властелина печаль. Сержант заморгал от шока. Ангел был так далек от смертных сервов, даже от своих генетически созданных сыновей, что Кассиил всегда считал его выше столь обыденных эмоций. Не черствым и равнодушным, а просто выше них. Увидев даже на миг, как Сангвини демонстрирует такое огорчение, кровавый ангел по-новому взглянул на своего повелителя. Сержант задался вопросом, проживет им. Ралдерон стоял рядом с Саргой, всматриваясь в поврежденный гололит. Дела хуже, чем я думал, сказал капитан. Скоро снижение увеличивается, пустотные щиты не отвечают. Некоторые вспомогательных кораблей уже в срочном порядке покинули боржу, но посадочные отсеки охвачены огнем. Командир гвардии Аскаэлон шагнул к примарху. Повелитель, прошу отдать приказ запустить спасательные остановился над телом Афины Дюкейт. На нижних палубах по-прежнему беспорядок. Если спасательные капсулы запустить сейчас, они будут рассеяны. Некоторые могут оказаться в ловушке на низкой орбите, других затянет в поток и еще более разбросает по территории, лежащей под обломками Сигнуса Прайм. Кайды молча кивнул, соглашаясь с мрачным прогнозом примарха. Через минуту Сангвини резко тряхнул головой. Нет, его всем, кто может услышать. Сообщите им, чтобы направлялись к центральным палубам, в самые глубокие и наиболее защищенные отсеки. Ангел опустился на колени рядом с телом Дюкейт. Его крылья слегка раскрылись, отбросив тень на женщину. Плазменные всполохи от неминуемого входа в атмосферу осветили белые перья мерцающими багровыми и оранжевыми полосами. Ралдарон резко махнул. Викасиил ответил кипком. Кайде, Сарга и Лейтио тут же повторили приказы примарха по вокс-частотам и каналам интеркома. Касиил смотрел на Аскайлона, когда Ангел поднялся. «Этот корабль разорвет на части», настаивал командир гвардии. «Если не при спуске, то от удара о землю». Нет, Сангвини даже не взглянул на своего офицера. Вместо этого он подошел к панели рулевого управления и положил руку на пластину из бронзы и золота. Она была прикреплена к подиуму с эфирным компасом корабля и несла печать Теры и Императора. Гравировка удостоверяла службу Красной Слезы Империуму и Легиона Састартес. «Нет, я не смирюсь с этим. Этот корабль нес мой флаг как на войне, так и в мирное время и никогда не подводил. Он служил Легиону столетия и не подведет нас и сейчас. Затем Ангел сделал то, что никто из них не ожидал. Он закрыл глаза и склонил голову. Огни за огромным иллюминатором отбрасывали на него пляшущие адские блики. «Я приветствую тебя», сказал он кораблю, обдумывая каждое слово. «И сейчас прошу о единственной услуге, старый друг. Проведи моих сыновей через это испытание. Доставь нас в самое сердце нашего врага». Дрожь в палубе превратилась в тряску, начал расти крен. Взгляд Кассиила был прикован к адскому свету, пылающему за иллюминаторами мостика. Сигнус Прайм заполнил передний обзор. Боевая боржа нырнула в пограничную зону между космосом и атмосферой планеты и превратилась в пылающую багровую комету. Красную слезу окутало облако раскаленного газа и плазмы. Языки пламени длиннее городских кварталов окружили кинжальный нос и тянущиеся далее ряды воксбашен, орудийных батарей и цитаделей. Облакивная броня внешнего корпуса отслаивалась сверкающими фрагментами, срывалась пылающими углями, которые рассыпались в раскаленную добела пыль. Невероятный жар стекал как вода. Необычные конвекционные потоки омывали вертикальные плоскости корпуса флагмана. Слои устойчивой к воздействию космоса краски сморщились и выкипели. Багровые символы и гордые гравировки, названия и предназначения высохли и превратились в почерневшие неразборчивые полосы. Сделанные из гибкой стали вымпелы испарились, истончились сначала в контуры, а затем в ничто. Кое-где на внешней поверхности корпуса сидели твари, доставленные вражескими кораблями, чтобы наносить незначительные повреждения боевой боржи. Эти мелкие существа, простые хищники из глубин варпа, принесенные в эту реальность, сгорали и гибли в огненной буре. Марионетки из плоти, в которую они были заключены, обращались в пепел, и бессмертные антидуши с воплями возвращались в имматериум. Температура продолжала расти, из-за чего коробился металл, и раскалывались купола из брони стекла. Красная слеза вошла в отвесное пике. Огненный длинные черные полосы, деформированные от жара пластали, слетали с обшивки, словно стружки с рубанка плотника. Как только астроносый корабль пронзил внешнюю атмосферу, жар вопящих небес ворвался во внутренние палубы и опустошил их. Потоки горящего воздуха пронеслись по многокилометровым коридорам. Им предшествовал оглушительный рев избыточного давления. Легионеры и сервы экипажа погибли в ярком пламени. Последние умерли сразу, первых ждала медленная смерть благодаря защите их силовых доспехов. За огнем следовали черный пепел и клубящийся дым. Перегретый воздух, достигая складов топлива и боеприпасов, воспламенял их, что приводило к взрывам, которые проделывали пробоины в палубах. Потоки огня выжигали все на боевом корабле, в то время как его перегруженные системы старались изолировать отсеки и запустить системы пожаротушения. Красная слеза прошла сквозь верхние слои ионосферы Сигнуса Прайм и продолжала падать. Двигатели флагманы не работали, но автоматические системы в матрице гравитационного управления корабля замедленно среагировали на снижение. Способа остановить падение боевой боржи не было, но каждая крупица мощности в системе по-прежнему работала на замедление. Огромные гудящие дуги электростатической энергии сверкали и рычали, сражаясь с постоянным и неминуемым притяжением планеты. Крылатая металлическая фигура испускала короткие сверкающие вспышки, образующие узоры и цвета, которые естественное явление никогда бы не смогло повторить. Излучение сверкало и гасло, невидимое и незамеченное. Воздух становился плотнее, тишина космоса уступала растущему оглушительному грохоту, когда корабль на сверхзвуковой скорости пронзил небеса. Мутный водоворот неестественных облаков разошелся бурлящей рябью, отворвавшейся в их покров красные слезы. Окутавшая планету дымка вцепилась в нее тошнотворным покровом, подобно смраду смерти, вцепившемуся в тело умирающего человека. Но корабль кровавых ангелов разорвал ее, на краткий миг своего падения, вынудив насыщенный желтый туман разойтись. Сила и скорость падающего корабля были такими, что вытесненный им воздух создавал области изменения давления, облакаринулись в образовавшуюся пустоту и раздались могучие раскаты грома, столь громкие, что достигли дальней поверхности земли. Когда флагман пробился через облачный покров и вошел в стратосферу, вокруг него образовались очаги микрогроз. Несомые ветром стаи демонов с крыльями летучих мышей и других летающих ужасов фыркали и выли, когда проносящийся через их воздушные владения падающий корабль отбрасывал их в стороны. Красная слеза прочертила пылающую полосу в темном небе Сигнуса Прайм. Ее путь был отмечен дождем обломков. Подобно чудовищной птице из древней легенды, корабль вырвался из плотных облаков и пронесся над высокими горными грядами естественного гигантского сверхконтинента планеты. Под небом, которое проливало багровые и черные слезы, охваченный пламенем боевой корабль совершил свой последний спуск. Пылающая тень звездолета пронеслась над голыми склонами и руинами опустевших селений, ненадолго затмив километровые столбы дыма от костров и адские монументы, сооруженные глупцами, которые не земля приблизилась еще больше и устремленные ввысь вершины гор разорвали нижнюю часть корабля. На его пути теснились обсидяновые пики, гладкие от черной крови земли. Самая высокая из вершин срезала огромный подфюзеляжный стабилизатор красной слезы. Не выдержав колоссальной силы столкновения, адамантиевый руль треснул по всей длине и выбросил языки пламени. Отсеки крейсера были разорваны скользящим ударом и стабилизатор оторвался. Тысячи тонн пластали и керамита превратились в пылающие руины, срезая вершины гор и осыпая обломками местность, равную площади города. С огромной рваной раной и стекающей огнем по нижней части корпуса флагман устремился к протяженной степи, которая, казалось, уходила в бесконечность. До осквернившего планету вторжения это было удивительно красивое и бесконечно изобильное место, которое называлось Срединными землями. Теперь от него остались только беспредельные раззаренные пустоши из пропитанной кровью грязи и останков окаменелых деревьев под горящим пепельным небом. Это были равнины проклятых, и они встречали неистовое прибытие красной слезы. Земля содрогнулась и раскололась, когда флагман врезался в холмистую пустыню. Нос, подобно острию меча, вскрыл мертвую землю, подмяв холмы из оскверненной грязи и расколотого камня. Энергия инерции разошлась от корабля тепловыми волнами, иссушая ландшафт и разжигая сотни пожаров. Позади красной слезы, отмечая ее движение, протянулась долина из почерневшей перепаханной грязи. Ужасный свежий шрам, появившийся на облике планеты вследствие безумной посадки. остановился в разоренной пустыне. Охваченный огнем и окутанный клубами пара, корабль застонал, обретя устойчивость под собственным весом. На многие километры позади него были разбросаны обломки, оторвавшиеся во время падения и вырванные при ударе. Разбитая, упавшая, но непобежденная красная слеза бросила вызов врагу и выполнила просьбу ангела. Ролдорон сморгнул пыль из глаз и рыча поднялся на ноги, отбросив в сторону кусок адамантиевого листа, который упал на палубу с украшенного потолка. Вокруг него трещал и скрипел оседающий металл. Палуба была под легким уклоном, но, похоже, они приземлились относительно целыми. Он на миг улыбнулся, хладнокровно оценив ситуацию. Первый капитан пробирался через обломки, вырванные во время стремительного спуска с орбиты. В горле чувствовалась едкая вонь горелого пластика. Тут и там с пола поднимались боевые братья. Последний, самый сильный удар о поверхность сбил их с ног и разбросал сынов вала среди мертвых членов экипажа. Всех кроме одного. Ангел стоял перед подиумом компаса. Одна рука лежала на разбитом устройстве, другая была опущена. Выступающие из спины крылья были сложены, как белые паруса. Сангвини направлял корабль на всем пути вниз. Он твердо стоял на ногах и ни разу не сдвинулся со своего места, пристально глядя через огромный овальный иллюминатор мостиков, словно вызывая судьбу сбить его с ног. И, судя по всему, судьба не приняла вызов. А Скайлон посмотрел на первого капитана, когда тот помогал Зурилу подняться на ноги. По его взгляду ничего нельзя было понять. Командир гвардии отвернулся. Рука примарха поднялась с компаса, и Ролдерон увидел, что металл смят сверхчеловеческой хваткой ангела. Повелитель подошел к овальному иллюминатору, портал потрескался и раскололся, а холодный ветер незаметно проникал через щели в треснувшем бронестекле, неся с собой запах смерти. Сангвини стоял у иллюминатора, его губы шевелились. Ролдерон не расслышал слов, но по глазам понял, что властелин задал вопрос, но к кому он обращен. Он вздохнул, «Милорд, мы все еще живы». Действительно, поведение примарха изменилось, и тревогу на его лице сменило решительное и уверенное выражение. «Чтобы сломать нас, понадобится нечто большее, Ролд». Он положил руку на плечо капитану, «Мы, ангелы, миры дрожат, видя, как мы спускаемся с небес». Однако, Скайлон не был так уверен. «Повелитель, битва на орбите все еще идет. Без орудий красной слезы сражение может оказаться не столь легким для наших братьев». «Это ничего не изменит», уверенно произнес Сангвини. «Мне не нужно видеть сон, чтобы понимать происходящее. Свяжись с кораблями в космосе, назначь завет Ваала новым командным кораблем и прикажи, чтобы они продолжали сражаться». Рука в золотой перчатке сжалась в кулак. «Я хочу, чтобы небеса Сигнуса были нашими». «А это, милорд». Командир гвардии указал на безжизненную землю, раскинувшуюся вокруг места крушения. Лицо ангела расплылось в улыбке. «Это мой сын. Ветра войны доставили нас в сердце нашего врага. Это место станет нашим плацдармом, нашим оплотом, из которого мы ударим по монстрам, которые осмелились противостоять Империуму». Волевые слова примарха наполнили решимостью сердце Ралдорона. Он сжал кулаки, а к голове прилила кровь. «До этого момента мы осторожно передвигались по скоплению Сигнус, встречая необъяснимые и чудовищные явления», сказал Сангвини, словно озвучив собственные мысли Ралдорона. «Существа, которые наводнили эти миры, играли с кровавыми ангелами достаточно долго. Мое терпение закончилось». Примарх посмотрел на павших членов экипажа. «Они ударили по самым слабым из нас, тем, кто отдал свои жизни на службе Легиону, хотя им и не посчастливилось быть измененными генетической технологией моего отца. Такая тактика свойственна трусам, и она не поможет». Ангел указал на опустошенные окрестности. «Они ждут нас в этой пустоши, считают, что нанесли нам серьезную рану, что мы не готовы к предательской войне». Затем он засмеялся, громко, энергично и бесстрашно. «Они не знают нас». За несколько часов «Красная слеза» перестала быть космическим кораблем. Боевая боржа превратилась в крепость, огромный остров обгорелого красного металла посреди мертвой земли. Воины Легиона укрепили корабль и оценили повреждения. Все, что было пригодно для боевых действий, приобрело первостепенное значение, и от того, что нельзя было спасти, и отказались. Выживших среди смертных было немного. Многие погибли от удара и пожаров, но еще больше от смертоносного эффекта психической болезни, которая проникла в их разумы. Они просто умерли от страха. Сердца остановились, когда они оказались в темной тени покинутого мира. Небо Сигнуса Прайм, казалось, ненавидело саму мысль о том, что кровавые ангелы осмелились ступить на губительную поверхность планеты. Тяжелые тучи медленно и непрерывно проливали дождь из пылающей серы. Зловонные обжигающие ветры неистовствовали над землей, неся острые абразивные песчинки. Поначалу сообщения с орбиты доходили спорадически. Крейсеры и фрегаты затерялись, невидимые даже примарху. Адские корабли столкнулись с крупными силами, и атака захлебнулась. Суда мутанты сбежали под защиту густого пояса обломков. Начиналась игра из ударов и контрударов, когда имперские корабли охотились за судами ренегатами в космосе в полном опасности. Сигнес сообщили, что флот начал систематический обстрел завесы обломков, полной решимости превратить их в радиационную пыль. Ничто не сбежит Сигнуса Прайм. Ангел холодно улыбнулся. Он знал, что это существо Кирис и его не собирались покидать планету. Они хотели привести легион к своим вратам и добились этого. Не имело значения, что направляло в последнюю минуту жизни запаниковавшую Афину Дюкейт, их зловещая рука или заразившее ее безумие. Сыны Сангвинья были здесь, и невиданная прежде война пришла вместе с ними. Мерас почувствовал странное, неприятное ощущение в затылке, легкую потерю равновесия, хотя это было невозможно. Нет, это было знакомое чувство неправильности, которое плохо сказывалось на нем. Он посмотрел вверх на темные бурлящие облака. Планета казалась неправильной, и описать это ощущение словами было непросто. Словно апотекарий смотрел на творение безумного художника, написанное на желтоватом полотне оттенками крови и огня, на образ, рожденный скорее фантазией, чем огромная открытая арена, на которой он стоял, только усугубляло ощущение. Десятки легионеров в полном боевом облачении, собравшиеся разрозненными группами, обратили лица на чужое небо, глядя с башен и зубчатых стен приземлившегося звездолета. Все они были вооружены и готовы. Нет, жаждали битвы. Казалось странным находиться здесь, на вершине одной из башен верхней части красной слезы. Мерасу никогда прежде не доводилось стоять на корпусе огромного корабля, а то, что это происходило под небом, а не посередине черной, безвоздушной пустоты космоса, казалось еще более странным. Вокруг корабля уже были вырыты оборонительные насыпи и траншеи. Задействовали посадочные модули вместе с вереницами наземных машин, которые еще оставались втрою. Девятый Легион окопался. Собралось большое количество офицеров и боевых братьев трех сотен. Некоторые из частей, находящихся на борту флагмана, другие недавно прибыли на грозовых птицах и истребиных крыльях с кораблей на орбите. Мерас во второй раз почувствовал себя не в своей тарелке, возможно, даже больше, чем в зале из Литокаста, когда он предстал перед капитанами и командирами. Апотекарий в самом деле находился среди самых прославленных героев Кровавых Ангелов безо всяких ритуалов и церемоний. На миг он осмелился подумать об офицерах рядом с собой, как об обычных братьях, сынах Ваала и Теры, объединенных верностью Ангелу и Императору, но не смог. За всю жизнь Мерас никогда еще не чувствовал себя таким незначительным. Почетные знаки и награды придавали великолепие броне и оружию воинов. Даже в своих обычных доспехах они шествовали как чемпионы из величественной легенды. Сложно было сдерживать эмоции от увиденного, но момент прошел и снова вернулось мрачное состояние, которое окутывало его мысли, как черные грозовые тучи на небе. Безрадостное настроение отпечаталось на лице каждого из собравшихся кровавых ангелов. Многие воины слышали лишь часть из того, что произошло на орбите, и примарх собрал их, чтобы они могли узнать все. Ангел хотел, чтобы его сыновья слушали не через дымку гололита, но лично, дабы они могли посмотреть друг другу в лица и узнать правду. Тусклый свет сигнуса придал янтарный оттенок золотой перчатке примарха, когда он указал на апотекаре. Расскажи им, брат Мерас, приказал он, что ты видел? Мерас помедлил и встретился взглядом Скана, который стоял рядом с капитаном Ралдороном. Его друг слегка кивнул ободряюще, но отнюдь передал то, что видел с галереей левого борта Красной Слезы за несколько минут до того, как вражеская орда грубой силой взяла на абордаж флагман. Он говорил не о страшных чудовищах, которые вызвали тревогу и были изгнаны легионерами, но о действиях Тануса Крида и Темной Страницы. Ты видел, как корабль Крида стрелял по нападавшим? Вопрос пророкотал из Вакодора брата Клотина, воина Дридноута из 88-й роты. Нет, ответил Мерас. Я только успел заметить корму этого корабля, когда он разворачивался. Скрыть горечь в голосе было невозможно. Бегство Темной Страницы сделало Красную Слезу уязвимой, в этом нет никакого сомнения. Медика не было на корабле, проскрежетал Клотин. Он не знает, что там случилось. Режущий Плот говорит правду. Хели Красный Нож стоял, скрестив руки на груди. Я тоже это видел. Крит сбежал с поля битвы. Космический Волк обратил твердый взгляд на Аскаэлона. Скажи, что это не так, командир гвардии. Суровое ястребиное лицо Аскаэлона напряглось. Брат Мерас говорит правду. Темная Страница сбежала в самый сложный для нас момент. Алый проследил за кораблем до зоны обломков и потерял его след. Они не ответили ни на один сигнал. Корабль Крида не обменивался огнем с врагом. Он нахмурился. Противник его полностью проигнорировал. Зазвучали ощущенные голоса. Многие из присутствующих воинов не могли принять того, что брат космодесантник даже из другого легиона так открыто оставил в беде другого. «Здесь творятся темные дела, мои сыновья», сказал Сангвини. Пронизывающие ветры разносили его слова. «Евраги хотят бросить нам вызов». Примарх рассказал им о существе, назвавшем себя Кирис, о том, как оно осмелилось появиться в святилище Ангела и вызвало на бой, насмехаясь и подстрекая. «Если мы должны начать войну на этом истерзанном мире, то сделаем это. И я увижу смерть этого существа. Мы должны отсечь голову змея, убить мерзкого Кириса и покончить с его правлением». «Мы по-прежнему говорим о мерзостях». Слова были произнесены низким рыком, и некоторые воины отодвинулись, чтобы увидеть говорящего. Капитан Амит шагнул в центр арены и встал напротив своего примарха. «Почему мы не называем его тем, кем он есть, милорд?» «Не можем произнести его имя». «Не забывайся, расчленитель», предупредил Аскаэлон. Но Амит не послушался. «Я назову его, если вы этого не сделаете». Продолжил он. Его взгляд не отрывался от глаз ангела. «Демон». Волна голосов пробежалась по собравшимся, и Мерас услышал знакомый голос Анелуса. «Это имя из детских историй, пережиток древней мифологии легенд, изгнанных просвещением императора». Амит обернулся к хранителю, ткнув в него пальцем. «Не отрицай то, что видел собственными глазами. Твари, с которыми мы сражаемся, не нефилимы, и никогда ими не были. И это не чужие, такое определение им не подходит». Он огляделся, сердито взирая на остальных. «Кто из вас осмелится сказать мне, что тоже не чувствует этого? Ничто рожденное в нашей вселенной не могло сотворить эти кошмары, сказал свое мнение Амит, начал сангвини. «Нет», резко ответил капитан, осмелившись перебить своего повелителя. «Нет, мой господин, я не закончил». Стоявший рядом с примархом сангвинарный гвардеец Мендрион шагнул вперед, чтобы наказать капитана. Но рука сангвиния удержала его на месте. «Мне есть что сказать», произнес Амит. «И многие не захотят это услышать, но во имя Ваала и Теры это нужно сделать». Мерас почувствовал, как холодеет кровь в жилах, когда ангельский облик примарха стал твердым, словно высеченным из мрамора. «Тогда говори, мой сын». Амит кивнул, и Мерас увидел в капитане то, что никогда прежде не замечал. Мимолетные сомнения и печаль. Мои опасения относительно Сигнуса Прайм подтвердились. Это место ловушка для нашего легиона. Нас опутали ложью и тенями с самого начала похода. Он бросил короткий взгляд на Кана, затем снова отвел глаза. «И двуличность Крида, которая привела нас к этому, означает только одно. Нас предали». «Криду может не доставать мужества», сказал Ралдорон, прервав свое умолчание. «Но у него нет причин вести нас на погибель». «Ты мыслишь узко, первый капитан», ответил Амит. «Не Танус Крид задумал все это. Он исполнитель, а не руководитель». Эреб, не раздумывая, назвал имя Аскаэлон. Амит покачал головой. «Берите выше, братья. Кто направил нас сюда?» «Осторожнее, выбирай свои следующие слова», произнес примар, став абсолютно неподвижным. Капитан безрадостно рассмеялся. «Вы знаете, что это не в моем характере, повелитель. Я должен сказать то, в чем убежден. А я убежден, что воитель направил нас сюда с ложью на устах, прекрасно зная, что он...» Золотой доспех сверкнул молнией, и Мерас вздрогнул от резка удара металла о керамид и громкого хлопка белых крыльев. Амид вдруг растянулся на корпусе с новой вмятиной на своем потрепанном доспехе, а над ним стоял сангвини. Ангел двигался так быстро, что Апотекарий едва заметил движение, в результате которого Амид был сбит с ног ударом Эфеса огромного меча. Красный клинок теперь находился в руках примарха. Острие прикоснулось к обнаженному горлу капитана. «Ты будешь молить о прощении за клевету на моего брата Хоруса», яростно произнес примарх. «Его облик был ужасен, а затем я сдерусь с тебя этот доспех и назначу наказание». У Мераса перехватило дыхание от ледяного гнева, с которым эта угроза была произнесена. «Н-не буду», с трудом выговорил Амид. Губы покрылись пятнами крови. В этот миг расчленителю понадобилась вся его отвага. «Демоны знали о нашем прибытии. Кто им сказал?» «Кирис знал ваше имя, повелитель», тихо произнес Ралдерон. «Он знал все о нас». «Мой брат не предал бы меня», яростно выкрикнул Сангвини, и ветер подхватил его слова. «Предательство одного — это предательство всех, а это было бы оскорблением нашего отца». Хорус верен. Ларгар может быть своенравным, но он никогда не бросит вызов императору, ни один из нас. «Это не так, великий ангел». Красный нож шагнул вперед. Подобное уже случилось. Примарх повернулся, направив меч на космического волка. «Никаких загадок, сын Фенриса». Красный нож поклонился. «Мои братья прибыли сюда следить за тобой, милот, по приказу волчьего короля от имени Сиделита. Доложите, если ты сбился с пути, подобно иным». Он поднял голову, как сбился Алый Король. «Магнус?» На лице примарха промелькнула целая гамма-чувств. Ни один воин не осмелился заговорить. В глазах сангвиния на мгновение вспыхнуло разочарование. Он нарушил свое слово. Это был не вопрос. Кровавые ангелы молчали, потрясенные чудовищной перспективой. Она не укладывалась чувств. И все же, когда Мерас прислушался к биению сердца в груди, когда он осмелился посмотреть на своего повелителя, он знал, что им открылась правда. Подобно ледяному кинжалу, его мысли пронзили яркие воспоминания. Казалось, прошла целая жизнь, но на самом деле всего несколько недель после сражения на Нортабо-Октус. Тогда попавший в живот эльдарский снаряд душеискатель почти оборвал жизнь Апотекария. Рука Мераса провела по месту на животе, отмеченному шрамом. На пороге смерти, внутри саркофага Легиона, когда Мерас боролся за свою жизнь с телепатическим ядом чужих, к нему пришло странное и сильное видение. Другой кровавый ангел, знакомый и в то же время нет, сражался рядом с ним. Последним произнесенным призраком словом было имя, звучащее как предупреждение, разбилось как стекло и он неожиданно вернулся в настоящее. Вокруг него одновременно заговорили все воины, неистого споря над смыслом подозрений Амита и мрачных последствий откровения Красного Ножа. Он видел яростную полемику Анелуса и Клотина, видел, как Ралдорон смотрит вдаль, словно лишившись дара речи, слышал, как Аскаэлон отрицает снова и снова, а Накир с Карминусом мрачно соглашаются. Затем на крыльях Ангела снизошел гром. Яростно оскалившись, Сангвини зарычал и прочертил огромным, будящим в тяжелом воздухе мечом дугу сияющего металла. Ангел опустил клинок силой, сотрясшей землю, вонзив остриев покореженный и почерневший адамантией корпуса Красной Слезы. Могучее оружие издало чистый и идеальный колокольный звон, который разнесся над пустошью. Примарх убрал руку Софиаса меча, который вибрировал от силы резонирующего удара. Нет, сказал Сангвини. И Мерас на миг почувствовал, что одного этого приказа будет достаточно, чтобы остановить под его ногами вращающийся мир. Ангел посмотрел на каждого из них по очереди и величественный облик Серафима сменился суровым видом полководца. Независимо от того, какую правду скрывают от нас сейчас и скрывали прежде, в этот день и в этом месте она не имеет значения. Сангвини снял одну из перчаток и бросил ее на палубу. Ралдорон и Аскайлон сделали то же самое. И в течение нескольких секунд каждый воин на палубе последовал к примеру Ангела. «Обнажите свои клинки», сказал он им и замолчал, протянув руку Амиту, помогая ему подняться. Мерас извлек цепной топор из магнитного замка на спине. Кровавые ангелы вокруг него обнажили боевые ножи и мечи. В тусклом свете солнца сверкал лес обнаженной стали. Сангвини обхватил обнаженное лезвие своего меча и сжал руку. Густая, ярко-багровая жидкость полилась из его ладони по лезвию меча. Мерас кивнул и сжал бритвенно-острые вольфрамовые зубья топора. Все его боевые братья вытянули клинки. Красные капли брызнули на корпус корабля, перемешиваясь друг с другом. Традиция чаши была соблюдена на лезвии клинка и большим, чем обычно, числом участников. «Это наша клятва», сказал ангел. «Мы сделаем то, что должно быть сделано. Сразимся и победим. Это все, что имеет значение. Пока». Сангвини не произнес этого слова, но каждый из его сыновей услышал его. 14. Равнины прокляты В бой Жаждущей крови Кана шел по посадочному отсеку, стараясь не оступиться. После каждого шага он силой воли старался отрешиться от боли, вытягивая раскаленный жар и изолируя его. Тем не менее, это мало помогало, а действия нейрохимических желез в его биоимплантатах и принятые лекарственные препараты не могли остановить сильнейшую боль. Канер шел по лезвию, держась со стоическим железным спокойствием. Чудовище, напавшее на него в межкорпусном пространстве, навалилось всей массой, расколов доспех и угрожая раздавить. Растрескавшаяся с головы до пят и ставшая почти бесполезной броня была снята и отправлена мастерам Митрикулуса с тщетными надеждами на ремонт. И Кана сомневался, что будет носить в ближайшем будущем что-то, кроме служебных одежд. Доспех был уничтожен, сохранив ему жизнь. Но все-таки его оказалось недостаточно, чтобы полностью защитить Кана. Сокрушительная масса чудовища сдавила его, как гигантский удав, переломав множество костей, несмотря на значительное содержание металла в его генетически измененном скелете. Второстепенные органы получили серьезные повреждения и требовали хирургического вмешательства для дальнейшего удаления и замены. По всем правилам, Кровавый Ангел должен был находиться в глубоком восстановительном сне, но он отказался задействовать анабиозную мембрану. Кана не мог позволить себе покинуть эту войну. И тем не менее, когда он пробирался через скопление воинов, готовящихся к высадке, то знал, что уже покинул ее. Кровь Императора он откинул капюшон и повернулся, увидев Мераса, который направлялся к нему из тени лендрейдера Фобос. Сержант Кассиил и остальное отделение собрались у десантной рампы, проверяя готовность оружия. Выражение лица его друга было суровым. «Брат, ты спятил?» «Я?» Слова застряли в горле. Кана забыл все, что хотел сказать. Мерас видел это. «Что?» спросил он. «Собираешься солгать мне? Сказать, что ты цел и невредим и готов встретить врага?» Медик покачал головой. «Возможно, другие поверят, но я знаю тебя лучше, и я видел атаку того монстра. Я должен был погибнуть», возразил Кана. «Благодарю за то, что спас меня, но теперь думаю, что мне не стоило беспокоиться». «Мы столько раз выплачивали друг другу этот долг, что я сбился со счета», возразил Мерас. «Ты не пойдешь с нами», он покачал головой. «Ты не будешь мне приказывать?» «Сейчас я приказываю», почти закричал Медик, привлекая внимание остальных. «Я спрашивал магистра Апатикариона о твоих ранениях. Он думает, что ты все еще лежишь в лазарете». Кана опустил взгляд. «Я не могу оставаться без дела», сдавленно сказал он. «Мерас, я просто не могу». «Ты не знаешь, на что это было похоже, оказаться в физическом контакте с тем отродием варпа». Каждое слово сочилось ядом. Я слышал его голос, он пел мне». Раздражение Мераса прошло. «Я ничего не слышал». «Но думаю, я просто не смогу, не так ли?» «Да», ответил Кана. На мгновение он замолчал. Повсюду разносился рев ястребиных крыльев, приземляющихся в посадочных зонах за открытыми вратами отсека. Отряд терминаторов направлялся в дымку. Палуба дрожала от совместного грохота их бронированных ботинок. «Что он сказал тебе?» Мерас посмотрел вверх, когда звено гравициклов типа «волк» пронеслось над их головами. Доспехи управляющих ими воинов были того же багрового цвета, что и тупые носы машин. В тот миг он узнал мое имя. Кана закрыл глаза. Сказал, что он один из гида льял порождение губительных сил. «Он рассказал мне», ответил легионер боевому брату. «Как мы умрем, если не сдадимся?» Второй легионер фыркнул. «Это все?» «Если бы я получал один трон каждый раз, как слышал подобную угрозу, то смог бы уже купить собственную галактику». «Ты не понимаешь», процедил Кана сквозь стиснутые зубы, пытаясь найти нужные слова и не находя их. «Я должен быть там. Что-то приближается. И я...» «Мы должны быть готовы сразиться с этим. Мы...» Прежде чем Кана смог сказать больше, Мерас наклонился к нему. «Брат, послушай меня. Я знаю, что ты не станешь отдыхать. Не сейчас, когда эта битва начинается по-настоящему». Он ткнул друга в грудь. «Даже если ты не полностью выздоровел. Вот почему я отправил тебя к магистру Апотекариона и сказал ему, что тебе не нужен саркофаг и сон для выздоровления». «А...» Кана слабо улыбнулся. «Я-то удивился. Спасибо. Лицо Мераса посуровело. «Но если выкинешь какую-нибудь глупость и погибнешь, тогда не вздумай, черт возьми, благодарить меня за это». Он снова ткнул его. «Ты не идешь с нами. Ты останешься здесь. Защищай красную слезу. Повтори». Наконец-то она устало кивнул. «Я останусь». Мерас тоже кивнул и повернулся к Фобосу. Он сделал два шага и остановился. «Ты прав», сказал он, не поворачиваясь. «Вы нам понадобитесь в этой битве. Все вы. Не важно, что говорит указ». Когда Ралдорон вошел в оружейную, его встретило кольцо золотых серафимов. Аскаэлон и остальные сангвинарные гвардейцы стояли в равноудаленных точках вокруг низкого подиума в центре помещения. Там сервиторы прислуживали примарху. Керамитовые элементы повседневного доспеха, который ангел носил на корабле, снимали и заменяли боевым снаряжением, предназначенным для данной боевой обстановки. Аскаэлон и гвардейцы делали то же самое, подражая своему повелителю с торжественной тщательностью. Первый капитан не обладал привилегией носить такое великолепно сработанное боевое снаряжение. У него был всего лишь доспех Максимус, который, несмотря на превосходное состояние, казался слишком простым в сравнении с тем, что носил Аскаэлон. Хотя у Ралдорона были богато украшенные наплечники и крылатый шлем для исключительных случаев. Таких, как собрание клинков и войсковые учения, их не видели со времен марша легиона на Уланорском параде. Он задался вопросом, увидят ли когда-нибудь еще. Тело примарха покрывали резные и кованые тяжелые пластины из меди и золота, внушая благоговение своим великолепием. Ангельские крылья были прижаты к могучим плечам. Их изгибы говорили о принадлежности скорее гигантскому ястребу, чем Серафиму. Декоративные кольца и цепи, обычно украшавшие перья, исчезли, предоставив им возможность раскрыться в случае необходимости. В мерцающие золотые пластины брони были врезаны рубиновые диски, разделенные каплями из черного сапфира. С пояса ангела свисали лавры и гравированные боевые знаки, а плащ и шкуры карнадона удерживали нити, сплетенные из карбоновых волокон и золота. Взгляд Ролдерона приковал к себе великолепный меч из красного металла, который чистил и готовил техно-десантник. Сангвений поднял взор и кивком подозвал Ролдерона, когда последующую часть брони водрузили на положенное место. Вы свободны, отпустил он остальных. Сангвинарная гвардия молча покинула зал, и капитан почувствовал на своей спине вопросительный взгляд Аскайлона. Значит, мы готовы, спросил ангел. Легион ждет, кивнул Ролдерон, вынув пик планшет и сумки на поясе. Капитан Красный Нож запросил разрешение присоединиться к сражению, и я предоставил ему такую возможность. Подразделение флота на орбите докладывает, что ситуация стабилизировалась, но битва продолжается. Мы все еще не захватили господство в космосе, но и не уступили его врагу. Он постучал по дисплею, активируя его. Доклад от наших скаутов. Они установили местонахождение объекта, который выглядит как одинокая крепость огромных размеров. Одна крепость, повторил Примар. Рау, перепись колониального ведомства упоминает о шести поселениях, только в этом квадранте. Именно, я направил скаутов по этим координатам, их нет, милор. Не осталось даже развалин. Он протянул планшет. Это все, что есть. Сангвини взял устройство и изучил его, посмотрев воздушные съемки вражеской крепости. Он поднял бровь. Почему пикты такого плохого качества? Помехи в оптических системах наблюдательных птиц, которые мы направили к цели. Капитан помедлил. Дроны вернулись измененными. Я сбил их и сжег. Сложно оценить размер, сказал Ангел. Приблизительная высота центрального шпиля три километра, пояснил Ралдерон. Лазерные дальномеры не смогли дать точную оценку. Создается впечатление, что здание находится там не полностью. Он внимательно изучал снимки, пока странное нарастающее ощущение дискомфорта в животе не заставило его отвернуться. Твердыня напоминала древний собор, состоящий из высоких узких конусов и громадных церковных арок. Центральную башню окружали четыре меньших шпиля, затем кольцо еще из восьми. Большой угол пикта с наблюдательной птицы показывал в архитектуре четкий геометрический узор. При этом основание строения было скрыто необычным тусклым туманом, который озарялся красноватым светом из тысяч мутных окон. Необычную конструкцию огромного собора покрывали пятна, словно здание построили из неправильно обработанных камней. Выстрел из лазерного орудия с орбиты непременно проверит реальность этого места. Сангвини говорил словно с собой. «Они не видят его», объяснил ему Ралдерон. «Я связался с Галланом на завете Ваала, попросил его канониров провести зондирование на предмет возможной бомбардировки. Он спросил, почему я хочу превратить в стекло голый песок пустыни». «Крепость здесь», сказал примар. «Так же ясно, как...» Он замолчал, нахмурившись и всматриваясь в размытые снимки. Хотя возможно и нет. Сангвини вернул планшет. В этой войне не предполагалось удерживать господствующие позиции и постреливать с большой дистанции. На лице Сангвиния появилась усмешка. «Такие действия не свойственны нам и не отражают нашей сути». Ралдерон сглотнул и осмелился высказаться. «Существо Кирес знает это. Если это ловушка, как говорит Амит, тогда это место приманка. Они хотят, чтобы мы пришли туда». «Я знаю», ответил ангел. «Но врага, который считает, что мы не понимаем этого, погубит собственное высокомерие». Он подошел к своему мечу и поднял его так, словно он ничего не весил. Сангвини взглянул на собственное отражение в лезвии. Гералдерон мельком увидел его встревоженный взгляд. «Как только я выйду из этой комнаты, мы выступим, старый друг, мы снова отправляемся в бой». «Мы делали это прежде сотню раз, повелитель», сказал капитан. «Это крестовый поход». «Неужели?» Ангел повернулся к нему. «Эта компания совсем не такая, какой должна была быть. Наш враг, прикрываясь ложью, был неизвестен до этого дня. Противостоящие нам силы скручивают вероятность, как нити шелка. И этот страшный вопрос Амита». «Брат Амит всегда доходит до крайности», сказал Ралдарон. «Да», ответил примар, «и поэтому я держу его рядом. Мой свирепый сын не обращен заботами, которые слишком сильно занимают других. Как я и мои братья частицы олицетворенные воли моего отца, так вы, мои сыновья, частицы меня. Поэтому Амит говорит то, что никто другой не осмелится сказать». Казалось, прошла вечность, прежде чем Сангвиний снова заговорил, и от тяжести его слов у Ралдарона перехватило дыхание. «Мог мой брат отвернуться от отца?» «Зачем Хорусу совершать подобное?» Капитан моргнул. «Зачем ему направлять нас сюда, в это безумие?» «Чтобы изолировать меня, и я не смог отговорить его совершить какой-то глупый выбор», сказал его господин. Он стал отдаляться после того, как пал на последствия его ранений. Он печально улыбнулся. Оказаться на пороге смерти огромное потрясение, тем более, когда речь идет о Хорусе. Улыбка погасла. «Мысленно, Рал, я играю в жестокую игру, мучаю себя. Представляю, что Амит прав, и представляю весь масштаб того, что это будет значить». Ралдарон держал свои мнения при себе, но сейчас они одолели его с новой силой. Капитан постарался принять мрачные перспективы, которые несли сомнения. «Если воитель Хорус отправил кровавых ангелов на Сигнус, отлично зная, с чем они столкнутся, если он это сделал в сговоре с Ларгаром и его несущими слова, тогда два легиона встали на путь предательства. А возможно и больше», подумал он. «Тысяча сунов уже подняли мятеж по только им известной причине. Темные ангелы и Альфа- легион всегда были себе на уме. Кто примет сторону воителя, если дойдет до раскола?» отбросил мрачные мысли, прежде чем они могли завладеть всем его вниманием, и понял, что ангел наблюдает за ним. Сангвини мрачно кивнул. «Да, возникают вопросы о мотивах, не так ли?» «В последние дни мы столкнулись с более чем странными явлениями». Он вздохнул, и Ралдерон снова увидел мимолетную от нас неминуемый Рок. Затем Сангвини взмахнул могучим мечом. «Мы вступим в эту битву, а после отправимся на поиски Хоруса, и тогда я узнаю правду». Он ацалютовал мечом. «Отдай приказ, мы идем на север, в бой!» У бортов красной слезы летательные аппараты, машины и тысячи космодесантников двинулись вперед по опустошенной земле Сигнуса Прайм, подняв массы песка в воздух. Танки «Хищник» и гравитационные боевые машины, спидеры и гравициклы образовали наконечник боевого порядка. Одновременно сотни частей тяжелой поддержки, когти дредноутов и отделения терминаторов двигались на бронетранспортерах. Они устремились к далекой вражеской твердыне. Тусклый солнечный свет отражался от обнаженных клинков и готовых к бою болтеров. Штурмовые подразделения с оглушительно ревущими реактивными ранцами преодолевали расстояние длинными прыжками. Их несли струи желтого пламени, а во главе подразделения, окружив кольцом бело-золотую фигуру примарха и его почетную стражу, маршировали элитные роты. Сангвини извлек меч, и по всей армии пронеслись громкие возгласы, подобно огромной волне, разбивающейся о берег. Враг ответил, отворив врата ада. От стен далекого города собора из густых испарений белого тумана наступала по равнинам прокляты армия чуждых существ. Отбеленные пески почернели от их следов. Войско, которое люди никогда не встречали на поле боя, явило себя. У него не было ни самолетов, ни боевых машин, в том смысле, в каком их представлял воин легиона состартов. Вместо них у этой армии были твари из страшных легенд, чудовища и монстры, иначе их нельзя было назвать, мантикоры и химеры, гелионы и разорители, огры и тролли, суккубы и мертвые головы, сотни тысяч мертвых духов из бесчисленных поколений ужасных легенд, порождение страхов человеческого сердца, которые обрели форму из оскверненной плоти из гнивших костей, живые, вопящие, ангелов. Великая армия Варпа превосходила воинов легиона в тысячи раз, даже несмотря на присутствие боевых братьев из почти всех род могучих трех сотен. Впереди по приказу демонов бежали обезумевшие люди, последние выжившие из народа Сигнуса. Они верили, что были неким сокровенным образом благословлены. Эти мужчины и женщины целиком и полностью посвятили себя губительным силам, многие еще до того, как началось вторжение из Варта. Некоторые хранили в тайне свои темные культы на протяжении целых поколений, скрываясь в пустынных местах и сдерживая мерзкий свет своих верований перед лицом светской истины императора и его великого крестового похода. Какова же была их радость, когда эмиссар ночи пришел к ним и наказал приготовиться к новому перерождению. Их запретная религия вдруг снова засияла на планетах и лунах скопления Сигнус. Когда начались странные и ужасные события, они знали, что происходит. Когда прибыл Бруха со своей ложью, они знали. Они были счастливы. Именно эти мужчины и женщины повели ничего не подозревающие семьи, соседей и друзей, как скот, на заводы, переоборудованные в бойни. Именно они испили желчи новорожденных демонов и с готовностью приняли проникновение отродий варпа не просто в их вселенную и миры, но в собственную плоть. Они были добровольными рабами армии Кириста и более всего желали, чтобы ими управляли, как верховыми животными, хотели стать вместилищем для бессмертных хищников из имматериума. И с такими мыслями и сложенными из запретных слов песнями на устах они бежали вперед, чтобы принять на себя огонь кровавых ангелов. Экзальтированные культисты и обращенные рабы-псайкеры были вооружены стрелковым и мистическим оружием, клинками и осколочными гранатами и сотнями других инструментов убийств. Их атаку встретил шквал болтерного огня и виск плазмы, разрывая в клочья и обращая в жирный пепел плоть. Воины девятого легиона пролили первую кровь на Сигнусе Прайм. Это было их право и их желание. Они достаточно долго жаждали боя и вступили в него без колебаний. Слишком долго легионеры крались в тенях, слишком долго ждали, наблюдали и подвергались неожиданным нападениям. Кровавые ангелы высвободили свою еле сдерживаемую ярость, сражаясь с волной злобы и безумия. Ряды терминаторов с ревущими комби-болтерами скосили вторую и третью волны культистов, еще больше уменьшив ракетных установок ненадолго затмили желтоватое небо. Дымовые следы пронеслись над головами и обрушились на вражеский строй. Клубящиеся черные сферы дыма и огня вырыли воронки в мертвых песках и поглотили все в пределах досягаемости. Большинство культистов погибли в рабстве своего непотребного безумия, превратившись в пыль и костяные осколки. Те немногие выжившие немедленно были захвачены примитивными разумами из варпа, не более развитыми, чем высшие хищники любого из тысяч колонизированных миров. Извиваясь и растягиваясь в своих новых сущностях, они приобретали новые необычные формы, приятные их хозяевам и отвратительные для глаз людей. Штурмовые части приземлились, грохоча керамитом о камень, оружие заревело, поливая огнем толпы врагов. Примарх прыгнул на вершину низкого холма и взмахнул мечом, отсекая голову желтокожего монстра. Тварь была помесью насекомого, быка и человека. Хлещущий хвост скорпиона задрожал, когда голова твари рухнула в пыт. Аскайлон и Халкрин были рядом с ангелом, их болтеры ангелу спылали праведным огнем. Неподалеку в земле открылись трещины, и из-под мертвых песков поднялись жаждущие и колышущиеся тучи мерцающих черных точек. В воздух изверглись рои тысяч боевых мух. Звук миряда машущих крыльев резал слух легионеров. Насекомые начали поедать мертвецов, а затем устремились к кровавым ангелам. Сангвинию не надо было отдавать приказ, его воины уже приготовились к такой атаке. Ангел просто дал знак, а легионеры сделали остальное. Ряды огнеметов и плазменных орудий развернулись кроем и выплеснули в воздух пламя. Издав крик, похожий на человеческий, насекомые погибли, а отверстия в земле были запечатаны брошенными туда крак гранатами. Примарк повернулся на свирепый псиный рык. Из дымки над полем боя появились звери, похожие на собак, но созданные разумом извращенного безумца. С этих огромных псов капала жидкость, словно с них содрали шкуру, а из тел выступали хребты из заостренных черных костей. Над клыкастыми пастями, заполненными невероятным количеством зубов, свирепо пылали ярко-красные, словно лазеры глаза. Каждая адская гончия была размером с легионера без доспехов. Твари бросались на атакующих солдат, с легкостью перекусывая керамид и отхватывая чудовищными челюстями головы тех, одного насадил на меч, затем разрубил надвое другого, еще до того, как первый соскользнул с клинка. Аскайлон бросился вперед и вдавил дуло наручного болтера в шею адской гончии, которая сбила с ног воина из отделения лоратора. Единственный осколочный снаряд обезглавил чудовище, а его тело отлетело. Невероятно, но оно все еще двигалось, бегая по кругу. Неожиданно появился Мендрион и раздавил его в кровавую жижу. Волны атакующих накатывались одна за другой, и новые, еще более чудовищные твари присоединились к уродливой массе, окружающей окутанной дымом собор. Следующими прибыли летающие демоны, фурии, похожие на помесь летучих мышей и ястребов, и омерзительное змееподобное слияние обоих видов. Сангвинии легионеры с прыжковыми ранцами клинки полыхали, когда пласталь встречалась с плотью снова и снова, а скверненная кровь и куски плоти потоком низвергались на кипящую внизу битву. Крыло гравициклов пронеслось через свалку воздушного боя, их тяжелые болтеры грохотали, расчищая путь перед машинами на гудящих гравимоторах. Легионер на открытой платформе водил лазерной пушкой, уничтожая каждую фурию, попадавшую в зону поражения. Тела шипели и плавились. Дюжина тварей разом набросилась на крылатого примарха, надеясь застать его врасплох. Но он развернулся в воздухе, его крылья полностью раскрылись. Они ударили по демонам и отшвырнули их в стороны. Мечом Сангвини разрубал тела, а закованный в золотую перчатку рукой сминал глотки. Он позволил силе притяжения вернуть себя на землю. Рядом с ним раздался пронзительный вопль. Ангел повернулся и увидел гибкую фигуру, напоминающую женщину, которая была выше него ростом и двигалась по песку, словно танцуя. Тело обволакивали, мерцающие шелка, лицо скрыто под капюшоном. Из просвечивающих одежд появились тонкие бледные, как у мертвеца руки, пальцы прижались к невидимому лицу. Сангвини вдруг вспомнил Астропата Акалита Криба, но он был уверен, что бедная Каракора Сахзё давно мертва. Это существо казалось гораздо более порочным. Оно завыло, отвратительная погребальная песнь наполнила слух примарка. Затем появились еще руки, одна, потом две, четыре. Каждый палец заканчивался крошечным человеческим глазом. На каждой ладони был кричащий рот. Руки вдовы изогнулись, раскрывая объятия. С распростертых рук брызнули слезы, обжигая при прикосновении как кислота. Халкрин закричал от боли, когда капля жидкости прикоснулась к его наручу и прожгла золотое покрытие. Еще один воин, сын из 48-й, умер с криком на устах, когда едкие капли разъедали его лицо и проникли в череп. Слезы ведьмы нанесли такие же раны и другим воинам. «Нет!» гневно выкрикнул Сангвини и прыгнул вперед к вдове. Его могучий меч превратился в размытый красный круг. Вспышки выстрелов далеких орудий отражались от доспеха примарха. Из-под капюшона и ртов на ладонях раздались вопли, из пальцев выросли перламутровые когти, чтобы резать и рубить. Ангел вырезал гонщик, которые собрались в стаю, чтобы остановить его, в то время как вопящее существо плясало и извивалось на песке, пытаясь держаться от него подальше. Затем Сангвини подобрался к вдове, вращая красный меч, который поднимался и опускался дугой мерцающей пластали. Ангел отсек когти одним могучим взмахом. Шесть обрубков выбросили струи маслянистого вещества. Руки упали в пыль и разбежались тварь наконец показала свое лицо. Под капюшоном оказалась бледная плоть, лишенная отличительных черт, за исключением человеческих глаз. Примарх схватил сияющие шелка, когда тварь развернулась и попыталась сбежать, рывком сбил ее с гибких ног. Он вытащил украшенный пистолет инферно и приставил к шее демона. Больше никакого плача, сказал Ангел и покончил с тварью одним выстрелом. Он отошел от трупа и огляделся, обнаружив поблизости сангвинарную гвардию. Каждый ее воин расправлялся с подобной мерзостью. К ним приближались демоны-соблазнительницы, с клешнями вместо рук и копытные демоны. Их вопли и виск слились в чудовищный ход. Боевые порядки кровавых ангелов и монстров смешались, колеблись то в одну, то в другую сторону. Противоборствующие силы сражались за превосходство, постоянно захватывая и теряя территорию. Примар холодно улыбнулся, чувствуя энергию воинственного пыла, вспыхивающего глубоко внутри, ощущая тот же смертельный гнев в сердцах своих воинов. Кровавые ангелы оттеснили мерзких защитников огромной крепости, сокрушив их наступление беспощадной и несокрушимой воинской доблестью. Какого бы происхождения ни были эти все равно можно было убить, а сыновья сангвини умели сеять смерть, как никто другой. На миг взгляд ангела пал на адскую цитадель, возведенную на губительной земле, и ему вспомнились слова Кириса «Собор знака», так назвал монстр это место, и в подтверждении этого на башнях был высечен символ колоссального размера. И снова примарх увидел восьмиконечную звезду, подобно выжженной на мертвом форусе, замеченной среди руин Сколтрума, запечатанной на корпусах адских кораблей над Сигнусом Прайм, отмеченной на бесчисленных бескостных трупах, на которые они наткнулись после того, как опустилась пелена. Кости! Порывы холодного ветра ударили в примарха, приподняв его крылья. Он почувствовал приближение Аскаэлона и Зуриила в сверкающих доспехах. «Мелор!» «Кости!» повторил он и теперь примарх был уверен в том, что видел. Он кивнул в сторону изогнутых, грубо высеченных башен измазанного кровью собора. К нему пришло странное осознание. «Посмотри, Аскаэлон!» «Тайна миллионов погибших теперь раскрыта!» Командир гвардии нахмурился, когда понял, о чем идет речь. «Вижу повелитель!» Собор знаков был построен не из камней и раствора, ферракрита и пластали. Каждый метр его башен, каждая балка и свод были сооружены из отбеленных человеческих костей, скреплены жиром и хрящами. Скелеты мертвых сигнусийских граждан, доставленные со всех планет и лун скопления, от простого ребенка до старого дворянина, были собраны здесь, чтобы послужить строительным материалом для этого злодеяния. Какое черное сердце могло задумать такое? Слова Зуриила были наполнены отвращением. Узнаем, поклялся ангел, когда я вырежу его из груди нашего врага. Они высадились из Фобоса под прикрытием тяжелых лазерных орудий бронетранспортера. Жгучие белые копья света зашипели в туманном воздухе и ударили по укреплениям врага. Демоны. Мерасу было трудно выбросить это название из головы. Оно застряло в мыслях, как заноза, и легионер не смог избавиться от него. «Вперед!» закричал Кассиил, целясь из плазмагана. «Вперед за девятую и легион!» Остальное отделение повторило клич сержанта и выбежало из тени танка, присоединившись к атаке своей роты. Впереди Мерас мельком увидел капитана Фурио, размахивающего почетным щитом и силовым мечом, который был его отличительным оружием. Цепной топор апотекария работал на повышенных оборотах и был на готове. Болт-пистолет поднят и заряжен. Сарга снял шлем, волосы свободно развивались бурной гривой, а зубы обнажились в аскале. Он усмехнулся Мерасу, вырываясь вперед и поднимая болтер к плечу. Неподалеку Лейтио и технодесантник Кайды делали то же самое, послав первые выстрелы по вражеским рядам. Они были горсткой воинов среди но тем не менее казалось, что битва принадлежит только им. Мерас присоединился к братьям, сматриваясь через телеоптику шлема, приближающуюся волну кривых и рогатых дьяволов, щелкающих клешнями и бьющих своими хвостами. Казалось, визор цели соскользнул с движущегося существа, не сумев получить достоверных данных. Он нахмурился и выпустил три болтерных снаряда, рассчитав траекторию. Удачный выстрел оторвал конечность одной твари. Демон издал скрипучий негромкий виск и забил копытами, опустив голову и хвост с ядовитым жалом. Воздух затуманили облака снотворных феромонов, выделяемые спинными железами существа. Оно двигалось быстрее, чем ожидал Мерас, разбросав стороны легионера в переднем ряду. Черные без рычков глаза свирепо взглянули на апотекаре и он понял, что тварь хочет убить его. Кровавый ангел продолжал вести огонь и вдруг к выстрелам его пистолета присоединились голоса еще дюжины болтеров. Не в состоянии остановить безрассудную атаку, демон бежал в огневой мешок и был разорван на части. Мерас бросил взгляд через плечо, чтобы узнать, кто пришел к нему на помощь, и увидел смотрящую на него череполикую маску. Хранитель Анеллус кивнул в ответ. Рядом с воином в черном стоял красный нож и его космические волки. Дула их болтеров все еще дымились. Капитан, проходя мимо, пнул мертвого монстра. Они умирают достаточно легко, но смердят как тухлое мясо. Плоть демона уже становилась вязкой и расплавленной. От него поднимался странный душистый пар, словно нечто покидало темницу остывающего трупа. Тело Лишенные необъяснимой жизненной энергии, которая оживляла их, они распадались почти тотчас. Словно и не было никакого убийства. Продолжаем наступление, резко произнес хранитель, и Мерас направился вместе с ним. Его боевые братья взобрались на низкий холм. Бритоголовый космический волк, чья кожа была покрыта руническими татуировками и загадочными символами, потряс сучковатым посохом и сказал что-то по-финрессийски. Слова были непонятными, но тон достаточно объяснил. Предупреждение, понял Апотекарий. Мерас проследил за жестом скальда и почувствовал, что земля дрожит под ногами. Сквозь туман приближалась огромная фигура, равная по размерам носорогу, раскачиваясь из стороны в сторону на толстых и гибких ногах. Свет отражался от грязной, перепачканной кровью меди, тварь приближалась быстрыми скачками. Существо походило на глубоководного цефалопода, но это было единственное сравнение, пришедшее на ум Мерасу. Толстые круглые сегменты тела, лоснящиеся от слизи, выступали под неправильными углами из-под охватывающих тушу металлических пластин, а нечетное количество ног перепахивало землю под ним. Рудиментарные крылья и вибрирующие усики не шевелились, огромное тело раскачивалось из стороны в сторону, сбивая воинов с ног резкими движениями. Кровавых ангелов разбрасывало по сторонам, когда тварь врезалась в них. У нее не было головы и шеи, сочетание желтого цвета кожи и мышц заканчивалось обрубком, и на этом мясистом клине находилась дюжина асимметричных ртов, с острыми зубами и пучками сжал листьев. Существо неожиданно оказалось среди легионеров, тараня их наступающие ряды, и Мерас убрался с его пути. Апотекарий открыл огонь на бегу, выпустив оставшиеся в магазине снаряды в липкий бок чудовища, а когда затвор щелкнул, нанес несколько режущих ударов по щупальцу ноге визжащим топором. Вращающиеся зубья оказались забиты маслянистым веществом, и конечность отлетела, дергаясь на песке. Мерас знал, что поблизости есть один из космических волков, но затем из шкуры твари с влажным хлопком вырвалось извивающееся щупальце и набросилось на них. Апотекарий получил удар, и мир вокруг него завертелся. Он ударился о землю и почувствовал, как в лицо брызнула кровь. Легионер с трудом поднялся на ноги и повернулся. Зверь растерзал неудачливого космического волка, оторвав руку и ногу, словно бессердечный ребенок, отделяющий крылья у мухи. Мерас встряхнул головой и услышал монотонный рев болтера, стреляющего в автоматическом режиме. В нескольких шагах от него сарга кричал в бессловесном гневе, поливая снарядами щелкающие и вопящие рты твари. Массореактивные снаряды пробивали плотные студенистые тела, взрываясь внутри и вырывая огромные куски шипящей тухлой плоти. Но сарга не заметил другие ползущие к нему щупальца, ослепленные блеском вспышки болтера. Легионер Мерас выкрикнул его имя, но было слишком поздно. Одно щупальца атаковало, как змея, обвившись вокруг бедра сарги. Другое, обнажив зазубренное костяное острие, приблизилось сзади и вонзилось ему в шею. Из раны рта сарги хлынула кровь, тело оцепенело. Щупальца ударила и перевернула его, разодрав рану, прежде чем оставить легионера в покое. Боевой брат Мераса упал на грудь. Песок под ним быстро превратился в грязь ржавого цвета. Откуда-то из атакующей линии кровавых ангелов ударил белый луч лаз пушки и прожег дыру в боку чудовища. Оно завопило пронзительно громко, затем развернулось и поползло к своим сородичам на оставшихся конечностях. Мерас дал ему уйти, подбежав к Сарге и перевернув его. Все лицо его брата было в порезах, застывшая улыбка больше напоминала оскал. И все же он был еще жив, хоть и недолго. Сарга посмотрел на апотекаре, когда тот склонился над ним, и заговорил. На изодранных губах выступила розовая пена. Брат, сумел выговорить легионер. На них упала тень, и каким-то сказал Анеллу с серьезностью палача. Мерас не обратил внимания на хранителя и низко склонился над павшимся братом. Для него звуки битвы стихли. Брат, он начал выполнять самую тяжелую обязанность своей специальности. Ты желаешь покоя? Сарга с трудом кивнул. Я буду жить дальше, сказал он. Слова звучали почти как вопрос. Тонкая серебряная игла, медицинский палач, беззвучно выскользнула из нортецума Мераса. Ты будешь жить дальше, заверил он своего брата. Апотекарий приложил кончик иглы к телу Сарги в том месте, где она совершит милосердное убийство быстрее всего и четко сделал то, что нужно. Легионер умер с тихим вздохом. Затем пришла очередь извлечения и Мерас взялся за него с механической аккуратной точностью. За несколько секунд он извлек пародиноидные железы Сарги и запечатал их для дальнейшего возвращения на родной мир. Генетическое наследие Сарги будет жить. Но для его брата это было пустым утешением. Мерас поднялся, скрыв свою печаль. Все это время за ним наблюдал Анелус. Время скорбеть по нашим братьям придет позже, а сейчас найди утешение в том, что он отдал жить на службе легиону во имя императора. Сухость дежурной фразы разозлила Мераса и он повернулся к хранителю. На языке вертелась гневная отповедь, но он так и не произнес ее. Звук колоссального удара разнесся по полю битвы, такой же громкий, как выстрел полевого орудия. Нечто огромное упало с небес туда, где кипела самая яростная битва. Мерас посмотрел в ту сторону, заметив мелькание ангельских крыльев и золотого доспеха. Густым черным столбом поднялся дым, и посреди черные рога и мерцающие серебристые цепи. Мерас бросился к переднему краю. Примитивный инстинкт подсказывал ему, что для встречи нового врага понадобятся он и все его братья. Мысли каждого воина на зубчатых стенах красной слезы источали гнев и разочарование до такой степени, что Кана чувствовал их безо всяких усилий. Он отошел от воинов к поспешно установленной ракетной мысли в свой разум. С мрачным лицом он прошел вдоль северной стороны приземлившейся боевой боржи, наблюдая за огнями далекого сражения. Кана знал, не оглядываясь, что легионеры у орудия были братьями 221-й роты. Они, как и Кана, воспринимали свои обязанности по защите базы с неприязнью. Воин также знал, что ему не потребуется много усилий, чтобы надавить сильнее, извлечь их имена и воспоминания были при нем, даже без направляющей способности психического капюшона. Схват касатской тварью, ужас его мысленного прикосновения к душе напоминали об этом. Он пошатнулся, схватившись рукой за газовый руль. Оптика шлема могла с легкостью передать изображение битвы, если бы он пожелал воспользоваться ею, но у него не было в этом необходимости. Телепатическое дальновидение, которое он когда-то использовал во имя императора, сделает это Благодаря ему Кровавый Ангел окажется в гуще сражения, в то время как его физическое тело останется здесь. Кана обладал такой силой и даже большей. Глупо отказываться от нее, глупо. Нет, он отбросил мысль прочь. Откуда пришло это внезапное сомнение? После многих месяцев подчинения указу, после клятвы Легиону и Примарху, никогда больше не использовать сверхъестественные навыки, почему именно сейчас? Кана обнаружил, что его решимость начинает слабеть. Он закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Дело в этом месте, сказал он себе, в этих мирах. Они осквернены силами, которые скрываются за завесой видимости. Коварные сущности воздействуют на него даже в этот момент. Возможно, демоническая тварь на корабле по этой самой причине позволила ему выжить. Возможно, это был шепчущий голос вовсе, постоянно присутствующий там, с тех пор, как отключилась связь. «Я не уступлю вам», произнес он вслух. В ответ на это вокруг него стало тихо. Не то, чтобы ничего не было слышно, не так буквально, но появилась неожиданная безмятежность, прежде неощутимое спокойствие. «Милорд», произнес женский голос, «Вы, брат Кана?» Он повернулся и увидел стройную бледную женщину с красными волосами и испуганным взглядом на лице. За ней стояла группа людей, одетых в заношенную морскую форму матросов и другие тряпки. «Вас не должно быть здесь», тихо сказал он, «Это небезопасно». «Нигде небезопасно», резко ответил грубый мужчина. Кана посмотрел на него и попытался прочесть его мысли, но ничего не почувствовал. Он словно утратил свои способности, но чувствовал при этом не потрясение или боль, а только безмятежность. «Я, Мерас говорил о вас», продолжила женщина. «Он сказал, что вы будете охранять нас». «Это она». Кана прищурился. Не оба было центром безмолвной ауры, словно око перевернутой бури. И вдруг он все понял. Легионер не мог прочесть ее, только психическую пустоту, которая создавала телепатическую тишину, подобной черной дыре, поглощающей свет звезд. «Телиан», сказал он. «Ты знаешь, что такое пария?» Ее брови нахмурились. Собиралась она солгать. Трудно было сказать наверняка. «Нет, лорд, я не понимаю». «Я понимаю», ответил он. «Ты знаешь, почему вы выжили, а другие нет?» Она моргнула. «Демоны не заметили нас». Он покачал головой. «Они не заметили тебя». Сангвини увидел зверя. Вокруг мускулистого ярко-красного тела вился жуткий черный дым. Грудь и сжимающиеся руки едва сдерживали намотанные кольца медной цепи и видавшие виды бронзовый доспех. На голове росли мерзкие черные рога. На вечно рычащей морде застыло выражение беспощадной ненависти. Желтые клыки были обнажены, с них стекала слюна. Незнакомец прибыл, словно комета, оставив пепельный след на опустошенном небе. И все же примарх инстинктивно почувствовал, что это было существо скорее из преисподней, чем с небес. Ангел видел старые книги в секретных библиотеках дворца своего отца. Он знал мифы о тварях и дьяволах и суеверного прошлого человечества. Гуманоид, более реальный и более ужасный, чем они могли себе представить, олицетворял страхи тех давно умерших «Ты уже насладился состязанием золотой?» Голос походил на кипящую магму. «Сколько фигур растрачено!» И все же до развязки еще далеко. Демон бросил хитрый взгляд на мертвецов, окруживших его, легионеров, культистов и чудовищ. «Но ведь мы оба обожаем вкус крови, не так ли?» «Ты говоришь так, словно знаешь меня», прорычал примарх. «Но я вижу только монстра, которого надо убить. Тогда поприветствуй меня, сангвиний сваала!» засмеялся он. «Я Кабантха, жаждущий крови и генерал Кхорна, благословенная его ненависть, тварь насмешливо поклонилась, и мы с тобой братья!» Мерас опустошил обойму пистолета в стае вопящей фурии и вставил новую. Перепрыгивая через воронки в пропитанном кровью песке, он приблизился к центру битвы. Апотекарий скользнул по уклону и покачнувшись остановился. Группа воинов стояла с оружием на готове. Многие легионеры были из первой роты Ролдорона. Мерас увидел капитана и сангвинарную гвардию в золотых доспехах, терминаторов из отделений Севена и Микалуса, а перед ними багровую фигуру почтенного Леонатуса. На адамантиевых боках дредноута трепетали знамена. Все ждали, а напротив боевой линии Мерас увидел также остановившийся вражеский строй. Стая псов с черной шерстью и адских гончих, похожих на помесь ящериц и волков, с которыми он уже сталкивался, тяжело дышали и скребли лапами грязь. Неподалеку стояли гуманоиды с рогатыми черепами и ржавыми мечами. Твари хрюкали и пускали слюни, нетерпеливо сжимая рукояти своих клинков в предвкушении приказа повелителя. Их повелителя. Мерас был шокирован обликом адской твари, этого жаждущего крови. Он слышал его слова, чувствовал движение воздуха от хлопков черных крыльев. На миг показалось, что перед ангелом стоит кошмарное черное отражение, полностью противоположное всякому благородному и доброму, что было в нем. «Зачем ты сражаешься с нами?» спросило существо, задрав голову и взглянув на убитых. «Мы похожи. Мы оба испытываем удовольствие от кровопролития, сладкого вкуса убийства. Тварь сделала шаг вперед, взмахнув своим оружием, очень длинным кнутом из скрученной меди и топором, который, похоже, был сделан из челюсти левиафана. Хорн – это неизмеримая сила. Хаос – это конечное состояние всего сущего. Твое сопротивление только откладывает неминуемое. Скорежет голоса, резал слух кровавого ангела, словно он отдавался в его костях. Даже твой отец-император знает это. Вот почему он прячется от нас. Вот почему он боится. Мерас увидел, как в глазах примарха полыхнула молния. Колкость попала в цель, но затем Сангвини улыбнулся. «Убирайся с моего пути, животное, или я зарублю тебя», сказал он зверю. «Я буду разговаривать только с твоим хозяином по имени Кирис». Окутывающий демона адский дым колыхнулся от внезапной вспышки гнева. «Это чувственная шлюха не хозяин мне», проревел он. «Я отвечаю только перед Кхорном. Я здесь командую». «Ты для меня ничто», сказал ангел и атаковал. Звездный молот ударил по окованной железом кости с оглушительным треском. Меч и топор скрестились, выбросив брызги искр. Гемон был быстрее, чем ожидал Сангвини. Он развернул оружие и нанес обратный удар. Топор метнулся вниз к ногам, пропахав борозду в земле. Ангел отпрянул назад и раскрыв крылья поднялся в воздух. Белые перья захрустели, когда он развернулся вокруг своей оси, ускользнув от удара. Примарх крутанул красный клинок и с воинственным изяществом прочертил острием по вопящей морде зверя. Порез был глубоким. Примарх твердо приземлился, не давая Кабандхи прийти в себя. Он намеревался сдержать свои обещания и устремился вперед, но демон был к этому готов. Медный кнут завизжал, рассекая воздух и устремился к примарху. Прижав крылья к плечам, Сангвини пригнулся. Шипастые плети просвистели над его головой. Продвигаясь мечом вперед, ангел сделал выпад, принудив полководца демонов защищаться. Кабандха заревел и отказался отступать, вместо этого подняв топор, парируя каждую атаку и не давая ангелу ни единой возможности пробить его защиту. Они находились в самой гуще битвы. Вокруг раздавались громкие вопли сражающихся низших демонов, разорителей, адских псов, губителей и легионеров, дредноутов и терминаторов. Врожденная быстрота Сангвини давала ему преимущество против грубой силы, жаждущего крови. Но они стоили друг друга и по очереди наносили небольшие чувствительные раны. Противники кружили и атаковали, а с крыльев ангела падали срезанные топором перья. С оглушительным ревом кабантха отскочил и хлестнул кнутом. Клыкастые концы щелкнули, устремившись к лицу примарха. Сангвини развернулся быстрее мыслей и перехватил шипы свободной рукой. Плечь скрутилась, словно живое существо, обвившись вокруг кисти, раскалывая керамитовую оболочку перчатки. Примарх изо всех сил дернул за кнут и лишил демона равновесия, одновременно нанеся могучий удар эфесом меча, который выбил клыки у твари. Изо рта кабантхи хлынул поток черной крови. Зверь отшатнулся назад, сначала зашипев, а потом расхохотавшись. Ты хорошо сражаешься, сказал он, выплюнув сломанные зубы. Ни одному недочеловеку не удавалось ранить меня. Но меня нельзя победить. Зачем ты пытаешься? Лучше присоединяйся к нам. Ты так же, как и я, убийца. И всегда шел по алому пути. Маленький ангел, мы оба знаем это. Узри всю славу Кхорна, прими то, что внутри тебя. Ты можешь возвыситься, стать чемпионом. Сангвини презрительно усмехнулся. Сначала тот, теперь ты. Все твои сородичи так влюблены в звук своего голоса. Он нанес рубящий удар, отбросив тварь назад и вызвав у нее гневный вой. Тогда будь ты проклят, яростно выкрикнул демонический владыка. Если ты отказываешься от моего предложения, знай, я уничтожу все, чем ты дорожишь и буду изводить твоих сыновей, пока существует твой легион. Это не угроза, сказал примарх. Мои сыновья всегда готовы убивать твоих сородичей, пока не погаснет последняя звезда в небесах. Кабандха гневно заревел и отпихнул в сторону заглохший носорог, отчего бронетранспортер перевернулся на крышу. Демон рванул к ангелу, завывая как баньше. Примарх краем глаза заметил фигуру в золотом доспехе и серебряными крыльями и к своему ужасу понял, что носорог рухнул на брата Логоса, печатав его в землю и убив в мгновение ока. Сангвини яростно закричал, почувствовав сильный толчок призрачной боли из-за смерти личного гвардейца. Ангел ощутил чужую смерть так, словно отрезали частицу его души и сожгли, как бумагу. Он чувствовал каждую смерть и всегда испытывал шок, далекий или близкий, слабый или сильный. Каждый раз, когда погибал один из сыновей, это было похоже на новую рану на теле или перо, вырванное из крылья. Чувствовали ли другие так же сильно гибель своих сыновей? Дорн или Вулкан, Магнус или Пертураба, Хорус. Кабанха напал на ангела, раскинув руки и намереваясь свалить его на землю. Сангвини усилием воли отбросил ненужные мысли и, раскрыв крылья, взмыл в воздух. Он легко уклонился от безумной атаки лорда демона, но только на миг. У зверя были крылья, и они тоже раскрылись громким звуком. Вокруг клубился черный дым. Демон взлетел вслед за ангелом. Они столкнулись. Медь и бронзу ударились о золото и керамид. Сангвини рубанул мечом по груди твари, нанеся глубокую рану. Затем рассек на руч Кабанхи, вынудив демона выронить костяной топор. Они степились в полете, осыпая друг друга ударами, сила которых вызывала громовые раскаты вытесненного воздуха. Сангвини почувствовал, что броня, которая прошла через тысячу сражений, треска и цей раскалывается от смертоносных ударов демонического владыки. Огромная зловонная пасть Кабанхи ощерилась на примарха. Наполненные яростью и жаждой крови адские глаза сверлили его. Бойцы кувыркались в неконтролируемом падении к бушующей на земле битве. Сила притяжения вцепилась в них и даже могучие крылья ангела не могли остановить движение. Вместо этого он уступил ей. Зарычав от усилий, Сангвини потянул за цепи вокруг толстой шеи и приблизился к врагу. Прежде чем демон смог среагировать, примарх полностью погрузил свой меч ему в грудь. Боль придала зверю сил и он отбросил ангела и они разделились на секунду до удара о землю. Первым поднялся ангел. Окровавленный и тяжело в то время как Кабандха корчился в грязи и бешеного пил от боли. Сангвини приблизился, занес красный клинок для смертельного удара. Подожди! Когтистая лапа Кабандхи поднялась, но примарх не остановился. Прежде чем нанесешь удар, знай вот что. Гемон поднялся на колени, сжимая тяжелую рану. Мы никогда не лгали тебе, маленький ангел. Это не путь к Хорна. Мы кровавая истина, а истина в том, что Хорус единственный миг сердца Сангвини пронзила более сильное, чем любая другая боль. Его меч опустился, зрение затуманилось. Нет! настойчиво произнес он. Нет! Этого было достаточно. Кабандха метнулся, как молния. Шипы его кнута появились, словно из ниоткуда. Атаковав, подобно гадюки, хлысты ударили по ногам примарха с чудовищной силой и сломали их, опрокинув его на землю. По полю битвы разнесся крик боли ангела. Смех демона заглушил его. Ты бросил мне вызов, и сейчас я нанесу тебе рану, которая будет терзать тебя вечно, пообещал он. По его бронзовому доспеху застучали болтерные снаряды отделений кровавых ангелов, идущих на помощь своему повелителю, но демон не обратил на них внимания. Сангвини боролся с колоссальными волнами агонии, сжимая упавший меч. Зверь использовал его родство с Хорусом против него. Нерешительность примарха породила миг сомнения и неосторожности, что позволило Кабантхе свалить его. Попробуй, выпалил ангел. Лицо демона расплылось в улыбке. Ты меня не понял, сказал он ему, поднимая упавший топор. Вокруг лезвия возникло зловещее сияние, светящийся багровый туман. Я знаю, что может ранить тебя сильнее, чем любой удар. Сотни легионеров наступали по грязи. Праведный гнев обгнал их вперед. Они пылали жаждой отомстить за нападение на их повелителя. Сангвини ощущал это чувство волнами, исходящее от них. Он видел лица, слышал имена, звучащие в ушах. Их вел стойкий Накир, капитан отважной 24-й роты. А вместе с ним шли Гравата и Мадидус, Пирада и Фервиус, Еремин и Карик и множество других. Каждый из них был его сыном. Нет! Он попытался предупредить их. Искалеченные ноги не подчинились ему, когда он попробовал встать. Кабандха уже бежал к ним, вызывая красный огонь из воздуха и туман, который пылал, как чистая ярость. Топор демона поднялся, а когда он опустился, новое багровое солнце ожило посреди поля битвы. Вспыхнуло пламя гнева, и в своем разуме отец услышал, как в один миг погибли 500 его сыновей. Ангела накрыла тьма. Волна от психического шока устремилась в бездну его души. Никея Это добром не кончится, заметил капитан Торос. Слова были произнесены почти шепотом и больше походили на неосторожно вырвавшуюся мысль, чем на обычное замечание. Лардарон взглянул на бледнокожего собрата и остановился посреди неровного лавового туннеля с черными стенами. Брат, обратился он, Торос запнулся и бледные щеки слегка покраснели, когда он понял свою ошибку. Прошу прощения, первый капитан. Я сказал, не подумав. Можешь говорить на чистоту, ответил Оролдарон. Второй офицер покачал головой. Не здесь. Он обвел взглядом в вулканический коридор. Не сейчас. Оролдарон уже собирался отдать приказ, но Торос опередил его. Необходимо подготовить транспорт к отбытию ангела, сказал он. Я прослежу за этим. Прежде чем Оролдарон успел что-то добавить, Торос вышел в боковой коридор, направившись в посадочный квадрант, который был вырезан в вулканических пепельных полях за пределами высокого лавового конуса. Первый капитан нахмурился и пошел дальше. Он миновал сервиторов и воинов других легионов. Все готовились к отбытию с Никеей. Ни у кого из них не было причин оставаться здесь. Необходимости в этом месте больше не было и Оролдарон задумался, что станет с ним после их ухода. Гигантский вулкан был усмирен силой и технологией имперского могущества. Породу извлекли, обурлящую магму запрудили, чтобы император и его сыновья могли войти внутрь этого места и находиться здесь в безопасности. Оно как бы содержало в себе символическое, обдуманное и спланированное послание всем, кто пришел сюда. Неважно, насколько могущественными, непостижимыми и яростными казались природные стихии, империум сможет укротить их по своему желанию. Но было ли это высокомерием? Как только легионеры и их слуги уйдут, генераторы силовых полей и гравитационные стены будут отключены, и пылающая гора Никеи снова покажет свою силу. Каменные пещеры, превращенные мелто-лучами в жилище, вестибюли и амфитеатры будут затоплены лавой и отвоеванной огнем. И снова никого не станет на планете. Но даже если бы Никея осталась нетронутой, последствия случившегося на планете изменят все. По мнению Ралдорона не будет преувеличением сказать, что произнесенное в этот день повлияет на каждый мир в Империуме. Поначалу Ралдорон посчитал за честь сопровождать примаха на встречу с Императором, а Скайлон предсказуемо не видел в этом смысла. Но ангел понимал, что гораздо важнее будет прийти на встречу со своими великими братьями не просто в сопровождении золотых серафимов сангвенарной гвардии, но с отрядом самых лучших воинов. Ралдорона переполняла гордость. Шанс представлять легион и свою роту в присутствии нескольких примархов и самого Императора. Многие кровавые ангелы прослужили века, так и не получив такой возможности. Теперь он считал иначе. Величие момента потускнело из-за гнетущей атмосферы, которая пронизывала каждое помещение, отражалась в глазах каждого увиденного лица. Ралдорон надеялся, что Никея станет местом согласия и единства, как того желал Император. Вместо этого он чувствовал, как здесь произошел раскол. Теперь легионеров контролировали больше, чем прежде, даже внутри собственного легиона, что явно показывал пример Тороса. После случившегося первым отбывшим кораблем стал Фотеп, который принадлежал примарху Тысячи Сынов. По негласному правилу им должен был быть корабль Императора, но Император Сомниум по-прежнему находился на высокой орбите. Никто не остановил Магнуса Красного, когда он стремительно покинул амфитеатр с лицом таким же Багровым, как и его имя. Первый капитан отчетливо помнил тот момент. Он посмотрел на своего примарха и увидел печаль в глазах Сангвиния. Ралдороны прежде видел такое выражение лица у ангела на Мельхиоре, когда тот встретился с воителем Хорусом и в своем святилище на борту Красной Слезы, когда доверил великий секрет горстке избранных сыновей. Магнус Астартес. Именно Алый Король вместе с Ангелом и Ханом объединились, чтобы принести идеал Библиариума легионам. Магнус, Сангвини и Джагатай отстаивали место псайкеров в составе космодесанта и победили. Библиарии превратили сомнительные силы колдовства в орудия войны. И на какое-то время этого было достаточно. Те, кто все еще не был готов признать пользу контролируемых псайкеров, таких как навигаторы приняли назначение психически одаренных воинов. Некоторые легионы полностью отказались от этого нового введения. Другие открыто демонстрировали к нему враждебность. В конце концов, это не имело значения. То, что считалось благом, постепенно превращалось в слабость, угрозу, направление, через которое искажение Варпа могло навредить легиону. Они призвали Магнуса Красного на Никею, чтобы потребовать объяснения у него за безрассудное изучение бездонных глубин и материума. Они говорили о секретах, которые нельзя было разглашать, о мерзком колдовстве и гибельном пути, в котором шли алчные и неосторожные разумы. В конце это превратилось из допроса в суд над стремлениями Алого Короля. Магнус ушел, а вместе с ним Библиарии. Лордарон собственными ушами слышал про возглашенный указ императора. По моей воле, во всех легионах распускаются подразделения Библиариума. Все его воины и инструкторы должны вернуться в боевые роты и никогда больше не пользоваться психическими силами. Обратной силы указ не имел, дело сделано. Торрес был прав, день не прошел гладко, а эти события даром не кончатся. Даже слепой мог предвидеть сопротивление тысячи сынов. Хоть для Лордарона даже мысль о неповиновении имперскому указу была анафемой. Он знал, что другие не будут столь осмотрительны. А что же мой повелитель? Он задал себе вопрос, когда прошел развилку в туннеле и приблизился к помещению, выделенному девятому легиону. Что думает ангел о выборе императора? Воины огромных медных дверей отдали честь первому капитану и пропустили его. Внутри он не нашел ответов, только новые вопросы. Это правда? Капитан Амит повернулся к нему, растолкав полдюжины сервиторов, упаковывающие в походное снаряжение примарка. Скажи мне, что это неправда, Ралдарон. Его товарищ нахмурился. Приказ должен быть выполнен, резко произнес он. Будь ты там, то сам бы услышал слова императора. Но меня не было, ответил Амит. Мне приказали стоять на страже в этой комнате и, возможно, из лучших побуждений. Сначала я подумал, из-за того, что у меня не такая изысканная форма, как у Тороса, но теперь считаю, они хотели, чтобы я помалкивал. Ты слишком много мнишь о себе, брат. Раздражение Ралдарона вырвалось наружу, и он провел рукой по коротко стриженным волосам. Первый капитан увидел кувшин с вином, который еще не упаковали для перевозки, и налил себе полный бокал. Никто не осмеливается повышать голос в присутствии императора. Значит, в этом дело, спросил Амит. Мы с ангелом вернемся на корабли, а затем к крестовому походу, словно ничего не произошло. Он выхватил кувшин у Ралдарона и налил себе немного вина. А что мы скажем нашим боевым братьям, когда передадим им приказ? Магнус заглянул в книги, которые не должен был читать, и теперь наши библиарии должны принести себя в жертву. У меня в роте два псайкера, легионера, с которыми я сражался, бок о бок, и которым доверяю. Что теперь станет с ними? Ты преувеличиваешь. Да неужели? Амит ткнул его в грудь. Я не сомневаюсь, что наш повелитель с радостью примет обратно своих воинов, без их капюшонов или в них. Но что насчет остальных? Например, Дорна. Разве имперские кулаки когда-нибудь воспринимали приказ небуквально? Он покачал головой и отвернулся. Скажи, что тебя не задел этот диктат, брат. Представь, мы пришли к тебе и запретили пользоваться мечом или болтером, но потом все равно отправили в битву. Что ты будешь делать? Буду сражаться тем, что у меня останется, зубами и ногтями, если понадобится. Он опустил кубок. Этот приказ для блага империума, а твои слова грозят навлечь открытое порицание. Амит посмотрел на него, проигнорировав предупреждение. Лексиканий, кодиций, эпистолярий, лардарон, это не просто слова, звания и признаки статуса, от которых можно отказаться и ничего не изменится. Он указал на него, твои титулы, первый капитан, магистр ордена, чистокровный, убрать их, и ты все равно останешься прежним. Но без силы псайкеров в нашем арсенале легионос Астартес станут уязвимыми для нападения. Неужели только я это понимаю? Опасность открытого разума перед силой варпа несоизмеримо больше, чем предполагаемая выгода, возразил Ралдарон. Она может довести человека до безумия. Он замолчал, и в мыслях всплыло непрошенное, болезненное воспоминание. Он вдруг вспомнил брата Аллатроса, потерянного на Мельхиоре. Его чувство собственного я рассыпалось. Аллатрос и несколько других, которых постигла та же судьба. Что лишило их рассудка? Темная тень варпа или нечто более глубокое? Амит не обратил внимания на задумчивость Ралдарона. За спиной капитана пятой снова открылись двери. Ты меня не убедил. Я пытаюсь понять, почему император принял столь необоснованное решение. Мой отец за все тысячелетия своей жизни никогда не был своенравным. В комнату вошел Сангвини, говоря спокойно и без упрека. Ралдарон задался вопросом, все ли он слышал из сказанного, а затем понял, что это не имеет значения. Он был примархом, он узнал бы. Амит поклонился вместе с Ралдароном. Милорд, я неудачно выбрал слова, это не то, что я хотел. Именно то, сказал Ангел. Первый капитан заметил, что примарх помрачнел. Сангвини всегда держался с загадочным, отстраненным видом, но сейчас и здесь примарх казался почти растерянным. Ты сказал именно то, что хотел. Это был тот редкий момент, когда расчленитель пятой роты замолчал, словно новичок, получивший выговор от наставника. Но предостережение так и не последовало. Вместо этого Ангел рассматривал то одного воина, то другого. Рал, обратился он к первому капитану, я тебе говорил, почему приблизил к себе капитана Амита. Иногда я думал об этом, осмелился ответить Ралдарон. Ты, сказал ему Сангвини, тебя я держу рядом, потому что ты близок к сердцам моих сыновей, как камень к песку. Берус, верховный хранитель, потому что он знает наши традиции и душу Легиона, словно она живое существо. А Скайлон возглавляет мое сангвинарное воинство, потому что он никому не доверяет и везде видит угрозу. Но Амит, он сделал паузу. Капитан Амит всегда будет говорить то, что у него на уме, никогда не колеблясь, даже если будет отлично понимать, что это повлечет выговор. Вы можете быть уверены в этом до конца моих дней, ответил Амит. Ангел кивнул. Но никогда не забывай, слово императора закон, а его воля будет исполнена. Никейский указ теперь имперская заповедь, и мы обязаны уважать ее должным образом. Библиарии возвращаются в тактические части, они по-прежнему легионеры. Я буду гордиться ими, вне зависимости от того, какое оружие они используют в бою. Он повернулся к Амиту и впился в него твердым взглядом. А что касается испытаний, которые бросит нам судьба после сегодняшнего дня, когда они придут, кровавые ангелы справятся с ними. Ралдерон молча принял эти слова, но его сомнения не исчезли. Часть третья. Красный ангел. Пятнадцать. Храм из костей. Воспламенение. Акт неповиновения. Путь Тануса Крида был услан сотнями тысяч черепов, отполированных, словно истертые булыжники, на улице пограничного мира. Плотность стен собора придавала необычному эху его шагов ломкий тембр. До несущих слова едва доходил шум, кипевший снаружи битвы. Ее глухой рокот напоминал звук прибоя на далеком морском берегу. Треск болтерного огня, резонирующие крики и адские вопли создавали подходящую атмосферу. Акалит провел пальцами потянущимся высоко вверх аркам и колоннам, которые поддерживали коническую крышу. Колонны были сооружены и в связах длинных бедренных костей, окруженных грудными клетками и удерживаемых вместе крошечными фалангами детских пальцев. Челюсти и позвоночники создавали портики. Бедренные кости украшали стены обители, а черепов было не счесть. Сверху и снизу на легионера взирали невидящие глазницы. Некоторые светились изнутри пламенным светом. Крит размышлял о том, каким великолепным творением был этот огромный костяной храм. Праведным произведением, которое затмевало даже величайшие монументы, возводимые несущими словом в честь императора. Когда они еще называли его повелителем? Акалит покраснел от этой мысли. Ларгар и его сыновья так долго служили надменному и равнодушному отцу Резена. И ради чего? Они так сильно верили в его величие, чтили истинность его божественной природы всеми своими деяниями и воинами в ходе великого крестового похода. Семнадцатый легион предавал мечу целые миры, которые осмеливались сопротивляться императору и приложил огромные усилия, чтобы возвести творения, прославляющие его. Затем произошло предательство на Кхури и глаза наконец открылись. Все началось с уничтожения монархии, этого идеального подношения императору и закончилось монархией, пустошью, где Ларгара покарали за слепую любовь. Его фанатизм с презрением отвергли. Танус Крит был там, он видел, как это случилось. Стоило ли удивляться, что после этого несущие слово поняли, есть более великая истина. Слово не о притворстве смертного, отрицающего свой путь к божественности, но о подлинных богах, настоящих силах, несущих гибель и хаос своим прикосновением. Акалит, капитан Харакс стоял рядом и ждал. Крит не заметил, как остановился. Он ничего не сказал и пошел дальше, прислушиваясь Кеху, чувствуя всевозрастающую безмолвную энергию в промозглом воздухе. Это место, этот собор знака, они давно должны были создать. Чтобы понять это, необходимо было совершить величайшее предательство. Очень высокий, сводчатый коридор расширился и перешел в круглый атриум. Два огромных занавеса из дубленной человеческой кожи разошлись, позволив Криту и Хараксу войти. Одна стена помещения представляла собой круглую мандалу из тонких костей рук и ног, которые имитировали оконную раму часовни. Через окно проникал красноватый свет, окрашивая неровные стены в желтоватые тона. В центре комнаты находилось входное отверстие шахты, которое тянулось на всю высоту башни. Кости рук и ног образовывали кольцо по отвесному краю, напоминая пасть зверя. Со догадался, что внизу находится огромное кровавое святилище, жертвенный алтарь, подобный тем, что возвели на Кайоре и дюжине других захваченных мира. Алтарь впитал столько боли и мучений, что в нем отворилась дыра в имматериум. Свет был струйкой непространства варпа, просачивающимся в это измерение, и он соблазнял околита приблизиться, потянуться к нему. Крит заставил себя отвернуться. На стенах висело множество гобеленов страданий, содранную кожу людей разных раз сшили вместе, чтобы создать живописные формы. Кое-где были натянуты толстые тросы, напоминающие дубленную кожу, сплетенную с конским волосом. Они поднимались вверх через ротовые отверстия черепов и удерживали сверкающую неясную форму в красноватом полумраке. Но Крит не посмотрел вверх. Он не мог отвлечься от пары существ, стоявших в центре атриума, шипящих друг на друга, как пара дерущихся зверей. Облик крылатого и рогатого чудовища во всем его злобном величии был шокирующим. На борту темной страницы Акалит мельком увидел лишь частичку призрачного проявления. Здесь и сейчас оно было в реальном теле. Все в нем потрясало несущего слова. От серного зловония тела до темной ауры, которая следовала за ним по пятам. Жаждущий крови увидел Крида и замолчал, высокомерно изучая его. Посланник презрительно усмехнулся Кабандха. Я думал ты сбежал. Нет, ответил несущий слово, отвернувшись на миг, чтобы вытереть вытекающую из носа струйку крови. Та же самая боль, то же давление, которое он ощущал прежде, сжало его мысли. Крид сопротивлялся, отказываясь уступить, видя, что Харакс испытывает те же муки и выглядит ненамного лучше. Другая тварь не поддавалась описанию. Ее мягкое розовое тело было похоже на безупречную нежную человеческую плоть. Криду оно напоминало обнаженную нимфу, которую протянули через покров нереальности, из-за чего ее прекрасная безукоризненность была испорчена появлением новых конечностей, раковых клешней и чудовищной головы, которая была скорее козлиной, чем человеческой. Хищный взор обратился на воина, вызвав у него чувство замаранности. «Видишь, он демонстрирует больше храбрости, чем ты!» «Отпрыск Хорна!» прошипел второй демон. Он не покинул битву после одного пропущенного удара. Существо с крыльями летучей мыши пронеслось размытым пятном и влепило когтистой рукой по козлиной морде. «Еще раз поставишь под сомнение мою смелость и я отправлю тебя к сланиш, нанизанным на железо!» Кабандха ткнул своего оппонента в грудь, заставив его завизжать от удовольствия и боли одновременно. «Я причиню тебе такую боль, что она тебе не понравится, Кирис!» Второе существо поднялось и скромно поклонилось. «Твои обещания возбуждают меня, жаждущие крови! Я только хочу, чтобы у нас было время испробовать их вместе!» Кабандха насмешливо фыркнул. «Посланник, ты пришел увидеть развязку?» Война в космосе зашла в тупик, а здесь внизу волны битвы обращаются в себя. Сангвини рассмеялся в ответ на твое предложение о братстве, осмелился сказать Крис, тут же пожалев об этом, когда Кабандха гневно двинулся на него, среагировав на скрытое оскорбление. Акалит стоял на своем. Воитель был прав, ангел слишком благочестив, слишком восторгается своим отцом-богом, чтобы даже подумать пойти против него. «Ты даже мечтать не можешь о такой верности!» Кирис лукаво усмехнулся. «Любого можно обратить, если знать, куда надавить, даже примарха!» «Ангел должен пасть и никогда не подняться!» провозгласил Кабандха, повторяя слова Хоруса. «Без Сангвини его сыновья примут алый путь!» Демон засмеялся, щелкнув клыками. «Я сделал это!» «Ангел выведен из битвы, а его драгоценный легион остался без лидера и охвачен яростью. Скоро они уступят своим изначальным инстинктам. В их ушах вопит зов крови ради крови. Челюсти твари сжались от голода. Только я могу понять восхитительное высвобождение жажды крови, и только Кхорн может поделиться ею с ними. Я чувствую это в них посланник. Они так близко. Крит представил этот момент. Кровавый ангел, лишенный своего лицемерного и надменного благородства, броня их заносчивости осквернена бессмысленным животным гневом. «Подобающее падение для любимчиков императора», подумал он. «Они будут гореть в огне собственной ярости», прорычал Кабанка, наслаждаясь этой мыслью. «И тогда падут на колени, лишь бы отведать больше крови». «По твоим словам, это так легко», зло отреагировал Кирис. «Но ничего другого я не ожидал. Твой интеллект такой же примитивный, как и твоя тактика, жаждущий крови». «Долговязый демон прохаживался вокруг ямы на длинных ногах». «Это я все устроил. Я управлял шепотами эфира и высвободил страдания Сигнуса». Крит смотрел, как тварь неестественно изогнулась. «Эта плоть, которую я взял в качестве сосуда у довеницкого жреца, была перекроена так же, как я перекраивал правду. Ужас и страх на этих мирах». «Когтистые руки гневно щелкнули друг от друга». «Пока ты натачивал свои клинки и искал, кого бы убить, эмиссары сланеж открыли путь». «Это мои культы возникли здесь, а не твои, воин Гхорна». «Я заранил семена колдовских культов на Толоке, Коле и Дюжин и других аванпостах. Я привел их псайкеров на заклание. Я ответил на призывы». Кирис топнул когтистой ногой по костям. «Помни это!» Существо повернулось к Риду и указало длинным тонким пальцем нанесущего слова. «Кабандха, неповелитель скопления Сигнус. Неважно, насколько громко он стучит мечом по доспеху. Так же, как и ваш смертный воитель. Это я хозяин системы». Все руки Кириса поднялись, словно в мольбе, к тусклому свету, проникающему в помещение из отверстия в вершине конической крыши. Глаза Крида проследили за жестом, подчинившись безмолвным требованиям рук демона. «Во имя книги!» пробормотал Харакс. «Что это?» Крид взглянул вверх и заметил предмет, который до этого не мог видеть. «Он был спрятан от меня», понял Акалиф, скрыт какими-то чарами, испускаемыми присутствием демона Кириса. На четырех толстых тросах из кожи и волос, протянутых через шкивы, которые были сделаны из бедренных костей и вырезаны из позвоночника в зубцы шестерней, мягко раскачивалась из стороны в сторону огромная конструкция из испачканной полированной меди. Конструкция была заключена в тусклый кристалл. Освещённый зловещим пламенем, внутри шипел и бурлил через край синевато-багровый туман, подобный тому, что окутывал боевой топор Кабанхи. Теперь Крит видел его, после того, как Кирис показал его. Несущий слово почувствовал эмоциональную волну, истекающую из устройства и пронизывающую его тело, как радиационные частицы. Столь сильное сочетание ощущений потрясло его, выбив Акалита на миг из равновесия. Кана затряс головой, когда всё прошло. За долю секунды он испытал могучую смесь ощущений, и их эхо отразилось в его голове, как навязчивый припев в полухо услышанной мелодии. Бой литавров сильный, повторяющийся агонии, колокольный звон, лишающий мужества печали, пронзительный виск скрипок отчаяния, и громче всех, почти заглушая всё остальное, оглушительный гул духовых инструментов «Узрите пламя гнева», злобно произнёс Кирис, глядя на колдовское устройство, магию захваченных и запертых чувств, превращённых в оружие. Ты почувствовал это, недолговечный. Даже один её вид усиливает изначальную суть столь уязвимых. Демон указал на огромный топор Кабанхи. Удар, нанесённый по воинам ангела, был пронизан этой силой. Убийственная мощь их смертей была усилена тысячекратно. Достаточно, чтобы погрузить Примарха в бездонный сон, в котором он останется, пока этого будут желать губительные силы. Кабанха поморщился. Мерзкая псимагия. Меня тошнит от того, что я должен находиться в её ауре. В мыслях Крида всё встало на свои места. Без своего повелителя Кравовые ангелы ещё больше погрузятся в собственную ярость. А если Сангви не очнётся, когда они отбросят весь фальшивый лоск их достоинства? Это сломает дух маленького ангела, сказал Кирис, омерзительно усмехнувшись. Мерас смотрел, но не видел. Ему казалось, что он находился в месте, которое когда-то было коридором на борту Красной Слезы, широким, как бульвар города Улья. Огромный кусок внешнего корпуса исчез, вырванный в результате стремительного падения боевой боржи с орбиты и аварийной теперь коридор превратился в галерею, открытую непогодью. Жгучие песчинки и пепел, переносимые воющими ветрами Сигнуса Прайм, скопились под опорными стойками. Солнечные лучи главной звезды и ее сестер все вокруг погрузили в мрачные тона. Мерас был здесь и в то же время не здесь. Он чувствовал, что часть него все еще находилась на поле битвы, среди грязи и пламени, словно некий фрагмент сосуд из плоти и костей был перенесен. Каждый раз, когда он пытался заставить себя думать, пытался двигаться, ужас увиденного снова прокручивался в его мыслях и терзал апотекария. Мысль была похожа на кровоточащую, незаживающую рану. Ангел пал. Он помнил вес болт пистолета и цепного топора. Тяжелое, но не слишком, могучее и готовое убивать оружие. Рык на его губах, когда он в начале битвы рвался вперед, чтобы оказаться в сиянии примарка. Кассиил далеко впереди, стреляющий в безумные орды предателей сигнусийцев. Капитан Накир, боевой клич на его губах, слышимый сквозь рычание дьявольских псов и пронзительные вопли крылатых фурий. Там, перед ним, сангвини и жаждущие крови обменивались колкостями, а потом титаническими ударами, от которых раскалывалась земля. Было так легко отвлечься, наблюдать за этой славной дуэлью, забыв обо всем на свете. Мерас вспомнил расколотый череп демона с крыльями летучей мыши, зловония и хора, брыжущего из смертельной раны. Сражение увело его туда, где существовал только нападающий и защищающийся. Когда он снова посмотрел, стряхивая нечистую кровь с вращающихся зубьев цепного топора, то увидел ангела, который наносил убийственный удар жаждущему крови. Ангел пал, Мерас закрыл глаза. Он хотел ошибиться, он хотел не видеть то, что узрел. Шипастый медный кнут, поразивший его властелина вмиг величайшего предательства, падающий на землю сангвини, с искаженным от боли лицом. Мерас вспомнил, как отбросил всякое чувство самосохранения и без колебаний бросился в безрассудную атаку, чтобы прийти на помощь повелителю. Но затем красное пламя и слепящий удар топора лорда-демона. Катастрофа, захватившая сотни кровавых ангелов, бегущих вперед с тем же самым намерением, что и Мерас. Он смотрел на брата Гравата, когда чудовищный боевой топор нанес удар. Невероятная энергия, высвобожденная из небытия, разорвалась в рядах воинов. Ангел пал, а мои братья погибли. Вслед за ударом обрушился ад ненависти, и вокруг сотни легионеров погибли. Плоти, кости, адамантии и керамив были уничтожены невероятной силой. Тела превратились в пепел, броня раскрошилась в обуглившиеся обломки. Хорошо знакомые Мерасу легионеры были стерты с лица галактики за один удар сердца. Но самое ужасное заключалось в том, что он разделил их смерть. Мерас почувствовал, как все они одновременно погибли. Почувствовал своей кровью и плотью. Шок потряс его, и каждого сына Сангвиния. Если бы Апотекарий верил в подобное, он бы сказал, что произошедшее прожгло дыру в его душе. Он упал на колени, затем с трудом поднялся и побежал. Все, что он видел, примар, лежавший в неглубоком кратере. Крылья ангела окутали его, подобно белому савану. Кожа была смертельно бледной. Сердца Мераса сжались в груди. Сангвиний жив, но потерян для них. Апотекарий прикоснулся к лицу повелителя и почувствовал едва уловимое тепло. В этот миг, пронзивший его осколок страха, а это был именно он, превратился в неистовую ярость. Глубоко в душе Мерас понял, что-то сломалось, разорвалась цепь, закрытая дверь слетела с петель. Глубокое потрясение коснулось чего-то изначального и смертоносного в нем. И он точно знал, что каждый воин, деливший с ним кровное родство, испытал то же самое. Назад сильные руки оттолкнули Апотекария, и он упал в грязь. Его окружили золотые доспехи сангвинарной гвардии, собравшиеся вокруг своего повелителя. Дикий взгляд Аскайлона выдавал его потрясение. «Защищай примарха!» Мерас пришел в себя и встал, заметив бегущего Ролдорона. Доспех первого капитана был перепачкан нечистой кровью, на побледневшем лице читался шок. «Мы должны отступить к флагману!» выкрикнул Ролдорон. «Перегруппироваться!» Апотекарий, пошатываясь, вернулся к павшему примарху, отбросив все мысли о том, что случилось, сосредоточившись на происходящем. «Я помогу ему!» начал он. «Это было его призвание, этому его обучили». Ангел пал, и я тоже. Рядом раздался гул телепортационного луча, но Мерас не обратил на него внимания. Он еще раз потянулся к примарху, и в этот момент их поглотила изумрудная молния. И только сейчас он посмотрел и увидел. В лазарете дюжина апотекария толпилась вокруг неподвижного тела Сангвиния. Они перепробовали все возможные способы, чтобы привести его в чувство, и терпели неудачу. Мерас некоторое время смотрел. Его тело все еще трясло из-за повреждений при рематериализации, вызванных широкосферным телепортационным эффектом. Он рассказывал то, что видел ошеломленным воинам, оставшимся защищать красную слезу. В некотором смысле все кровавые ангелы узнали, как только это случилось, не только те, что были на поле битвы, но и здесь, на упавшем флагмане. И без сомнения те, кто находились высоко на орбите, среди бесконечных сполохов лазерного огня, которые отмечали продолжавшееся космическое сражение. Мерас наклонился вперед и ухватился за сломанную рельсовую направляющую, словно палуба под ним накренилась, как у галеонов шторм. Когда воздух вокруг него омертвел, он понял, кто пришел. «Они убили его?» спросила женщина. Рыдания сдавили ее горло. Он покачал головой. «Тебя не должно быть здесь, Киллиан». «Как они могли убить его?» настойчиво спросил они оба, требуя ответа, как надоедливое дитя. «Ангел не мертв», выдавил слова сквозь сжатые зубы Мерас, но он пал. «В бессмертный сон, шок». Апотекарий запнулся, не в состоянии выразить мысли. «Я не знаю, как». Но это была не вся правда. Он подозревал. Сначала, когда Мерас услышал о самоубийствах и нервных срывах среди сервов и летописцев, он считал, что возможная причина этому инфекция. Ментальный вирус, не затрагивающий генетически усовершенствованного, но заражающий обычного человека. Теперь он задался вопросом, что если причина, по своей природе была не физической, энергии варп-пространства могли уничтожить человека, беззащитного перед ними, как свет солнца сжигал глаза или радиация поражала незащищенную кожу. Эти чудовища, демоны, смердели варпом. Если они испортили и заразили саму планету, что Мерас видел собственными глазами, тогда в их силах было пагубно повлиять на разума, не готовые противостоять им. Он вспомнил несчастного Холлердайса Гервина, которого напугал Вив и Материума. Летописец боялся уснуть из-за страха перед своими сновидениями и в конце концов дошел до попытки самоубийства в поиске душевного успокоения. Работа каталептического узла позволяла Мерасу обходиться без сна с момента прибытия флота скопления Сигнус. «Если я сейчас усну», задумался он, «что я увижу?» И возник куда более важный вопрос, что если легионы Астартес не защищены от таких сил? «Он угодил в ловушку», сказала Необа, «а без Сангвиния мы все умрем здесь». Слова женщины разожгли внезапный и сильный гнев в груди Мераса, и он порывисто развернулся к ней. Она испуганно вскрикнула, «Замолчи!» проорал он. Его гнев моментально обратился в ярость, «Отправляйся вниз и оставайся там, немедленно, сейчас же!» В этот момент все, что он хотел, отшвырнуть женщину, раздавить ее хрупкое тело о сломанную переборку. Необа убежала, и волна ярости Мераса отступила вместе с ней, рассеявшись так же быстро, как и возникла. Он поморщился и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. У него не получилось. Битва скатывалась в безумие. Брат-сержант Кассиил нырнул в укрытие за сбитым спидером. Антигравитационный летательный аппарат был сброшен с неба кошмарным гибридом гигантского шершни и целого арсенала саббит. Экипаж погиб при падении, но отделение Кассиила отомстило за их гибель огнем, плазмой и градом осколочных гранат. Несмотря на отвратительный вид этих так называемых демонов, они все же умирали, если в них всаживали достаточное количество болтерных снарядов. Ветеран должен был цепляться за этот единственный суровый факт. Все остальное вокруг исчезло, рассыпавшись как влажный песок. Со всех сторон раздавался грохот стрельбы и лязг когтей и клинков. Сплоченность частей исчезла, связь между отделениями превратилась в путаницу перекрывающихся каналов и нарушенных протоколов и только в случае работающего ВОКСа. За прошедший час Кассиил получил дюжину противоречивых приказов. Его родный командир капитан Фурио приказал наступать, а затем отступать, в обоих случаях пропуская необходимые кодовые фразы для подтверждения своих распоряжений. Это было либо уловкой, либо безволием. Любой из этих вариантов казался невероятным. Густой красно-черный дым окутал поле битвы, снизив видимость почти до нуля. И тем не менее облака, словно часть театральной постановки, изредка расходились, чтобы показать легионерам башни огромного храма, возвышающегося вдали. Показания инерционного магнитного компаса на дисплее шлема Кассиила постоянно менялись, и определить направление становилось все труднее. Он раздраженно сорвал его и сунул в руки технодесантнику Кайдо, потребовав починить. Кайдо заверил, что шлем работает идеально. Лейтио рискнул выглянуть из укрытия и выпустил три снарядов черного пса, который бежал к ним, лая и рыча. Тварь превратилась в месиво внутренностей, и Кассиил готов был поклясто, что видел мелькнувшую дымку, покинувшую остывающий труп. Сержант прислонился к остову спидера, тяжелый ранец прижался к горячему металлу. Кассиил проверил боеприпасы и нахмурился. На данный момент этого хватит, но он понятия не имел, когда сможет пополнить их. Кровавый ангел подумал взять оружие, брошенное одним из фанатиков, но оно предназначалось для человеческих рук и для легионера казалось игрушкой. Кроме того, рукоятка была покрыта какой-то душистой слизью, которая, похоже, сочилась из самого оружия. Он оглянулся на дюжину или около того кровавых ангелов, которые заняли позиции вокруг обломков. Все были угрюмые и замкнутые и не разговаривали друг с другом. Холодная и постоянная барабанная дробь страха проникала в мысли Кассиила, и он не мог остановить ее. Он видел огромную крылатую тварь, жаждущего крови, которая пролетела над ними, затмив солнце, и спустилась к собору из костей. Отбрасываемая ею тень была не просто отсутствием света, но помрачением здравого смысла. В тот момент, когда его накрыла тьма, ветеран почувствовал себя, как никогда одиноким, отделенным от своих боевых братьев. Для легионера это была почти смерть во всем своем ужасе. Из-за этого не проходило ощущение шока. Кассиил не говорил об этом Скайды и Лейкио. Сначала потому, что они убивали, а после потому, что не нашлось слов, чтобы выразить свои ощущения. Сержанту не нужно было спрашивать, чувствуют ли они то же самое. Одного взгляда в их глаза было достаточно, чтобы увидеть отражение своей опустошенности. В центре битвы ненадолго вспыхнула колоссальная огненная буря, и Кассиил услышал предсмертные крики в гудящей ушах крови. Он не знал, что это значит. Звук шагов заставил всех схватиться за оружие, из тумана пошатываясь вышел израненный юноша в доспехе скаута и направился к ним. Его болтер, который использовался в качестве дубины, был покрыт кровью и внутренностями, а на лице и шее легионера зияли глубокие порезы когтями, которые, судя по всему, не затягивались. Скаут носил на нагруднике знак 72-й роты, едва видимый под вмятинами от попаданий. «Эй, брат!» обратился Лейтио, «Где твое отделение?» Скаут проигнорировал вопрос. «Он мертв», сказал юноша. «Оно убило его. Я видел это». «Кто?» резко спросил Кайбер, но горло Кассиила сжало. Он интуитивно понял, о ком говорил скаут. «Нет!» выпалил сержант. На него снова опустилась тень. «Нет! Ангел жив! Его нельзя убить!» Кассиил схватил скаута за горжик и сбил с ног. «Ты ошибся!» заревел он. «Повтори!» «Нет!» последовал ответ. Скаут не сопротивлялся. Это разъярило Кассиила еще больше. В этот миг он перестал себя контролировать и был готов кулаком расколоть череп молодого воина. «Нет!» повторил юноша. «Остановись!» выкрикнул приказ грубый голос, и из тумана, размахивая пылающим крозиусом, появилась фигура в черном доспехе. Легионеры отступили при его приближении, и из-под шлема хранителя Анелуса их смерял мрачный взгляд. Кассиил отпустил скаута, но его кулаки сжались от нарастающей ненависти. «Держитесь, братья!» настойчиво произнес Анелус, оглядываясь. «Наш повелитель жив, я точно знаю это». «Откуда?» спросил Кайбер. «Вокс забит вражескими сигналами и уловками. Нет сообщений». «Я знаю, здесь!» хранитель ударил кулаком по груди. «Вы все почувствовали?» Он замолчал, стараясь подобрать слова. «Тьму, не так ли?» «И даже сейчас воспоминания о ней когтями цепляются за ваши разума». Кассиил кивнул. Он не мог отрицать этого. На всех подействовал недуг. Бесшумный и невидимый, разжигающий гнев с каждым мгновением. «Мы должны убраться отсюда», пробормотал скаут. «Нет», ответил Анеллус, сняв шлем, чтобы взглянуть им в глаза. «Нет такого места, где оно бы не коснулось нас. Если мы дрогнем или утратим концентрацию, враг это сразу использует против нас». Его глаза вспыхнули. «Насколько жалкая их ошибка, мои братья?» «Они захватили миры слабых людей при помощи трусливых ухищрений. Они не понимают, что теперь имеют дело с десятым легионам». Хранитель поднял Крозиус. «Они стремились разжечь нас ярость. Им это удалось. Но именно эти монстры заплатят за то, что осмелились освободить нашу ненависть». Рев одобрения сорвался с губ Кассиила, и его повторили все легионеры вокруг. Сомнения утихли, по крайней мере на некоторое время. Сквозь разбитые бронестекла иллюминаторов командные палубы раздавались стинания ветра, который доносил треск стрельбы и другие, менее распознаваемые звуки далекой битвы. Капитан Ролдерон приложил беспроводной вокс обгур к уху, слушая сканирование тактических каналов связи и пытаясь уловить что-нибудь важное. Каждый сигнал был одинаков — шум шипящей статики, который на первый взгляд казался случайным. Но после минутной концентрации выстраивалась последовательность, похожая на насмешливый смех или атональные гимны. Терпение Ролдерона лопнуло, и он резко повернулся, швырнув устройство в дальнюю переборку с такой силой, что оно взорвалось обломками. Немые сервиторы, выполняющие временный ремонт командных пультов управления, не обратили внимания на вспышку неожиданной ярости капитана. Но в глазах Аскаэлона, который именно в этот момент вошел в помещение, безошибочно читалось осуждение. Первый капитан пристально взглянул на командира гвардии, требуя объяснений. Но Аскаэлон казался всего лишь уставшим. Усталость выглядела неуместной на ястребином лице воина, и это сказал Ролдерону все, что нужно было знать о текущем состоянии примарка. Легион в замешательстве, сказал он через минуту. Битва на орбите показывает наше преимущество, не то, что сражение в пустошах. Сигналы неустойчивы и искажены. Со многими ротами потеряна связь, или же они игнорируют непосредственные приказы об отступлении. Не могу винить их, тихо сказала Аскаэлон. Глаза Ролдерона прищурились. Мы не такие. Поступают доклады о легионерах, которые убивают все на своем пути. Сражаются безрассудно и бесцельно. Это неправильно. Кровавые ангелы не псы русы или жестокие дикари Ангрона. Нет, сказал сангвинарный гвардеец. Его уверенность вернулась. Мы хуже их, потому что мы скрываем это под благородным обликом. Мы держим свою ярость на привязи. Не удивительно, что она горит ярче, наконец получив свободу. Капитан раздраженно прошелся по командной палубе, тряся головой. Ты оправдываешь это? Он ткнул пальцем в разбитые иллюминаторы и простирающуюся за ними пустошь. Враг ранил нас, и поэтому мы в один миг утратили контроль. Я говорю нет. Он приблизился к Аскаэлону. Его слова перешли в крик, кулаки сжались. Это путь ангела, брат? Этого он хотел бы от своих сыновей. Посмотри на себя, последовал ответ. Мы все чувствуем ярость, каждый сын без исключения. Растущий гнев Ролдорона лишил его речи, и он отвернулся шипящим рычанием. Капитан ударил кулаком в ладонь, керамид заскрипела керамид. Аскаэлон устремил на капитана холодный стальной взгляд. Мы должны немедленно решить, как будем действовать, ты и я, так как лорд Сангвини без сознания, а совет ангелов разбросан. Придется нам принять объединенное командование легионом. Первый капитан остановился как копаны, услышав заявление командира гвардии. Конечно же, он был прав. И все же решение сказать об этом вслух попахивало предательством. Очень хорошо, выдавил ответ Ролдорон. Примарх, легион, примарх, произнес Аскаэлон, повторив слова на высоком готике, выгравированный лазером на нашейнике его золотого доспеха. Прежде всего должна быть сохранена его жизнь. Мы должны оградить его от пагубного воздействия этого отвратительного места, прорваться из скопления Сигнус. Ты хочешь сбежать? Лордорон не мог скрыть презрительную насмешку. Этот корабль не может подняться. Технодесантники в машинных отделениях только что заглушили ядро реактора. Ты хочешь, чтобы мы оставили флагман врагу? Эвакуировать примарха на другой корабль, продолжила Аскаэлон. Дестабилизировать ядро. Гибель Красной Слезы не предотвращена, только отложена. А как быть с оставшимися легионерами? прорычал Ролдорон. У нас нет достаточного числа вспомогательных кораблей, чтобы забрать их всех, даже если мы сможем вернуть их сюда. Он толкнул командира гвардии в грудь. Ты бесчувственный ублюдок. Ты бы пожертвовал собственными людьми. Аскаэлон встретил его гнев с холодным пренебрежением. Я на все пойду ради жизни Сангвиния. И считаю, что ты или я, или любой другой брат, который носит багровое, готов стать расходным материалом, если того потребует жизнь ангела. Ручаюсь, ты не найдешь ни одного воина в легионе, который с готовностью не перережет собственное горло, чтобы спасти его. Я не позволю. Рука первого капитана неосознанно опустилась на медный эфес силового меча, висящего на бедре. Этот выбор никогда не принадлежал ни одному из нас. Ралдарон затряс головой, гнев снова вспыхнул. Ангел отдал приказ, это наш долг, выполнить его или погибнуть. Сигнус должен быть очищен, его воля будет выполнена. Меч зазвенел, выскользнув наполовину, и Аскаэлон рефлекторно потянулся, чтобы выхватить алую глефу из наспивных ножен. Двое воинов застыли, их первобытная ярость стремилась освободиться. Клинки зазвенели в позыве к смертоносной свободе. Ралдарон ощутил вспышку черного, глубинного ужаса и разжал руку, позволив мечу опуститься на место. Аскаэлон осторожно сделал то же самое, и они пристально посмотрели друг на друга, медленно приходя в себя. Наконец командир гвардии заговорил, какое бы колдовство не применили здесь, какую бы сверхъестественную силу не задействовали. Гнев затронул всех нас, тех, кто был ближе всего к нему, и тех, кого рядом не было. Пламя разожгли Ралдарон, оно может поглотить нас. Как спросил Ралдарон, откуда они знали? Им не нужно было говорить об изъяне. Оба присутствовали в тот далекий день, когда Сангвини на секретном совете рассказал о терзавшей его боли. Темной силе красной жажды, скрытой в каждом из них, а теперь извлеченной наружу. Чем? Магией и колдовством? Если мы не сможем покинуть это место, то погибнем, а Скайлон нахмурился. Посмотри на нас, брат, ярость пожирает нас изнутри. Рано или поздно мы станем не лучше тех берсеркеров, которых отправили в битву. Мы превратимся в роту смерти. Ралдарон закрыл глаза и увидел доспех, окрашенный в чернильно-черный цвет. Когда он снова облаченная в тяжелую сутану, прежде чем один из них заговорил, она протянула руку и откинула капюшон с головы. Первый капитан, командир гвардии, я буду говорить. Ты Кана, бывший псайкер. А Скайлон одарил его тяжелым взглядом. Как долго ты слушал нас? Достаточно долго. Чего ты хочешь? резко спросил Ралдарон с явным недоверием в глазах. Нам некогда отвлекаться. Прибыли несколько моих братьев, сказал Кана. От него не скрылось, как два воина обменялись взглядами. Оба тут же поняли, что под этим словом Кана подразумевает больше, чем просто кровавых ангелов. Одни из битвы, другие с орбиты, а Скайлон посмотрел на него. Ты вызвал их? Кана покачал головой. Мы собрались, так как знали, что нужны. Слишком поздно, горько произнес Ралдарон. Нет, прав. Тень пала на каждого легионера, чье сердце принадлежит кровавому ангелу. И у этой тьмы есть источник, я видел его. Колдовским зрением капитан потребовал от него ответа. Это имеет значение, лорд. Прежде чем Ралдарон смог ответить, он продолжил. Кана отбросил все сомнения, сосредоточившись на том, что известно ему было истиной, во что он верил, что было правильным. Все остальное не имело сейчас значения. Кана понимал это с холодной ясностью. Если судьба существовала, значит его участь зависела от слов, которые он сейчас произнесет. Храм Костей хранит сердце, могущество демона в этом мире. Если его найдем, то сможем уничтожить. Легион освободится от собственной ярости. Первый капитан посмотрел на разбитый овальный иллюминатор. Между нами и тем объектом лежит поле неистовой битвы. На нем схватились армии чудовищ из воплощенных кошмаров и наши братья. Да, это будет подобно прохождению через ад, сказал Кана. А Скайлон холодно посмотрел на него. А что с ангелом? Что ты видел о нем? Я могу пробудить его. Кана впервые произнес эти слова вслух. И он знал в своих сердцах, что это не тщетная надежда, не пустое хвастовство. Если сангвиния сразила сила варпа, значит его можно привести в чувство ей уже. Кана кивнул, полностью осознавая, какую дверь он собирается открыть. Не для себя, а для всего легиона. Эти демоны порождение имматериума. И только такими же силами можно разрушить их силу. Мы разрушим не только это, проскрежетала Скайлон, а Никейский указ, приказ императора человечества. Мы пойдем против него и власти Терры. Это сделает нас предателями. Ралдерон обратил серьезный взгляд на своего боевого брата. Значит, быть посему. 16. Колдуны. Красные призраки. Нити. Это будет опасно, предупредил Эканус. Некоторые из нас умрут. Он провел рукой по бритому черепу. Его кожа выглядела бледной в тусклом освещении лазарета. И тем не менее мы собрались. Брат Дион стоял за ним, держась в тени. Лицо Диона всегда было скрыто в темноте капюшона, остальным было видна только небольшая полоска красного лица. Кана кивнул. Все мы знаем о цене, которую придется заплатить. Он оглядел семерых воинов, стоявших разрозненной группой. Одни были в боевых доспехах, другие в служебных одеждах. И все же была у них одна общая черта, взгляд, который выдавал сокровенную истину. Мы все видели красного ангела, ангела боли, подумал Кана. И мы все боимся того, что он может значить. Не хватало только кое-кого, и его отсутствие тревожило легионера. Рунического жреца Штиля нигде не нашли. Кана знал, что капитан Красный Нож и его космические волки присоединились к штурму Собора Знаков. Но это было до того, как произошло вызвавшее шок поражение Примарки. Он надеялся, что кузен из Шестого Легиона присоединится к ним в этом начинании. Но Кана понятия не имел, жив ли еще суровый фенрисиец. Мы тратим время, произнес грубый настойчивый голос. На Венус, самый старший не спадали на закованные в броню плечи. Доспех старого воина был покрыт пылью и забрызган кровью, которая еще не высохла. Он пришел из пустыни с пустым болтером, оставив братьев из 57-й роты, чтобы ответить на безмолвный призыв. Перед ним был Сангвини. Могучее тело Примарха, по-прежнему облаченное в броню, лежало на крестообразном операционном столе, под комплексом ауспиков и иллюминаторами. Раскрытые под ним крылья создавали образ огромного сугроба, поддерживающего ангела. Но безупречный белый цвет был нарушен черными ожогами и яркой красной пролитой кровью. Его неподвижность была не безмятежной торжественностью мертвеца, но глубоким сном, терзаемого невыносимыми страданиями. На величественном лике Сангвини читались признаки сильной боли. У него было лицо спящего человека, угодившего все эти кошмары. Брат Сальватор, худой и бдительный легионер из 269-й роты, пристально посмотрел на своего повелителя. От челюсти к виску тянулись три багровых длинных шрама. Я вижу это собственными глазами и все же не могу поверить. Несколько других воинов согласно кивнули. Как это произошло Кана? Ангел не мог любого врага. Ответил Эканус. Сегодня ранили не тело Сангвиния. Его ранили нашими смертями. Он повернулся к Сальватору. Брат наш примарь душа кровавых ангелов. Так было всегда. Мы идем вслед за его славой, но эта дорога в обе стороны. Он чувствует нашу боль, как может только отец чувствовать. Он отвернулся и вот он результат. Это существо Кабангха начал Кана. Нанесенный им удар был не от мира сего. В нем была мощь, порча варпа. На Венус кивнул. Да, я видел в небе цвет этого гибельного пламени. Пятьсот боевых братьев пали от одного взмаха топора. Кана дал им осмыслить сказанное. Капитан Накир и вся отважная двадцать четвертая погибли, а с ними и другие. Сыновья из дюжин рот. Все убиты, потому что осмелились прийти на помощь повелителю. Целая рота уничтожена, это не случайно, добавил Эканус. Он кивнул на ангела. Явно рассчитанный ход, вывести его из битвы и перевести нас в смятение. Легионер покачал головой. Будущий ураган гнева не набрал бы силы столь быстро, будь сангвини с нами. другим они заняли места, кольца вокруг приматки. Каждый легионер уделил немного времени подготовке. Поначалу будет трудно без психических капюшонов, позволяющих регулировать и направлять их сверхъестественные способности. Собранию бывших библиариев понадобится собрать всю силу воли, чтобы действовать согласованно. Мы откроем путь вместе, но только один может совершить это путешествие, сказал Навенус. Я пойду, руку и положил ее на нагрудник ангела. Я верну его. Значит, мы беремся за это? Потрясенно спросил Сальватор. Мы нарушим клятву, и ни один из нас не сомневается в этом. Кано бросил на него взгляд. А что говорить, брат? Каждый из нас прекрасно осознает важность того, что мы собираемся сделать. Сомнениям нет места. Он сделал паузу. Фрaternites, Легио, Паттерн, Император. Вот порядок нашей верности, и так будет всегда. Если я переживу этот день, то с радостью предстану перед судом Императора за то, что сделаю сейчас. В комнату вошла девятая фигура, встав на пороге, чтобы воспрепятствовать любой попытке покинуть помещение. Мы встретим испытание вместе. Золотой доспех Аскаэлона блестел, как и лезвие обнаженной Алой Глефы. Астрия клинка лязгнула о палубу. Вы сделаете это, сказал командир гвардии, а я буду следить за вами. Знаете, любой признак предосудительных действий, колдовства, приведет к тому, что ваши головы слетят с плеч. Кана закрыл глаза. Мы начинаем, произнес он. Мерас оглянулся через плечо на капитана Ралдерона, когда они шли по искореженному коридору. Она не согласится, сказал он ему, она не солдат, она выращивает растения. Мы все сейчас на войне, последовал ответ. Ты спас ей жизнь на Агромире, она доверяет тебе, убеди ее. Боюсь, шансов нет, признался апотекарий. Когда мы разговаривали в последний раз, я напугал ее. Звуки тяжелых шагов отражались от поврежденных стен красной слезы, а расколотые палубные листы опасно смещались. Нижние ярусы огромной боевой боржи представляли собой спрессованные руины. Несколько важных отсеков были все еще целы, и в них поступала энергия. Значит, напугай ее, чтобы она согласилась, ответил Ралдерон. Поверь, если бы мне нужно было накачать ее до покорного состояния или нести в орудийном чехле, я бы так и сделал. Этим ничего не добиться, почти про себя сказал Мерас. Они пришли в убежище, и оба кровавых ангела склонились, чтобы пройти под рухнувшим сводом грузового люка. Стоявший на страже боевой брат кивнул им, но ничего не сказал. Внутри находился длинный и широкий резервуар для воды, который использовался во время боевых действий в космосе. Но сейчас он превратился в атриум с искривленными стенами и висящими отражательными перегородками. Единственными признаками прежнего содержимого были пятна ржавчины на стенах. В отсеке находились люди, многие были ранены, почти все относились к сервам экипажа или законтрактованным рабочим в желтовато-сером корабельном обмундировании и багровой униформе аукселяриев легиона. Группа, стоявшая в стороне, словно увядшие тропические цветы посреди высохшей травы, было всем, что осталось от контингента летописцев флота. Мерас взглянул на них. В суматохе он забыл о художниках и песцах и почувствовал укол сочувствия, когда их оцепеневшие лица повернулись к нему. Ему стало их жалко. Несчастные не понимали, куда их забросило. Летописцы отпрянули, когда он приблизился. Мерас бросил взгляд на мужчин и женщин, которые лежали под грубыми одеялами и лежались друг к другу. Среди них он увидел Халердайса Гервина с бледным лицом, который едва дышал и смотрел на переборку над головой. Мерас подошел, чтобы поговорить с ним, затем передумал. Он едва ли мог помочь секвенталисту. Что это? Апотекарий повернулся и увидел, как Ралдорон обращается к группе людей, сидевших вокруг нагревателя. У одного из них, человека по имени Дормунд, была маленькая книжка, грубо напечатанная красными чернилами на полупрозрачной бумаге. Когда они вошли, Дормунд читал слух, а теперь прижимал книгу груди, словно она могла защитить его. Это собрание рассказов, пропищал юноша, о мужестве и вере, предназначены воодушевлять в трудные времена. Ралдорон сжал губы. Этого недостаточно, сказал он и пошел дальше. Люди не могли скрыть своего страха, как бы некоторые из них не пытались. Мерас буквально чувствовал страх в воздухе. Улучшенные чувства уловили химические триггеры в запахах их тел. Он пытался представить ситуацию с точки зрения людей, но не смог сформулировать свои мысли в такой ограниченной форме. Мерас удавало преимущество участия в сражениях. У него просто не было времени на размышления о последствиях происходящих событий. Глубоко внутри он сознавал, что обстоятельства компании в скоплении Сигнус будут иметь далеко идущие последствия не только для флота и его легионов, но и для Империума в целом. Если он станет колебаться, позволив этим сомнениям выйти на передний план, тогда возможно тоже частично почувствует тот страх, который испытывали эти люди. Но он не мог слишком долго думать о мятеже, о братьях, повернувших против братьев. Он должен сражаться в этой битве, а затем в следующей и следующей. Они нашли Необу с несколькими другими выжившими с обнаженного клинка. Она вздрогнула, когда увидела кровавых ангелов и отпрянула. Мерас поднял руку. Телиан, прости меня, тогда в коридоре я забылся. Она осторожно кивнула. Все в порядке, я понимаю. Похоже, она говорила правду. Вы не могли знать, это все было ново для вас. Вы не видели, что случилось, когда пришли демоны, уныло произнес Зомас. Мы тоже думали, что можем сражаться. Поначалу, Мерас увидел постоянную ухмылку на лице мужчины по имени Хенгис, когда осторожно подошел к ним. Неудивительно, зло произнес преступник. Даже великие легионы Састартес не могут победить этих адских тварей. Время покажет, сказал Ралдерон, заставив его умолкнуть. Мерас сморщил лоб. Ему не доводилось общаться с гражданскими, обычными людьми. Он не понимал их социальные нормы и образ действий, а это было важно. Апотекарий вздохнул. Необа, твой дар. Выражение ее лица стало настороженным. Не понимаю, о чем вы говорите. Понимаешь, поправил он. Не имеет значения, как ты смогла так долго скрываться от десятка черных кораблей. Это не важно. Зомас услышал слова черный корабль и отпрянул от Необы. Ты? Ты псайкер? Я знал это, выкрикнул Хенгис. Я знал, с ней что-то не так. Разве я не говорил? Не говорил? Ролдерон ткнул в него пальцем и после этого никто больше не осмеливался открывать рот. Я не колдунья, прошептала Необа. Я не знаю, что означает слово паре. Это означает, что мы нуждаемся в тебе, сказал ей Мерас. У тебя редкие способности. Благодаря им ты выжила и могла сбежать. Вот почему Суккуб не увидела нас. Нет, она затрясла головой. Мы проигрываем эту войну, сказал громко Мерас и услышал, как по комнате пронеслась волна паники. Если только мы не убьем существо, развязавшее ее. Ты поможешь нам сделать это. Он помедлил. Я не предлагаю тебе выбор, Телиан. Ни у кого из нас нет выбора. Казалось, прошла вечность, прежде чем она судорожно кивнула. Я пойду, если вы защитите меня. Я попытаюсь. Он предложил ей руку, и она протянула свою. Ее тонкие пальцы едва смогли обхватить его ладонь. Мерас обменялся взглядами с Ролдороном, когда они вышли из безмолвной комнаты вместе с женщиной. Другие выжившие смотрели на Необу со страхом и отвращением. Апотекарий задумался, понимают ли люди, что без нее они лишаются единственной защитой от хищных демонов. Теперь каждый смертный в убежище станет добычей для безумия. Сюда, сказал он, ведя Необу. Ролдорон на миг задержался, тихо переговорив с легионером часовым. Хелику красному ножу был знаком дикий зверь, который таился в людских душах. Он слишком часто видел его в себе, зная, что эта сущность реальна и обладает огромной мощью. Многие считали волков Русса ничем иным, как этой силой, дикой и необузданной. Но так думали те, кто не знал сынов Фенриса. Чтобы распознать звериную сущность и сражаться с ней, сковать ее и обратить против врага, нужно обладать таким самоконтролем, которого простой варвар никогда бы не смог добиться. До этого дня он не встречал свидетельств этой дикой силы ни в одном легионе. Кроме своего, но она была здесь, повсюду, в глазах каждого кровавого ангела, с которым он сталкивался. Рядом с ним брат Вальгин держал болтер наготове, касаясь амулетов, висящих на передней рукоятке. По воксу по-прежнему ничего, доложил он. Красный нож кивнул, взглянув на идущего впереди рунического жреца. Штиль низко наклонился, проведя пальцами по сухой пыли у ног. У дымки над полем боя был ее специфический запах, который забивал ноздри легионеров. А мгла к тому же приглушала звуки, придавая им дрожащую тональность. Становилось все труднее понять, что происходит в этом адском месте. Повсюду был слышен шум войны, грохот стрельбы и звук разрываемых на части тел. Но капитан не мог сказать, что он слышит, победу или поражение кровавых ангелов. Как только начала падать их дисциплина, те сыны ангелов, которых встречали волки, перестали обращать на них внимание. Казалось, воинов девятого легиона интересовали только кровопролитие и жестокость. Штиль озвучил происходящее. Падение их примарха освободило красного призрака внутри них. Я чувствую только гнев в воздухе. Красный нож мрачно кивнул. Он понимал, если русо сразит клинок врага, разве космические волки среагируют иначе? Но его беспокоило происходящее. Все, что Хелик знал о легионе кровавых ангелов, имело мало общего с этими воинами. Они сражались с яростью, которая привела бы в замешательство даже кровавого когтя. Там указал Вальдин, и Красный нож увидел большую группу воинов в багровых доспехах, собравшихся в широком проходе. Он направился к ним, и в этот момент рунический жрец побежал. «Нет!» выкрикнул предупреждение Штиль. «Назад! Они не...» Его слова опоздали. Некоторые кровавые ангелы заметили их и повернулись, собираясь перед космическими волками. Красный нож насчитал по меньшей мере втрое больше воинов, чем было в его отделении, и почувствовал повисшую в воздухе угрозу. Но специальное зазубренное оружие, больше схожее со свежевальными клинками мясника. Волчий капитан остановился, положив руку на меч и стал ждать. Ему не нужно было смотреть на скальдо, чтобы знать, что произойдет дальше. Когда несколько припавших к земле кровавых ангелов поднялись, Красный нож увидел, что они склонялись над телами мертвых, последними из безумных фанатиков, которых отправили тварей, чтобы задержать штурмовые силы. Воины сняли шлемы, их лица были измазаны кровью, которая обильно стекала по подбородкам и доспехам. Космический волк оскалился от шока, и кровавые ангелы сделали то же самое, их клыки блестели влажным багрянцем. Волки почувствовали запах разорванной плоти, и Красный нож обрел голос. Что это? спросил он. Легионер он держал в руке свежевальный нож, и струйка крови с его острия прочертила линию в пыли позади него. Амит. Волчий капитан знал имя воина. Он пытался разглядеть в глазах кровавого ангела какой-то намек на то, что Амит узнал его, но тщетно. Вы пьете кровь врагов? спросил Красный нож. Это не ваш путь. Ты не знаешь нас, ответил Амит низким звериным рыком. Кто вы такие? Мы родичи, напряженно ответил Вальдин. Амит сердито взглянул на них, дыша как зверь. Ложь, его взгляд потемнел. Нас предали. Вы всегда были против нас. Вы все предали нас. Нет, Красный нож поднял руку, чувствуя, как ускользает шант. Послушай меня, кузен, преодолей свою ярость. Но даже когда он произносил эти слова, волк понимал, что слишком поздно. Во взгляде Амита Красный нож увидел такую ярость, которую прежде встречал только раз, когда ему не посчастливилось пересечься с воинами Вульфина. Не было ничего, к чему он мог воззывать, ни здравомыслие, ни благоразумие, только чистый изначальный гнев. Смерть предателям, заревел Амит, бросившись вперед с клинком, рассекающим воздух. Красный нож почувствовал, как в лицо брызнула струя горячей крови, когда капитан Кровавых Ангелов рассек горло Вальдина первым ударом. Его воины в кровожадном безумии устремились вперед по истерзанной земле. Космический волк извлек меч и проклял судьбу, которая привела к этому мигу. Проклял тварей, которые положили начало этому безумию. Проклял воителя Хоруса, который осмелился натравить брата на брата. Но сильнее всего он проклял то, что решение направить их сюда оказалось верным. Он потерял из виду штиля в лязге схлестнувшихся мечей и стрельбе, когда рота кровавых ангелов Амита набросилась на космических волков, с яростью, которая была как необъяснимой, так и неодолимой. Значит, мы умрем здесь, с горечью подумал он, потрясенный, родившийся из безумия свирепостью легионеров, которых он называл родичами. И великая мечта всеотца умрет вместе с нами. Грозовая птица летала высоко над полем битвы, описывая баллистическую траекторию в направлении вражеской крепости. У кормовой посадочной рампы стоял Ролдерон, держась за стойку. Другую руку он прижал к бронестеклу квадратного окна в люке. Первый капитан мрачно смотрел на аномальные облака над зоной боевых действий, которые кружились и смешивались друг с другом. Иногда они расступались, и тогда внизу мелькала покрытая воронками и пропитанная кровью земля. Проблески света, которые могли быть только дульными вспышками, слегка освещали туман белыми импульсами, но в них не было слаженности. Тактические навыки первого капитана позволили ему читать любой бой, как карту, быстро различая линии атакующих и защитников, схемы атак и контратак, но сейчас он этого не видел. Внизу была только красная колеблющаяся линия, разорванная в одних местах и уплотненная в других. Армия девятого легиона неумолимо двигалась по равнинам проклятых, постепенно приближаясь к основанию огромного оскорбления, которым являлся храм из костей. Значит, вот во что они превратились. Кровавые ангелы, некогда гордые и бдительные, стали необузданными, как лесной пожар. Лучшие и самые прославленные из легиона Састартес превратились из армии в толпу, жаждущие крови тех, кто ранил их отца. И хуже того, Ралдарон понимал их. Часть него хотела быть внизу вместе с ними, раствориться валом пекля безумия. Он пришел к выводу, что в этой жажде битвы и только битвы была чистота, некая прозрачная истина. Эта жажда всегда была частью нас, подумал он. Ангел знал об этом, теперь она открылась и угрожает поглотить всех до единого его сыновей. Первый капитан отвернулся, его взгляд наткнулся на необувь. Она сидела, пристегнутая ремнями, к противоперегрузочному креслу, предназначенному для космодесантника и слишком большому для ее хрупкого тела. Она утонула внутри бронежилета имперской армии, который тоже был велик для нее. Кто-то дал ей лазерный пистолет, и она держалась за спрятанное в кобру оружие, за пояс, ремни и все остальное, словно не знала, что с этим делать. Ралдарон сжал губы. Он уже решил, что лучше думать о ней, как о части оборудования, но не как о живом существе, о хрупком устройстве, которое нужно защитить, инструменте. Капитан не рассчитывал, что она выживет, после того, как они приземлятся, только надеялся, что она протянет достаточно долго, чтобы они могли войти в собор знака. После этого, как он полагал, жизнь каждого члена ударной группы будет измеряться в лучшем случае в минутах. Ралдарон подумал о неоценимом таланте, которым обладала Ниоба. Его нельзя было увидеть, услышать или потрогать, но он не мог отрицать, что чувствовал его. Одно только близкое присутствие женщины вызывало странное чувство неподвижности воздуха, о котором говорил Мерас. Но самое примечательное было то, как она успокаивала его, всех их. Капитан бросил взгляд на Мераса, посмотрел на сержанта Орексиса, Кадора, Расина и других. Все легионеры были заняты своими делами, готовясь к предстоящему сражению. Они не выглядели растерянными, не раздражались по всяким пустякам, не подозревали в каждом слове и поступке малейший подвох. Он и его легионеры не сжимали нервно рукояти оружия и не смотрели на войну внизу так, словно рвались туда. Ралдорон нахмурился. Ему было стыдно признать, что и на него подействовал шок, который поверг ангела. Капитан боялся подумать, куда мог завести их путь ярости, если они не найдут источник силы, обрушившийся на их волю силы. За окном в направлении кормы грозовой птицы пронеслась черная тень, и Ралдорон резко поднял голову. Задумчивость тут же прошла. Снаружи стая фурии, разнородных тварей, гуманоидов с лилово-красной кожей, когтистыми руками и шипастыми черными крыльями развернулась вслед за кораблем. Твари вели себя странно, долгое время выли и кидались друг на друга, словно испытывали боль, разозлившись сверх меры от одного присутствия корабля кровавых ангелов. Затем они напали. Десятки горгулей набросились на стремительную грозовую птицу. В иллюминаторах было полно их омерзительных морд. Когти вгрызались в фюзеляж и тянули за закрылки. Корабль бросала из стороны в сторону. Ралдерон увидел, как нескольких тварей, забравшихся в воздухозаборники десантного корабля, перемолола в кровавые ошметки, которые засосали турбины. Первый капитан схватил болтер и ударил по спусковому механизму, открыв посадочную рампу, несмотря на то, что они были в тысячах метрах над землей. Грязный воздух ворвался в отсек, и Ралдерон открыл огонь, сбивая существ, которые пролетали в пределах видимости за хвостом грозовой птицы. Стая фурий попыталась проникнуть через открытый люк, но он очередью из болтера превратил их в кровавую пыль. Корпус затрясло, а затянутый облаками горизонт резко наклонился, когда в воздух выбросило серый дым и детали двигателя. Ралдерон выругался, крылья грозовой птицы опустились, и корабль заштопорил к земле. Они упали в густую грязь довольно далеко от намеченной точки высадки, и грозовая птица развалилась при ударе. Вспыхнул огонь, наполнив отсек личного состава черным дымом. Мерас освободился от фиксаторов и бросился туда, где Телиан Ниоба свернулась калачиком. Он освободил ее от удерживающих ремней. Ты ранена? Она сумела слабо покачать головой. Тогда нужно идти. Он положил руку на ее спину и подтолкнул женщину к открытому люку. Снаружи на них обрушился шум и вонь битвы. Ниоба, красная от переживаний, осторожно пробиралась по неглубокой черной воронке, образовавшейся в результате падения грозовой птицы. Мерас поднял голову, когда Ралдарон запрыгнул на сбитый корабль. Вооружившись болт пистолетом и силовым мечом, первый капитан огляделся, пытаясь сориентироваться на местности. Минуту назад их путь к вражеской твердыне казался отчетливым, но видимость на поле боя постоянно менялась. У Апотекария было ощущение, словно они летели несколько часов, но так и не приблизились к собору знака. Он проследил за взглядом Ралдарона. Повсюду шла битва между странными врагами и свирепыми воинами девятого легиона. Апотекарий почувствовал в горле вкус повернулся, поднимая болт-пистолет. Долговязое существо выше легионера Ростом опустилось на грозовую птицу и столкнулось с Ралдароном. Когда тварь отбросила капитана на скат сломанного крыла, они оба покатились вниз. Раздвоенные копыта загремели по пластальному корпусу, а когти рвали доспех кровавого ангела. Ралдарон ударил мечом вслепую, и клинок вспыхнул. Удачный удар обезглавил зверя. Хлынул фонтан синей крови, не оба отпрянуло, когда перед ней по грязи прокатилась голова твари. Мерас поморщился, демон каким-то образом был все еще жив. Пускающая слюни широкая пасть на морде, вытянутый череп, переходящий в костяной конус и большие олени рога цвета слоновой кости. Пасть открылась, длинный пурпурный язык развернулся и пополз на ощупь к ним. Апотекарий выстрелил прямо в середину лба, превратив его в брызги костей и вязкого вещества. Кровопускатель, сказала женщина, бледняя и глотая воздух. Они их так называли. Еще, поблизости выкрикнул Орексис, когда Ролдерон перебрался через обломки к ним. Стая низших демонов собрались вокруг упавшего самолета. Эти были вооружены раскаленными адскими клинками, которые из огня прутья. Но твари не стали сразу же атаковать. Вместо этого кровопускатели начали рыскать вокруг невидимого периметра. Клацая зубами и шипя, изредка рискуя приблизиться, после чего издавали атональный мучительный вой. Демоны быстро сосредоточили свое внимание на женщине, как на источнике своей боли. Они знают, что это из-за нее, пробормотал Мерас. Сконцентрированная в небе эфирная нуль-аура была анафемой для порождения варпа. Она причиняет им боль самим фактом своего существования. Ненадолго, сказал Ралдерон, в то время как твари сжимали кольцо, сопротивляясь боли. Они одновременно бросились в атаку на отделение легионеров. Брат Кодор погиб под ударами трех адских клинков. Каждый чудовищный меч пронзил его тело под разным углом. Мерас смельком увидел, как тело брата вспыхнуло и сгорело внутри доспеха. Апотекарий оттолкнул женщину к обломкам и вступил в бой с двумя тварями, выстрелив в них и завершив начатое цепным топором. Но на место каждого зарубленного или застреленного демона вставал новый. Мерас считал выстрелы, опасаясь, что их перебьют до того, как они достигнут своей цели. Новый ревн, механически тяжелый и опасный заглушил его сомнения. Через край воронки перевалил дымящийся поврежденный бронетранспортер на четырех гусеницах. Мастодон был спроектирован для развертывания полных отделений посреди зоны боевых действий. Но этот экземпляр знавал лучшие дни. Броня во многих местах оплавилась от губительного огня, а большинство орудий в спонсорах были разбиты и бесполезны. Легионеры поставим кровопускателей и разбросал их, позволив тем самым кровавым ангелам перестрелять тварей. Кто не успел сбежать, превратился в перемолотую плоть. Отвратительные тела лопались под вращающимися гусеницами. Мерас увидел, как из машины вышла фигура в черном доспехе Анеллус. Настроение апотекария поднялось, когда он увидел возле хранителя своего проверенного собрата Кассиила. Но воодушевление пропало, когда он обратил взгляд ветерана. «Хранитель!» выкрикнул Ралдерон. «Наши благодарности! Ваша помощь была!» «Мы здесь не для того, чтобы помогать тебе!» резко ответил Анеллус, со злостью выговаривая каждое слово. «Мы здесь, чтобы убивать!» Его заявление вызвало согласные выкрики у Кассиила и группы изнуренных легионеров на борту машины. «Присоединяйтесь к нам или убирайтесь с дороги!» Ралдерон взглянул на Мераса, затем «Капитан!» «Я прощу тебе отсутствие уважения, но только в этот раз!» Он подошел к Мастодонту и вскочил на боевую машину одним быстрым прыжком. «Это машина! Твои легионеры и ты сам теперь под моим командованием!» «Понятно?» Хранитель подошел к капитану, угрожая ему искрящимся энергией Крозиусом. «Ты сбежал с поля битвы, а затем вернулся, чтобы отдавать мне приказы?» Он гневно взмахнул жезлом перед лицом Ралдорона. «Я сохранил жизни этим боевым братьям, когда все вокруг стали изменниками и поддались ярости. Я сопротивлялся!» Ралдорон ударил тыльной стороной ладони по лицу Анеллуса и сбил его с ног. «Ты сопротивлялся!» согласился капитан, «но недостаточно хорошо!» Он протянул Хранителю руку, и Хранитель осторожно принял ее. «Но теперь у нас есть шанс!» Реальная возможность нанести ответный удар вместо того, чтобы позволить этому безумию уничтожить словно раковым клеткам наш самоконтроль. Мерас помог Ниобе подняться в машину. «Она может защитить нас!» На лице Анеллуса сначала появилось раздражение, затем смущение и, наконец, неохотное признание. «Прости меня, первый капитан!» ответил он. «Я потерял самообладание! Я не хотел проявить неуважение!» Его взгляд упал на женщину. «Это женщина! Она ведь колдунья!» «Пария!» поправил Ралдерон. «И она решающий фактор нашей атаки!» Кассиил встретился взглядом с Мерасом и слегка кивнул. «Брат!» сказал он. «Мы боялись, что тебя убили! Когда?» Он замолчал. Безмолвный страх в его сердце остался невысказанным. «Сангвиний не умер!» сказал ему Мерас. «Мы видели, как он упал!» произнес Кайда с мрачным лицом, но не смея в это верить. «Примарк жив, хотя и серьезно ранен!» сказал Ралдерон достаточно громко, чтобы все услышали. Он указал на башни боли, видимые вдалеке. «Но если мы не уничтожим это здание, тогда все, ангел и мы, лишимся жизни!» Кана закричал от боли, которая превышала физическую. Его тело исчезло, забытое им. От него осталась только душа и сущность. Кана охватила агония. Он был осколком стекла, несомым волной, хрупким и беззащитным. Он был рассыпающимся пеплом в шторме. Он был бумагой, которой коснулся ад. Бывший библиарий проник глубоко в свое сознание и открыл врата силам, которые безмолвствовали со дня оглашения указа. Время от времени эта сила ему что-то шептала, но Кана никогда не позволял ей зайти слишком далеко, даже если часть него желала он собрал внутри себя всю психическую силу и облачил в нее, словно в эфирный доспех разум. Закалившись, он погрузился в красный туман эмпатического барьера, заточившего дух ангела. Кана чувствовал за спиной братьев, каждый из них был ветром для его парусов, одолжив свою силу для выполнения задания. Кана закричал и все не закричали вместе с ним. Он чувствовал семь ярких звезд, мерцающих вокруг него, по одной на каждого псайкера, которые стояли так далеко на борту красной слезы в реальном мире. Одна из звезд ярко вспыхнула и угасла. Брат Дион погиб первым. Он отдал свою жизнь, чтобы Кана зашел так далеко. Сила его воли истощилась, когда рожденная варпом проклятие среагировала на кровавых ангелов, отражая их попытку добраться до повелителя. Печаль охватила Кана, но он пробирался через нее, опустившись еще глубже. Время оплакать погибших наступит, когда задание будет выполнено. А имя Диона будет не последним, запечатленным в гробнице героев. Каждый шаг через красный туман отдавался болью. Вокруг раскинулся фантастический пейзаж. Головокружение бесконечного падения растворилось в нереальной уверенности в том, что под ногами земля. Он находился в адской пустоте, в пещере невероятных размеров, где единственным освещением была тошнотворная полоска света, падающая из неровного источника в километрах над головой. Здесь предметы кружились и вращались, отражая губительный свет. Они выглядели как ангелы разложения и ужаса. Луч двигался по колоссальному помещению с равномерной непрерывностью далекого маяка. Каждый раз, когда он проходил на ткана, тот чувствовал себя оскверненным и уклонялся от его прикосновения. Свет далеких звезд братьев Кровавого Ангела был слабым и нечетким. Каждая поверхность в пещере была покрыта множеством веревок и нитей. Некоторые были тонкими, как шелковая пряжа, другие толще руки легионера. Нити тянулись во все стороны, извиваясь над землей, опутывая паутиной, одна поверх другой. Они цеплялись за голые ноги Кана, когда он пытался пробиться вперед, и черными. Когда легионер прикоснулся к красным, они обожгли кожу кипящим кислотным огнем, который быстро проник внутрь тела и опустошил его, вызвав у Кана головокружение и ярость. Его нутро неожиданно высушила жажда. Он подсознательно понимал, что ни еда, ни питье никогда не утолят ее. Черные нити обжигали холодом, который был суровее дыхания космоса и звенел колокольным эхом в глубинах его сознания. Холод вцепился в старый бесцельный гнев, который родился из чего-то первобытного и бесформенного в человеческой душе. Гнев жаждал свободы, и там он наткнулся на ангела Сангвиния. Его примарх был подвешен, словно трофея охотника или произведение жестокого скульптора. Паутина нити удерживала его высоко над землей. Растянувшие крылья и руки веревки удерживали Сангвиния в крестообразном положении. Голова была запрокинута назад, освещаемая безжалостным светом. Кана взбирался, игнорируя боль в руках и ногах. Тянул себя вверх и снова и снова. Восхождение длилось дни или секунды. Время убегало вдаль от него. И вот Кана оказался возле ангела. Не имея клинка, чтобы перерезать красные и черные нити и освободить своего повелителя, он дергал и распутывал меня, потрясенно повторял он. Глаза Сангвиния резко открылись и посмотрели на него багровым океаном. Прежде чем Кана смог среагировать, рот примарха оскалился, обнажив блестящие острые клыки. Ангел притянул легионера в грубые объятия и свирепо вцепился в его шею, прокусив артерию. Кровь насыщенная, красная и пенящая запахом железа хлынула сильным бесконечным потоком. Семнадцать Назад пути нет Проклятый Видение Мастодонт мчался по опустошенной войной равнине, поднимаясь и спускаясь по воронкам и лощинам, пересекая водоемы, забитые мертвыми людьми и непонятными останками. Впереди на фоне неба вырастали сверкающие костяные башни собора знака. Их зазубренные верхушки цеплялись за облака желчного цвета. Мерас сидел у разбитой амбразуры, в которой была установлена выведенная из строя лаз пушка. Орудие превратилось в громоздкую развалину из сломанных деталей и оплавившегося кристалла. Если бы удалось вырвать его из станка, из него вряд ли вышла бы подходящая дубина. Через пробоины в броне Мастодонта вырвался загрязненный воздух, а перед глазами апотекария мелькали картины идущего повсюду сражения. Он видел ярость, а не войну. Битва была упорядоченным процессом. Даже ближний бой, являвшийся специализацией кровавых ангелов, был рациональным и спланированным действием, который ставил во главу угла мастерство и годы тренировок. То, что Мерас видел сейчас, больше походило на гладиаторский бой. Недисциплинированное буйство воинов, бросающихся на любого, кто осмеливался стать у них на пути. Каждый легионер, на которого падал его взгляд, был полностью погружен в свой личный ад, утратил рассудок и был охвачен жаждой крови. Апотекарий видел боевых братьев, хороших воинов и гордых легионеров, залитых с головы депят свежепролитой кровью и жаждущих большего. Впервые столкнувшись с подобным вблизи, Мерас ужаснулся, но все-таки не был потрясен. Он вполне мог признать, что в груди кровавых ангелов бьется столь яростное сердце. Возможно, он всегда знал об этой склонности, проявлявшейся в самые темные моменты и во время приступов самого черного гнева. Бесчисленные мертвые враги устилали поле битвы, и перед безудержным наступлением берсеркеров отступали орды демонов. Они отходили, а кровавые ангелы стягивали кровавую петлю вокруг храма из костей. Твари гибли толпами. Несмотря на пустоту, которую вызвало это зрелище у Мероса, сыны сангвиния выигрывали битву за Сигнус Прайм, и все, что для этого потребовалось, погрузить их в бездну отчаяния. Он хотел заорать, выкрикнуть правду по вокс-каналам «Ангел жив! Наш отец жив!» Но обратят ли невнимание, даже если он сделает это. Удар, который свалил сангвиния и убил 500 легионеров, пробудил нечто такое, что будет нелегко усмирить. В следующую минуту он забыл о своих размышлениях. Конная орда Демонесс достигла вершины холма и устремилась к бронетранспортеру. Их скакуны с щелкающими постями напоминали освеженных и слепых птицеобразных скакунов. Мерос выкрикнул предупреждение и убил первого скакуна двумя выстрелами в корпус. Тело зверя взорвалось пурпурным мясом. Всадница упала, втоптанная в грязь своими соплеменницами. Затем они атаковали мастодон с бортов. Их костяные клешни отгрызали куски брони, словно та была из бумаги. Апотекарий снова выстрелил, но поврежденный спонсон слишком сужал сектор обстрела и Мерас выругался. Он отвернулся, столкнувшись с Лейтио и Хранителем, когда они распахнули длинные стрелковые люки на крыше бронетранспортера. Не было другого выбора, кроме как прорываться через вражеские позиции. Мастодонт не мог сбросить скорость из-за опасения, что более медленные вражеские воины перехватят их и пробьют слабую защиту машины. Они неслись вперед, а могучий и начал стрелять по стандартной схеме цель-выстрел-повтор, сбивая нимфоподобных всадниц-сёдел. Анелус орудовал Крозиусом. Потрескивающее силовое поле вокруг крылатого навершия шипело, когда оружие выписывало свистящие дуги. Капеллан громко закричал и Мерас посторонился, чтобы Хранитель мог атаковать демонез, которые осмелились запрыгнуть на быстро движущуюся машину. Анелус сцепился с тварями, уцелевшими после прицельного огня Лейтио. Активировав магнитные зажимы на ботинках для безопасности, Мерас наклонился, крепко сжал пистолет и открыл огонь, каждым выстрелом убивая по одной твари. За личиной своего шлема он стиснул зубы, сражаясь с мрачной решимостью. Мерас не мог отрицать, что в сердцах начала просыпаться жажда крови. Несмотря на присутствие Необы, было тяжело сопротивляться желанию убивать, которое пронизывало сам воздух. Чем больше они приближались к собору, тем сильнее становилось это чувство. Он подумал об Анелусе и Кассииле, поглощенных такими же неистовыми эмоциями. Мерас моргнул, и его отвлеченность стоила ему убитого врага. Одна из суккуб спрыгнула со своего скакуна, отправив несчастную тварь под гусеницем Астодонта. Гемонесса загрохотала по корпусу, клешнями пробивая обшивку. Затем изогнулась и прыгнула на хранителя в черном доспехе. Мерас выстрелил в нее на мгновение позже. Массореактивный снаряд срикошетил от плиты и с грохотом взорвался. Увлекшийся Анелус не активировал магнитные зажимы ботинок и зашатался от сильного удара. Одна из огромных клешней Гемонессы ударила по шлему. Керамид треснул, металл раскололся и черная маска слетела. Открывшееся лицо Анелуса было перепачкано кровью и пылало гневом. Прежде чем хранитель успел среагировать, он потерял равновесие и сорвался с крыши моторного отсека мастодонта. Тварь прыгнула вслед за ним с радостным воплем. Мерас повернулся и опустошил всю обойму в спину Демонессы, сразив ее на лету. Апотекарий отключил зажимы и скользнул к корме содрогающейся машины. Он увидел, что Анелус отступали от бронетранспортера, чтобы окружить его. Хранитель, закричал он. Его голос зашипел по воксу. Мерас вызвал технодесантника, сидевшего за рычагами управления. Кайде, разворачивайся, Анелус упал. Нет, хранитель проревел слово во всю силу своих легких. Не останавливайтесь из-за меня. К башне, направляйтесь к башне, повторил он снова, но слова Анелуса превратились в череду звериных воплей. Когда расстояние между ним и Аурой Телян увеличилось, его поглотила ярость. Мерас увидел нападающих суккубов, услышал рев Болтера, Анелус бросился к ближайшей Демонессе и убил ее, пролив поток испорченной крови. Вперед, приказал Ролдорон по воксу. Крит прислушался к оркестру убийства за стенами собора знака и закрыл глаза. Музыка была незнакомой и сильно воздействовала на него, пробудив эмоции, которые он считал давно угасшими. Когда-то жизнь Акалита была полна пылкого восторга и удовлетворения работой во имя Повелителя. Затем наступили годы сомнений и неуверенности, а теперь обновление и перерождение ради новой цели. Но это время все еще было сложным и многому нужно было заново учиться. Крит Крит и мудро и мудро решил сохранять свое задумчивое молчание. Акалит знал, что силы варпа были намного могущественнее, чем простая плоть и кровь таких существ, как он. И соединившись с одной из них, он мог получить власть, подобную той, которой наслаждался этот змей Эрик. Но наблюдая за тем, как Кирис и Кабандха подначивают друг друга, он удивился. «Они не выше нас», подумал Крит. «Они такие же, как мы». Несущий слово улыбнулся, эта мысль обрадовала его. «Когда придет время, он воспользуется этим пониманием, чтобы контролировать свою новую силу». «Почти все мои слуги истреблены», заявил король-королева, раскачиваясь и кружа у края ямы. «Я одарил их столь многим, а ты растратил их жизни за считанные часы». Огромный жаждущий крови насмешливо задрал бычью голову. «Их смерти смажут шестеренки машины войны», пророкотал он. «На что они еще нужны, бездельник?» Когтистая лапа Кириса топнулась сильным раздражением. «Нет, нет, нет, так не пойдет. Эти культы, трижды благословенные поклонением сланишь, не твои, чтобы ты ими разбрасывался. Что это за победа, убийца? Не только мои любимцы умирают, но и звери твоей армии тоже. Скажи, будет ли кровавый бог доволен тем, что ты жертвуешь его слугами с такой когтями в сторону огромного круглого окна, за которым бушевала битва? «Наши рабы гибнут толпами, а ты стоишь здесь и наблюдаешь. Я обратил эти, больные человеческие колонии, к величию губительных сил, не ради собственной забавы, но перспективы более великой победы, более великого плана в долгой войне, не для этого. Я знаю, рявкнул Кабандха. В его голосе было заметно раздражение. Я знаю, что тебе поручили. Он злобно на Крида, открыв пасть, полную острых клыков, словно провоцируя его высказаться. Несущий слово хранил молчание, ожидая увидеть развязку этого противостояния. Кажется, их ничто не остановит, они разъярены безмерно. Почему ты позволяешь этим кровавым щенкам подойти так близко? спросил Кирис. Твои легионы отступают и отступают, скоро эти недолюди будут у наших врат. Жаждущий крови испустил глухой рык, который, возможно, был попыткой вдохнуть. Очень скоро, крылатая тварь усмехнулась. Неповторимый любитель удовольствий, дурак и бездельник, ты слеп и глуп. Кабанха откашлялся и сердито сплюнул черное вещество на костяной пол, где оно запузырилось и вспенилось. Что он делает? пробормотал Харакс, наконец, нарушив молчание. Молчи, приказал Крит. Ты думаешь, что твои извращенные игры и маленькие драмы основа войны, но ты ничего не понимаешь. Кабанха потряс кулаком в сторону розовокожего существа. Ты прячешься в своем дворце, но я был там. Я обменялся ударами с этим человеком жертвой. Звериные челюсти жаждущего крови распахнулись в хищной улыбке. И вот, что я скажу тебе. Легионеры дорого отдают свои жизни. Я отведал их ярость и знаю, что их нельзя победить одной лишь грубой силой. Кирис издал недовольный звук. Ты прямо-таки восхищаешься этими недолговечными. Кабанха проигнорировал недовольство. Разница между нами, выскочка, в том, что я знаю, как победить их. Демон высунул длинный язык и провел им по зубам, еще раз бросив злой взгляд на Крида. Сыновей ангела погубит их собственный изъян. И они придут к нему, омытые кровью своих врагов. Если мы должны пожертвовать армией, целым миром для этого, то это цена, которая должна быть заплачена. А смерть Сангвиния ключ. Через миг Крит осознал, что это прозвучало от него. Гермафродит Кирис повернулся к нему, зарычав. Наглая насекомая, это не входит в планы наших хозяев. Нет, сказал Кабанха. Внутри широкой груди раздался смех, способный раздробить камни. Не входит. Ралдорон отдал приказ покинуть мастодонт, когда бронетранспортер застрял в массе извивающихся щупалец у основания храма из костей. Кровавые ангелы высадились из машины и построились по отделениям с настороженной и суровой четкостью. Капитан посмотрел на необу. Ее лицо было покрыто испаренной и копотью. Женщина, спотыкаясь, шла рядом с Мерасом, стараясь не отставать от него. Ралдорон перехватил взгляд апотекария и кивнул на нее, напомнив о долге сохранить парию живой. Огромные стаи изменчивых существ кружили у основания громадного собора. Гончие плоти и разорители рычали и лаяли друг на друга, ожидая начала последнего штурма. Легионеры быстро и без задержек продвигались вверх по пологому склону к стенам из костей. Светящийся туман сгущался здесь, ухудшая видимость до нескольких метров. Режим охотника и слегка модифицированные оптические настройки боевого шлема не помогали. Сенсоры доспеха постоянно выдавали ошибочные данные и наполняли зрение тепловыми помехами. В конце концов, Ролдорон раздраженно сорвал шлем и прикрепил к магнитному зажиму на бедре. Без дыхательной решетки грязный воздух попадал в легкие. От его насыщенного запаха першило в горле. Сальный и неприятный привкус напоминал про горклый жир. Кровавые ангелы избегали больших групп тварей, а вот небольшие стаи адских гонщик требовалось уничтожать быстро. Они находили их по запаху и, реагируя на присутствие Нёбы, пронизывали туман своим низким гнусавым воем. Остановившись в тени сломанной ракритовой балки, первый капитан осмотрел возвышающуюся над ними башню. У вас ведь есть план? Вопрос Кассиила звучал как обвинение. Ралдерон едва удержался от замечания. Ветеран продолжил. Или мы просто войдем в ворота этой мерзости и попросим провести нас к их главарю? Орексис устанавливает заряды, коротко ответил он. Мы сделаем себе чертову дверь, а у него зарядов достаточно, чтобы разрушить это проклятое место. Сомневаюсь в этом. Ралдерон сердито взглянул на сержанта. Просто выполняй приказы, Кассиил. Остальное предоставь мне. Его рука скользнула к подсумку и он слегка хлопнул по нему, убедившись, что спрятанный радиомаяк наведения все еще там. Перед тем, как покинуть красную слезу, капитан получил устройство от Ас-Кайлона. И Ралдерон вспомнил суровое выражение командира гвардии, когда тот объяснил ему, где-то там вверху, заняв позицию на высоком якоре, в стороне от медленно протекающей битвы на орбите, дрейфовала Алая Свобода, направив нос на планету. Ее лэнс-излучатели и ракетные батареи были заряжены, но сенсоры целеуказания космического корабля не функционировали из-за необычных атмосферных эффектов, искаженных небес Сигнуса Прайм. И все же Кровавые Ангелы рассчитывали засечь сигнал Маяка, если Ралдарон активирует его. Менее чем через 90 секунд после включения смертоносный поток обрушится на его местоположение и уничтожит все, демонов, легионеров и таинственный источник Порчи, о котором говорил Кана. Во всяком случае, таков был отчаянный план. Сначала Ралдарон надеялся, что до этого не дойдет, но теперь приблизившись к цели, он задался вопросом, не будет ли лучше просто нажать кнопку прямо сейчас и позволить судьбе сделать выбор за них. Эта война стала слишком сверхъестественной для него, слишком фантастической и нереальной. Он нахмурился, разозлившись на себя и выбросил мысли из головы. Капитан окликнул его шепотом Мерас, вы должны увидеть это. Ралдарон оставил укрытие и наклонившись быстро направился вперед, лавируя между обломками разрушенных стен. Возвышенность на которой твари построили свой великий храм была неровной и усеянной кусками строительного камня и дорожного покрытия. Капитан понял, что под его ногами руины города, почти полностью разрушенные здания и улицы, перемолотые до основания, как срезанные серпом колосья. Собор знака возвышался на массовых захоронениях, которые покрывали эту планету. Ралдарон подошел к апотекарию. Необа присела неподалеку, наполовину скрытая тенью брата Рассина, который держал болтер у плеча. Густая темная кровь полосой пересекала пыльную землю и собиралась в лужу под покосившейся каменной колонной. Вместо насыщенной смеси зловонных запахов чувства капитана уловили знакомый состав кровь легионера. Тяжелый металлический аромат был отчетливым и неприятно знакомым. Запах запечатленный в памяти о тысяче сражениях, но не кровавого ангела. Это он знал также интуитивно. Мерас отошел и показал тело воина в сером доспехе, закутанного в грязно-белую и пропитанную кровью шкуру огромного волка. Тело рунического жреца было прислонено к колонии. Возле окоченевших пальцев лежал клинок. Его раны выглядели ужасно. Горло разорвано, шею и лицо покрывали неровные порезы и страшные укусы. Отчетливые следы от ударов мечей были заметны по всему доспеху. Раны были глубокими и покрытыми свежей коркой. Легионер полз по пустошам, оставляя за собой кровавый след, в то время как биоимплантаты безуспешно пытались остановить кровотечение. Это Янор Штиль, сказал Мерас. Он был боевым братом красного крыльясь, словно он отдыхал, только ожидая, что кто-то произнесет его имя. Из ужасной раны на шее толчками хлынула кровь, а на губах вспенилась багровая слюна и впиталась в светлую бороду. Ралдерон от удивления отшатнулся, когда Мерас поднял медицинскую перчатку, механизм зажужжал и апотекарий выбрал инъекцию. Но первый капитан знал, что действия апотекария бесполезны. Взгляд чистой, неподдельной ненависти в глазах Штиля пугал. Он взглянул на Мераса и плюнул ему в лицо с холодным, отмеренным усилием воли. Ралдерон заподозрил, что космический волк цеплялся за последние мгновения жизни только для этого поступка. В тот момент, когда свет в глазах Штиля начал гаснуть, он произнес несколько гортанных гласных звуков на родном языке, которые не могли быть ничем иным, кроме как самыми низкими и грязными ругательствами его народа. «Он проклинает нас», сказал Ралдерон, глядя на умирающего космического волка, «и винит в своей смерти». «Вы говорите на его языке?» спросил Расин. «А мне и не нужно». Тело рунического жреца затихло, и Мерас закрыл его глаза. Апотекарий посмотрел на капитана. «Его раны!» Ралдерон прервал Мерас опокачиванием головы, но непроизнесенные слова эхом прозвучали в мыслях. «Его раны нанесены не врагом!» «Собери легионеров», приказал капитан Расину. «Идем дальше!» Халярдайс Гервин проснулся от собственного крика. Он не был уверен, закончился кошмар или просто продолжился в другом обличье. Летописец неуверенно поднялся с койки, на которую рухнул, казалось, целую вечность назад, и обнаружил, что выжившие сигнусийцы и матросы корабля в панике бегут из ветхого металлического летописец видел, как люди падали на палубу и их затаптывала толпа. Он попытался сопротивляться, когда в его сторону устремилась масса тел, но деться было некуда. Гервин споткнулся и побежал вместе с остальными. В противном случае его бы раздавили. Толпа, подобно волне, хлынула в широкие коридоры красной слезы и разделилась. Люди разбежались в разные стороны, отчаянно вопя. Гервин увидел пробежавшего мимо старика Зомаса. У него щеке и безумный страх лишил рассудка. Летописец попытался окликнуть его, но ударился об опорную балку и у него закружилась голова. Он отошел достаточно далеко от давки, чтобы обрести хоть какую-то возможность ориентироваться. Гервин находился в открытом загрязненном небу коридоре и заметил крылатых чудовищ, которые пикировали на них, привлеченные запахом страха. Гервин видел этих фурий раньше, в кошмарных снах и смутных видениях, и неконтролируемо зарисовал в своем пик-планшете. Даже тогда он знал, что эти существа реальны. Они наводнили его мысли, а столь подобные детали, как масса и облик, могли принадлежать только чему-то реально существующему. Не имело значения, что своим существованием они отрицали законы природы и здравого смысла, но именно так и было. Эти чудовища являлись воплощением нереальности, ворвавшейся в этот мир как вспышка безумия. Гервин заметил золотые и красные проблески, устремившиеся навстречу демонам, кровавые ангелы. Последние легионеры на борту корабля забыли о них, бросив слабых и беззащитных, чтобы вступить в бой. Внутри у летописца все похолодело, а ноги задрожали. Он и это видел в своих снах. Множество таких же легионеров, охваченных столь сильным гневом, что в своем стремлении окунуться в битву растаптывали мужчин и женщин, которых должны были защищать. В его мыслях появилось лицо командира гвардии Аскаилона. Он увидел призрак его злобного облика, освещенного вечным и холодным пламенем свирепости. Гервин закрыл ладонями лицо, снова и снова отрицая увиденное. Если это реальность, а сон это сон, связано бормоча, по лицу катились слезы. Летописец почувствовал, как ломается его воля. Страх, колоссальный всепоглощающий страх, раздавил человека своим весом. Он собирался умереть, и ему не оставалось ничего, кроме как ждать этого момента. Молодые сильные руки схватили его за плечи и грубо встряхнули. «Перестань сейчас же!» раздался крик. Сквозь туман в глазах Гервин увидел солдата наряженным в униформу зрелого человека и неготовым к опасностям битвы. «Ловушка захлопнулась!» пробормотал Летописец, не зная, откуда пришли слова. «Это наш конец! Они кинули нас на погибель!» «Нет!» начал Дормунд, но слова превратились в неожиданный крик, а спина выгнулась, глаза широко распахнулись, из груди вышел зазубренный клинок, ржавый и затупившийся от множества совершенных им прежде убийств. Оружие вытянули с влажным звуком хлынувшей крови и Дормунд упал на палубу. Перед летописцем стоял мускулистый бандит, которого вместе с остальными эвакуировали со Сколтрума. С зажатого в руке ножа капала кровь. Гервин отпрянул, но уперся в балки. Над плечами здоровяка он увидел фурий, садившихся на металлические балки разрушенного корпуса. Они щелкали когтями и зубами, чувствуя запах крови. Твоя история всегда заканчивалась именно так, сказал Хенгист. Его глаза лихорадочно блеснули за миг до того, как он погрузил клинок в сердце летописца. Демон Кирис с пронзительным воплем промчался по костяному полу и набросился на Тануса Крида ураганом щелкающих когтей. Харакс скорее рефлекторно, чем преднамеренно помогло. Тварь отшвырнула капитана несущих слова в сторону и он покатился по плиткам из черепов, оказавшись в опасной близости от края огромной ямы. Крит колебался на миг дольше, чем следовало, прежде чем взяться за оружие, а затем стало уже слишком поздно. Массивная крабовая клешня Кириса щелчком раскрылась и схватила его. «Жалкая плоть!» прошепел он. «Что ты наделал?» «Ты спровоцировал это?» «Ваши высокомерные башки примархи осмелились сойти с пути, который мы уготовили им». Крит схватился за клешню, удерживая ее. Ему понадобилась для этого почти вся сила, и он опасался, что Кирис при желании без особых усилий расправится с ним, сомкнув щипцы и отрезав голову. Несущий слово бросил взгляд на жаждущего крови, но другая тварь просто усмехалась этой забаве. «Дитя сланешь!» прорычал Кабандха с насмешливым пренебрежением. «Ты так долго играл в свои игры в шелковых простынях и шепчущих залах, что позабыл. У марионеток иногда бывают свои мозги». Кирис раздраженно проворчал и освободил Крида, отбросив его в сторону. «Я играю в игру, но мной не играют!» закричал демон. Его пронзительный крик отразился от стен. «Ты не замечаешь очевидного!» сказал жаждущий крови. «Наши хозяева желают, чтобы ангел встал под наше знамя и перевел к ереси свою армию. Воитель этого не хочет. Открой глаза, бестолочь! Души этих недолговечных прозрачны даже для такого тугодума, как я. Воитель не хочет снова стоять в тени своего ангельского брата. Сангвини должен быть убит, а для этого сначала нужно сломать его. «Нет, нет!» Кирис покачал головой. «Ангел придет к нам!» Таково было соглашение. С ним у нас будет все, что нужно, и тогда начнется наступление. Именно так будет все сделано. Воитель Хорус не согласен, сумел выговорить крик, поднимаясь с пола. «Уверяю вас, что вам никогда не удастся править его сердцем, какой бы силой вы его не наделили?» Он закашлял, выплевывая кровь. «Возможно, ваши боги сделали не самый мудрый выбор». «Молчать, животное!» заткнул его криком Кирис, затем повернулся и зашипел на жаждущего крови. «Какой договор ты заключил без меня? Говори немедленно, расскажи мне». «Ангел умрет сегодня», провозгласил Кабандха, выхватив огромный топор и взвесив его в руке. «Одна рана, чтобы свалить его, еще одна, чтобы покончить с ним». Он облизал лезвие оружия. «Какое будет наслаждение, в конце он станет умолять меня об этом». Кирис фыркнул. «Он слишком гордый и никогда не покорится». «Он слаб», ряхнул Кабандха. «Мы ввергли его сыновей в безумие и ярость. Ответь мне». «Когда они убьют всех культистов и низших отродий на этой губительной равнине, кого они станут убивать потом?» «Когда их жажда крови разгорится столь сильно, что они не будут видеть ничего, кроме алого пути и кровавого удовольствия от убийства, кто умрет тогда?» Кровавые ангелы обратятся друг против друга. Бескожий гибкий демон произнес слова с растущим удовольствием. Чудовищная морда жаждущего крови кивнула. «И только самые жестокие, самые кровожадные выживут. Сущность их чистых душ будет гореть, пока не останется только безмозглый зверь». Он протянул когтистую руку, словно в жесте извращенного гнусного товарищества. На обращенной верх ладони Крит увидел сложный символ из пересекающих друг друга угловатых линий. Скрученная, пылающая форма знака причиняла боль глазам. «В этот момент я предложу им метку кхорна, и они примут ее без колебаний. Только представь сердце ангела в этот момент, Кирис, как любовь к своим сыновьям захлестнет его потоком самого жуткого отчаяния. Его сердце будет разбито, а кровавый бог получит новую армию. И ангел будет рыдать». Кирис облизнул губы, смакуя мысль, колеблясь между отданными ему приказами и этой новой возможностью. «Это будет восхитительно!» Кабанд хакивнул, затем указал на другого демона. «Конечно, это тело посредних, что ты носишь, также должно умереть, но твоя сущность, умерев во плоти, сможет освободиться и вернуться в вар. Что?» Розовато-серая плоть Кириса побагровела «Я не жертва для этой причуды. Я, госпожа-господин, высший зверь, возвышенный. Я воплотился в этом месте не для того, чтобы мной манипулировал какой-то недолговечный. Воитель подчинится». «Ты ошибаешься», сказал Крит, найдя в себе смелость ответить. «Жаждущий крови видит это. Ты совершаешь ошибку, недооценивая воителя, демон. У вашего чемпиона собственные планы, которые вы никогда не сможете контролировать». Он открыл глаза и поднялся с колен. При каждом движении вокруг него кружился красный песок. Кана, пошатываясь, направился вперед, вознагражденный за усилие болью. Каждый шаг по камню цвета ржавчины отдавался острыми уколами в груди. Он шел по своей боли, облаченный только в боевой стихарь с капюшоном. Его путь окрашивали густые красные капли, которые ритмично постукивали по каменной кладке. Так много крови. Разве может тело вмещать такое количество? Кана был весь в крови. Медленный и непрерывный поток сочился из ран в горле. Я должен быть мертв. Поток был непрерывным, словно дождь. Он должен был прекратиться. Он обязан прекратиться. Истыляющий имплантат, орган Ларомана, подвел его. Раны должны затянуться немедленно. Кана никогда не истекал он не понимал где он. За арками бесконечного монастыря он увидел выжженную постъядерную пустыню. А поблизости возвышались башни павшей цитадели и разрушенные постаменты разбитых статуй. Это был Ваал, родной мир кровавых ангелов. И он шел по руинам их крепости монастыря. Но это было не так. Ваал процветает. Крепость была целой и невредимой. Легион сильным и непоколебимым. Но не здесь. Кана интуитивно чувствовал бремя неисчислимых эпох. Столь необъятную протяженность времени и пространства, что не мог определить ее. Гнетущее небо над головой было наполнено умирающими солнцами. И только горстка светила ярко, собравшись и словно ожидая его. Это было не настоящее, понял он. Он смотрел на ненаступившую эпоху, образ отдаленного завтра, десять, двадцать или сто тысяч лет вперед. Это все, что останется от нас. Вопрос ужаснул его. Руины и пепел. Нервные окончания на голых ногах Кана горели, и он пошатнулся, посмотрев вниз, чтобы найти источник боли. Там извивались по бесконечному монастырю две толстые веревки, сплетенные из тяжелого крученного шелка. Одна черная, другая красная. Он неловко наклонился, чтобы поднять их, и вздрогнул от боли, которая растеклась по рукам от прикосновения к веревкам. Зашипев, Кана дернул их и протянул между онемевшими пальцами. Я должен идти. У него были причины находиться здесь. Я должен смотреть. Он здесь, чтобы что-то увидеть, найти кого-то. Яркие звезды слепят глаза. Он посмотрел на них и почувствовал, как его мир вдруг перевернулся. Стены каменной сводчатой галереи растворились в темноте. В дальней арке красный камень превратился в темный металл, увитый дрожащими, постоянно меняющимися глифами. Проход изменился. Теперь это был вход в другое место, глядя на которое, Кана почувствовал отвращение. Корабль, тронный зал, логово безумного властелина. Он увидел зловещие око с узким черным зрачком на кроваво-красном поле, а под ним огромный иллюминатор. За ним была видна планета, которая могла быть только террой. Вокруг нее в космосе полыхали огни, тысячами горели корабли. Шла неописуемо жестокая война, но она меркла на фоне двух титанов, которые сошлись в поединке на покрытой пятнами крови палубе. Один бог в золоте и платине с лаврами вокруг головы и созданным из праведной ярости мечом в руке. Существо такого величия, что Кана упал на колени от ауры его совершенства. Император, любимый всеми. Другой, облаченный в доспех цвета ночи из черного железа и меди, злобный и высокий, как боевая машина. Он носит лицо человека, на поясе постукивают черепа павших героев. Огромный коготь сжимается, и шипастая булава высоко поднята. Воитель Хорус, предательский сын. Кана видел и понимал, что этого не могло случиться. Он видел и понимал, что это произошло. Возможно, произойдет. Могло произойти. Меч рубанул по броне и отскочил, выбив с ног искр. Воитель выкрикнул вызов отцу и расколол меч своей булавой. Невероятно, но император пошатнулся от удара. А затем со звуком сталкивающихся гор гигантский коготь воителя пробил броню императора. И тот пролил огонь вместо крови. Сын убил отца. И Кана видел, как это он был не там. Когда Кана открыл глаза, все изменилось. Исчезли железные стены боевой боржи, а вместо них он увидел полированный мрамор кристаллических беседок императорского дворца. В воздухе витал запах тлеющих цветов, а огромный купол из кристалл флекса рассыпался дождем обломков. Над головой группа ярких пылающих звезд, теперь только пять. Его наполнила радость при виде ангела, живого, полного сил, несущегося вперед с блестящим копьем. Его крылья белыми порывами поднимаются ввысь и вшит. За спиной Сангвиния армия боевых братьев, которые охвачены скованной ради войны яростью. Они бросились на рогатых воинов в темных доспехах и с вопящими рогатыми лицами. Во главе вражеского легиона стоял Хорус, закутанный в адский плащ и выкрикивающий проклятие на мертвых языках. Сангвиния закричал и метнул копье с такой силой, что звуковой удар потряс разрушенные сады. Наконечник попал в цель, пробив глаз с черным зрачком на груди воителя. Хорус погиб, его тело охватило пламя, его брат мертв, все изменилось. Теперь перед его глазами руины Сигнуса Прайм. Огромный храм из костей, не более чем склет. Огонь варпа превратил скелеты в черный пепел. Вместо него возник новый монумент ужаса, похожий на деревья планеты под названием Убийца. Плаха, выстроенная из мертвых легионеров, над ней светили четыре звезды. Вокруг основания стояли последние из кровавых ангелов. Они сбивали с доспехов крылья аквилы, которые некогда носили с гордостью. Вместо них вытравляли кислотой и вырезали сломанными мечами новый символ. Толстые линии пересекали друг друга под разными углами, напоминая железный череп, трон бога крови, освещая новую еретическую верность телами павших братьев и сломанным духом отца. Его легион низвергнулся в пекло. Реальность исказилась и все изменилось. И снова в залах духомщения. Сангвини нанес удар но этого недостаточно и могучий красный меч ангела сломан. Чудовищный коготь хоруса сжимается вокруг горла сангвиния и Кана чувствует его хватку на собственном. Кости ангела сломаны, а жизнь выдавлена из него. Следующая звезда вспыхнула и погасла. Он умер там, мир изменился. Снова зал королей, но на неизвестном Кана мире. Собралась масса воинов из дюжины легионов во всех и группа его братьев торжественные и решительные в равной мере. Над головой умерла звезда. Легионеры, люди и примархи все поклонились сангвинию. Когда он сел на трон империи, на челе его лавровый венок, Кана протянул руку, но единственным словом на его губах было повелитель. Он император. И вернулся монастырь, песок и бесконечное завывание ветров. Но это недалекое будущее, оно намного ближе. Он увидел врата в пещеры под красной пустыней Ваала, где находился зал героев. Последняя звезда медленно погасла. Кана услышал голос ангела. Ты мне снился, мой друг. Он говорил о Ролдороне, и Кана увидел первого капитана, пересекающего коридор. За ним следовал гравитационный паланкин из золота и рубинов. Я видел тебя на Ваале. Ты был в пещерах под крепостью монастырем. Ты был преисполнен гордости. И Ролдорон был горд, но вместе с тем он рыдал, а его руку пересекала черная траурная лента. Он сопровождал тело их отца к месту погребения. Он умрет. Кана открыл глаза в последний раз и увидел воина в тяжелом устаревшем доспехе, который блестел влажным багрянцем и адским светом. Незнакомца поднимала ввысь пара громадных крыльев, пропитанных кровью. С каждого пера капала оскверненная кровь, вопящий красный ангел. 18. Вроте смерти Пламя гнева Месть Красная волна обрушилась на стены огромного собора с чудовищной силой и грохотом сотни тысяч клинков и болтеров. Лишенные командиров и контроля кровавые ангелы действовали, полагаясь на смертоносный инстинкт. Они стекались к башням из костей, ведомые единственным порывом. Ненависть гнала их на толпы кровопускателей и субкубов, защищавших подступы к храму, и они разрывали демонов на куски. Сыны Сангвиния были более не легионом, но природной силой, уничтожавшей все на своем пути. Болтеры гремели и наполняли воздух фуцелиновым дымом и огнем, а после того, как закончились боеприпасы, становились дубинками, или же про них забывали в пользу клинков и цепных мечей, боевых булав и силовых кулаков. Космодесантников, терминаторов и дредноутов объединяло одно чувство – гнев. Эта ярость проявилась в неутолимой жажде крови, в потребности пролить жизненную эссенцию их врагов. Жалкие колонисты Сигнуса Прайм, те, которым не повезло умереть быстро ради создания колоссального склепа или обратиться в порочных адским культом, стали плотью, из которой демоны создали для себя новые тела. Каждая стая фурий, каждый разоритель или наземная тварь возродились из людей, которые некогда были мужчинами и женщинами. Низшие демоны не могли полностью проявиться в этом месте и поэтому нуждались в плоти, чтобы придать форму своим извращенным духовным энергиям. Варпатроди проникли в людей, изменили, превратили в свои оболочки. Но эта плоть могла истечь кровью и она могла умереть. На подступах к собору знака кровавые ангелы окрасили землю в красный цвет. Возможно, им понадобилась для этого вечность, а возможно один миг. Казалось, внутри храма из костей время было тягучим, двигаясь рывками вместо линейной последовательности. Мерас потерял счет тварям, которых они изгнали, пока поднимались по широкой винтовой лестнице внутри центральной башни. Как и раньше, когда они летели над полем битвы к собору, легионеры словно двигались на месте. И апотекарь не раз спрашивал себя, что если это всего лишь обман разума. Дорогу им указывало не оба. Так как она не могла поддерживать их темп, мотивующий ребенка. Женщина онемела, он не знал из-за страха или чего-то еще, но она показывала дорогу, ведя их через аркады из костей и бесконечные коридоры. Твари смотрели сквозь нее, не обращая внимания. Эролдерон отлично пользовался преимуществом, убивая все, что могло угрожать им. Но когда они дошли до высоких колышущихся занавесов и сдубленной человеческой кожи, Необа захныкала, затем зарыдала и наконец закричала. Тихо и мучительно, из носа хлынула кровь. Приготовив болтеры и мечи, легионеры ворвались в зал и обнаружили властителей ужасов, с которыми так долго сражались. Их было двое, один монстр с крыльями летучей мыши, который поразил ангела и истребил роту на Кира, второй помесь змеи с козлом, который осмелился бросить вызов примарху на мостике его флагмана. Мерас никогда не чувствовал такой праведной ненависти, которая вспыхнула в нем в этот момент. Реакция была очевидной, эти твари просто не должны были существовать. Все, что он хотел в этот миг выполнить это намерение. Жаждущий крови отреагировал с воплем ярости и бросился на них через яму в центре помещения. Черные крылья захлопали, когда он взлетел, а затем спикировал на легионеров. Ралдерон выкрикнул приказ рассредоточиться и воины стремительно бросились в рассыпную. Мерас столкнул Необу в укрытие. Вместе с ним был Орексис и оба кровавых ангела развернулись, на бегу стреляя в опящего лорда демона. Пол затрясся, когда тот, кто назвал себя Кабандхой, приземлился и нанес удар топором и кнутом. Мерас увидел Расина и двух боевых братьев, разрезанных на части. Он закричал и выстрелил в голову твари, целясь в глаза, но демон прикрылся от выстрелов обухом огромного топора. Полыхнули огненные потоки. Это легионеры дали залп из плазменного оружия, целясь в туловище и кривые ноги монстра. Выстрелы попали в цель, из демона вылетали куски обгоревшей гнилой плоти и брызги маслянистых жидкостей. Чудовище заревело, шагая вперед и принимая направленный на него огонь воинов, словно наслаждаясь жестокостью боли. Другой повелитель демонов Кирис плясал и крутился на дальней стороне зала. Тварь хихикала и радостно кричала, наблюдая за развернувшимся боем. Неподалеку от желтокожего монстра Мерас заметил фигуры, присутствие которых в этом месте не умещалось в голове. На фоне отталкивающей ауры демона он разглядел двух воинов легиона Састартос. На них были вне всякого сомнения доспехи тип 4. Но цвет не совпадал. Это были не кровавые ангелы. Апотекарий разглядел нечто похожее на странные рунические тексты, вырезанные на обезображенном керамике, а на наплечниках, где должен был быть утверждающий знак имперских легионов, размещался абсурдный образ вопящего демонического лица. Крит прошипел сержант Орексис, узнав предателей. Харакс, они осмелились показаться. Рассеялись все сомнения о союзе между несущими слово и творцами сигнусийского злодеяния. Эмерас проклял их. Он собрался прицелиться, но из раскаленной ямы выбралась группа рогатых монстров, в их когтях пылали адские клинки. Они, рассекая воздух мечами и вопя, бросились вперед и присоединились к жаждущему крови. Ралдорон и остальное отделение ответило огнем по громадному чудовищу и его солдатам-приспешникам. Медный кнут ударил раскатом грома и погибли новые воины. Краснокожие демоны бросились вперед, нанося колющие удары и издавая вопли, когда чувствовали ноль поля необы. Первый капитан выпрыгнул из укрытия и убил демона, разорвав на куски. «Арексис!» закричал он. «Сосредоточь огонь на вожаке!» Ралдорон метнул взгляд на Мераса. «Колдунья! Приведи ее! Держи рядом!» Она причиняет им боль. Апотекарий повернулся к Небе, которая неистово трясла головой. «Нет!» закричала женщина. «Ты не слышишь!» Она схватила Мераса за руку и посмотрела на него безумными глазами. «Разве ты не слышишь его крики?» «Пойдем со мной!» убеждал он ее. «Я защищу тебя!» «Ты не можешь спасти его!» закричала Неба. «Они уже убили его миллионы раз!» Она выбросила руки и порывисто указала на вершину башни. Ничего не осталось. Мераса и Ралдарон посмотрели, куда она указала, и увидели массивный медно-кристаллический механизм, подвешенный вверху на тросах. Он раскачивался от разрядов жуткой энергии, которую сам исторгал. Показалось, что капсула колыхнулась и стала более отчетливой, как будто внимательный взгляд Небы придал ей больше реальности. Внутри бурлил густой багровый туман, словно пытаясь вырваться за пределы загадочного устройства. «Посмотрите, что они сделали с ним!» закричала Ниоба. Слезы катились по испачканному копотью лицу. «Разве вы не видите?» Исходящий от тумана свет коснулся гнева в сердцах Мераса, и кровавый ангел вспомнил тот миг на поле битвы, когда Кабандха использовал ту же силу, чтобы убить целую роту его братьев. Кана упоминал об источнике всей ярости и боли, которой бросил тень на скопление Сигнус. И сейчас у легионера не было сомнений в том, что он смотрит на него. Апотекарий не мог описать чувство, которое пронеслось по нему с такой неистовой силой. Оно выходило за пределы страха и знаний, за пределы уверенности. Мерас не сталкивался ни с чем подобным, поэтому не мог выразить словами свое ощущение. Он просто знал, что этот предмет должен быть уничтожен. И тогда он увидел лицо. Бурлящий туман собрался и уплотнился, на краткий миг пытаясь воссоздать очертания человека. Нет, не человека. Легионера. Кровавого ангела. Полусформировавшийся образ колыхнулся, словно не мог точно вспомнить, как удержать себя в плотной форме. Но этого было достаточно, чтобы Ролдорон пробормотал крепкое ваолитское ругательство и побледнел, когда узнал лицо. Я знаю его, прохрепел Ролдорон. Во имя трона это Тагас, капитан 111. Нет, Мерас покачал головой. Этого не может быть. Капитан Тагас погиб на 1-4-20 в мире под названием Убийца. Он вспомнил мемориальные свитки на стене почета Красной Слезы. Имя Тагаса было там вместе с остальными погибшими. Это обман. Его тело так и не нашли, сказал Ролдорон. Эмоции заглушили слова. Я знал его лучше любого боевого брата в Легионе. Клянусь, это он. Он угодил в западню. Как только он произнес эти слова, лицо расплылось и красный туман вернулся в первоначальное состояние. Словно квинтэссенцию ярости превратили в элементарную массу и заперли, сковав как ослепительную яркую плазму в сердце термоядерного реактора. Мерас инстинктивно посмотрел на Кириса. Ланеглазая тварь на миг встретилась взглядом с апотекарием. Демон засмеялся. Мускулистое тело затряслось в так с насмешливыми звуками, которые издавала козлиная морда. Мерас мельком увидел бесконечную жестокость в этом хищном взгляде и понял, что Ралдарон не ошибся. Думая, они убили его очень давно, капитан, и поместили в это адское устройство. «Ты слышишь эти крики?» спросил они оба. «Что они сделали с ним?» Эти твари совершили величайший акт осквернения над братом их легиона, мертвым космодесантником, который на самом деле не умер. От Тагаса осталась только частичка души, слабый отголосок воина, которым он когда-то был. И кровавый ангел использовал его, чтобы предупредить своих братьев о предстоящей встрече. Кана вернулся. Переход был изматывающим. Его мысли представляли путаницу несвязных образов и наполовину ощущаемых эмоций. Его личность рассыпалась на частицы в результате неожиданного пробуждения. Он был так близок к мыслям своего повелителя, слегка прикоснувшись к пойманному в ловушку разуму Примарта. Но затем все исчезло, связь лопнула, распавшись на пылающие нити. Царство снов и видений, сцены неизвестного будущего, которые он наблюдал, все исчезло. И Кана вырвался из нематериального мира. Реальность обрушилась на него с сокрушительной силой, и легионер упал на палубу, раскинув руки на металлическом полу лазарета. Запах обожженной плоти и горячего пепла наполнил ноздри. И кровавый ангел моргнул, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь слезящиеся глаза. Кана услышал низкий, задыхающийся стон и поднял голову. Он был так слаб, ему едва хватало сил сделать вдох. Слияние разумов полностью истощило его. Он поднял голову и увидел, как и Канус опустился на колени. Фонтан артериальной крови хлистал из ужасной раны на шее. Затем близкий друг и боевой брат Кана умер. Свет потух в его глазах и тело рухнуло вперед. Эканус был не единственным, остальные погибли, но куда более ужасным и фантастическим способом. Сальватор, Навенус, Дион, все они превратились в серое извояние. Их тела поглотил изнутри неконтролируемый психический огонь. Его братья пожертвовали собой, чтобы спроецировать свое псисознание сквозь пелену тьмы в разум сангвиния, и все напрасно. Кана попытался встать и увидел, как погиб Эканус. Над мертвым псайкером стояла фигура, человек с безумным взглядом и тяжелым клинком в руке. Значит, убийство, а не жертва. На ноже блестела кровь легионера, и когда Кана пригляделся, ему показалось, что металл пьет ее, впитывая жидкость. Человек был одним из тех, кого мера спас насколдруме. Всего лишь мужчина, обычный человек. И тем не менее, он убил космодесантника, зарезав несчастного Экануса, когда тот бесчувственно плыл в глубинах психического транса. Нападение труса. Я убью тебя за это, с трудом произнес Кана, не в состоянии встать твердо на ноги. В его глазах вспыхнул гнев. Тело отказалось подчиняться. Почему? Вот как это всегда заканчивается, сказал безумец. И в его словах было слышно эхо, словно другой голос заставлял его повторять свои слова. Хенгист всегда был верным, его внедрили в самом начале. Он родился и возвысился, чтобы подчиняться. Сын оружие, фигура, поставленная на доске, чтобы быть наготове. Вдруг на его лице появилась злобная гримаса. Я всегда знал, выкрикнул он, брызжа слюной. Хенгист и Лутгардис, Хорса и Ферия. Братья по культу были готовы, клинок поднялся, теперь он был чист. Всегда готов, провормотал безумец. Он стянул капюшон с головы, и Кана увидел, что у него на лбу вырезано кольцо, пронизанное восьмию линиями. Убийца Экануса направился к нему, обойдя крестообразную платформу, на которой безмолвно и неподвижно лежал примар. Воин поднялся на колени, потянувшись к колонне, чтобы опереться на нее. Этот безумец убьет его, как убил Экануса, ударив в тот момент, когда тот был слаб и не способен сопротивляться. Сангвини никогда не будет пробужден. Рука Кана соскользнула, и он упал на пол. В глазах все расплылось. Он отчаянно пытался стряхнуть себя, уйти от предательства своей плоти к бессмертной силе души. «Сейчас ты умрешь», сказал безумец. «Сначала ты», проскрежетал Кана. Когда его мысли коснулись пылающего ядра силы, спрятанной глубоко в душе, и которую он слишком долго держал в узде, Псайкер поднял руку и высвободил эту силу. Воздух завизжал, когда потрескивающая рубиновая молния вырвалась из ладони Кана и пронеслась через помещение. Хенгист взорвался раньше, чем смог закричать от боли. Кровь и плоть испарились во влажную дымку, от которой потемнели пол и потолок. Беспорядочно выстрелили разряды остаточной энергии, извиваясь по металлической палубе, погашим монитором измерительных приборов и светильником. Казалось, прошло сто лет, прежде чем Кана смог выбраться, пошатываясь из отсеков коридора. Он опирался о стену, спотыкаясь словно пьяный. Тусклый свет Сигнуса Прайм проникал в разрушенный переход. Пыль в зловонном воздухе накрывала устлавший пол мертвецов. Повсюду лежали трупы людей, а на некоторых сидели крылатые гарпии, перуя остывающей плотью. Твари зашипели, когда увидели идущего Кана. Они неистово захлопали крыльями, поднимаясь по спирали в мертвое небо через бреши в корпусе красной слезы. Кана снова споткнулся, прислонившись к разрушенной стене. Чтобы добраться сюда, он исчерпал все силы. Больше всего ему хотелось упасть на палубу и заснуть, позволить колыбельной анабиозной мембране взять под контроль изможденное тело и отдохнуть. Поступив так, он признал бы правду. «Я подвел», прошептал он. «Данное им обещание отдать все силы, чтобы добраться Марха, пойманного в клетку мучительных видений, рассыпалось, а те самые воины, которые могли повернуть ход войны, лежали мертвыми из-за его неудачи. Он был так близок, всего несколько мгновений, если бы не убили Экануса. Вокруг него пустые залы, неспособные взлететь боевой боржи, были безмолвными свидетелями этой открывшейся правды. Его братья ушли, бросив красную слезу, когда огромная жажда крови в конце концов овладела легионом. Кана вгляделся в далекую башню адского собора. Башня из костей взывала к нему, как воззвала к остальным. Она станет памятником их конца. На Кана нахлынула волна ужасной боли, столь сильной, что у него перехватило дыхание. Я подвел мой легион, моих братьев, моего примарха. От стыда он закрыл глаза. Ты не подвел. Кана дернулся, глаза резко открылись, словно его вырвали из глубочайшего сна. Вопреки холоду и зловонному воздуху, тусклому сиянию сигнусийских звезд, прикасавшемуся сквозь тошнотворную пелену на небе, перед ним блестел янтарь и сияла белизна. Он увидел высокую фигуру, мифический облик, созданный светом и выкованный из золота и багрянца. Отеческое выражение лица ангела было наполнено всеми противоречивыми эмоциями, которые могла вместить его душа. Гордость и печаль, страх и восторг и сотни других. Милорд, прошептал Кана, боясь поверить своим глазам. Он протянул руку и коснулся примарха. Это был не сон. Пальцы наткнулись на нагретый солнцем керамид. На миг величайшая печаль обрачила патрицианское лицо ангела. Ты много отдал, чтобы вернуть меня, мой сын, и заплатил высокую цену. Мы сделали то, что считали верным. Ангел поднял руку, призывая к тишине. Мы поговорим об этом, но не сейчас. Он нахмурился. Где твои братья, Кана? Легионер устало поднял руку и указал на собор знаков. Сангвини мрачно кивнул. Его янтарные глаза с тревогой оглядели руины вокруг них. Посмотри, то, что было сделано здесь, сотворено ложью. Он покачнулся на раненых ногах. Могучие крылья полностью раскрылись. Клянусь тебе, на этом все закончится. Повелитель Кана посмотрел на библиария, положив руку на плечо воина. Сегодня ты сражался и победил. Теперь я положу конец этой битве. С громоподобным ревом ангел взмыл в небо, обнажив великолепный багровый меч. Грязные облака рассеялись, словно испугавшись его, и примарх превратился в полосу золотого огня, устремившись к храму из костей, словно пылающая комета. Одно перо, чистое и ослепительно белое, медленно опустилось на палубу у ног Кана. С начала войны на Сигнус капитан Ралдерон видел многое, что испытало его здравомыслие, его стоический характер и за неимением подходящего слова его веру. И тем не менее казалось, что не будет конца подлому предательству, которое лежало в основе каждого нападения на кровавых ангелов. Ложь и скрытые истины, твари из мифов и легенд, все это не укладывалось в голове, но ничто нельзя было сравнить с ужасом предательства. Ралдерон разрядил магазин в визжащую морду кровопускателя. Краснокожее обезглавленное тело развернулось, продолжая безумно размахивать мечом. Капитан сильным ударом ноги отправил его через край пылающей ямы в жуткий извивающийся внизу огонь. Варп пламя жадно лизало стены широкой шахты, истекая из непространства благодаря психической боли миллионов жертв. В то время, как по всему залу его воины продолжали атаковать Кабантху и других чудовищных монстров, капитан на секунду отвлекся. Ралдерон посмотрел на чуждый свет, придававший всему вокруг зловещий вид. Словно собор знака был построен поверх раны в ткани реальности. Отвлечение едва не стоило ему жизни. Кровавый ангел краем глаза заметил кривой скеметар и увернулся, едва избежав удара, который нанес бы ему тяжелую рану. Харакс, молчаливый несущий слово пришел, чтобы заполучить трофей из кровавого ангела. Зачем ты сделал это? Выпалил вопрос Ралдерон. Почему ты предал? Ты никогда не узнаешь, да и не поймешь, прохрипел Харакс, сделав ложный выпад и нанося удар мечом. Тогда будь ты проклят. С губ Ралдерона яростным криком сорвалась брань, и он почувствовал, что теряет самоконтроль. Болтер капитана дважды ряфкнул. Снаряды попали в Харакса с близкого расстояния. От брони отлетели осколки, и несущий слово покачнулся. Будь ты проклят! Ралдерона охватила ярость. Ударом дымящегося ствола он опрокинул Харакса на пол из черепов, выбив клинок из рук врага с безумной свирепостью. Ралдерон разжал бронированный кулак и не отдавая себе отчета махом разорвал горло Харакса. Кровь несущего слова хлынула багровым потоком, забрызгав нападавшего. Прежде чем Харакс смог отползти, Ралдерон покончил с ним, расколов череп врага бронированным ботинком. Первый капитан отшатнулся, шокированный внезапной вспышкой агрессии, которая пронеслась по его телу. С доспеха испарялась испорченная кровь. За всем этим наблюдал Кирис. Хихикающий монстр отвесил ему насмешливый поклон. Гнев тут же вернулся, и Ралдерон шагнул к змееподобному демону. Его мысли были об одном, разорвать демона и увидеть свет его крови. Кровавый ангел остановился, не позволяя импульсу взять над собой контроль. Ралдерон интуитивно посмотрел вверх и увидел бурлящую багровую ауру, которая кристаллической капсуле. Зловещее влияние демонического устройства с каждой секундой становилось сильнее. Оно должно быть уничтожено. Капитан побежал к тянущейся по окружности зала лестницы, которая была сделана из костей конечностей и поднималась к платформе из грудных клеток. Если он сможет подобраться ближе, выбрать угол для выстрела. Куда ты собрался, насекомое? Горячее фритерное дыхание окатило его мерзкой вонью, похожей на запах гниющих цветов. И вдруг Кирис оказался перед ним. Кривые ноги и многочисленные руки твари судорожно подрагивали. Существо прыгнуло к нему, преградив путь. «Такой открытый!» проревело оно хихикая. «Ты еще не понял? Ты не можешь победить! Ты можешь только принять пламя гнева!» Кирис кивнул на труп Бхаракса и разразился злобным и громким смехом. «Ты уже сделал это!» Ярость снова захлестнула Ралдерона, направив вперед. Он напрягся и прыгнул на демона, но не атаковал, как тот ожидал. Вместо этого капитан уклонился вправо, проскользнув мимо его телохранителей к лестнице. Макушки сломанных черепов захрустели под ботинками капитана, но затем мир превратился в океан боли и его уловка провалилась. Кирис изогнулся как танцор и черная клешня одной из дополнительных конечностей хлестнула по груди и плечу легионера, пробив керамид и сорвав наплечник. Щипцы сомкнулись и Ралдерон почувствовал, как сминаются органы внутри сдавленного доспеха. «Дитя Кхорна!» Кирис возвал к своему демоническому партнеру. «Разберись с этим!» Голиав повернулся. Кирис отбросил Ралдерона как невкусный кусок мяса и тот полетел из его смертной хватки, кувыркаясь по мозаическому полу, пока не остановился под пропускающим слабый свет огромным окном собора. Кабандха приблизился, пока Ралдерон старался подняться на колени, сжимая рукоять меча. Капитан увидел злобную улыбку на губах монстра и поднимающийся огромный грубо сработанный топор. Кровь слабого смажет клинки сильного, проклокотали слова глубоко в глотке демона. Топор поднялся для смертельного удара и в этот момент по изувеченным солнцам промелькнула тень, изящная и стремительная, движущаяся с непреклонной целеустремленностью. Демон Кабандха остановился. Прозрачный материал и костяные рамы круглого окна мандалы разлетелись на миллионы фрагментов от удара прибывшего ангела. Сангвений приземлился с оглушительным грохотом, его крылья поднялись мерцающими белыми изгибами. Блеск боевого доспеха ослеплял, как рассветные лучи. Примарх излучал абсолютную силу воли, величественную и бесконечную. В этот момент он был полной противоположностью той пелене ненависти и ужаса, которая пустила корни на Сигнусе Прайм. Словно сама вселенная решила выразить свое отвращение этим демонам при помощи воинственной ярости ангела. Сангвений поднялся, как золотой шторм, воплощенная месть. На кончиках его пальцев потрескивала праведная сила преданного брата и оскорбленного отца. Он бросился вперед, как молния. Великолепный меч с багровым лезвием поднялся, рассекая пепельную пыль. Не удостоив даже на миг взглядом козлоголового кириса сангвений резким движением кисти метнул меч, который со звоном рассек воздух, устремившись к розовокожему демону. Острие клинка пронзило мускулистый живот кириса с такой силой, что пробило насквозь, отшвырнув тварь к стене храма из костей. Демон испустил пронзительный завывающий вопль, пригвожденный мечом, как пойманное для изучения необычное насекомое. Все произошло в мгновение ока. Жаждущий крови уже повернулся к ангелу. Казнь капитана Ролдерона была забыта перед лицом этой новой угрозы. Сильные когтистые руки сжали топор и плеч, когда демон выпрямился, чтобы встретить врага. Сангвини пересек выложенный пожелтевший мозаикой зал, который наполнили приветственные возгласы его благородных сыновей. Жаждущие убийства кровопускатели кинулись навстречу, раскаленные как ненависть. Адские клинки отскакивали от его доспехов. Примарх, почти не обращая на них внимания, расшвыривал их по сторонам и опрокидывал на пол тяжелыми ударами бронированных кулаков. Кабанха зашипел и хлестнул кнутом по нисходящей дуге. Сангвини не колебался ни секунды. Его левое крыло прикрыло лицо, встретив шипастый кончик плети. Кровь брызнула от глубоко впившихся крючев. Примарх зашипел от боли, но проигнорировал удар, сблизившись на минимальную дистанцию с врагом. Жаждущий крови был готов к этому и опустил топор, чтобы разрубить череп ангела надвое. Руки сангвини осошлись вместе с резким лязгом, зажав лезвие. Один краткий миг два титана боролись, не отрывая друг от друга глаз. Их мышцы вздулись. Ты вернулся, проскрежетал демон. Мои сыновья нашли меня. Это ничего не изменит, маленький ангел. Топор задрожал, дергаясь вперед и назад. Одна ошибка и лезвие опустится. Пронзенный кирис своим ревом заглушил звуки битвы между легионерами ангела и низшими демонами. Убей его. Кабанха щелкнул языком. Твой драгоценный легион будет уничтожен, Сангвиний. Ты не сможешь остановить это. Твои избранные погрузились в пучину убийственного гнева, от которого им не сбежать. Слишком поздно. Яд в них. Ты знаешь это так же, как и я. Возможно, прошипел Сангвиний, но они не падут сегодня. Я не позволю. Он оскалился. Это закончится сейчас, демон. С немым криком ангел повернул руки, удерживая обух топора из странного жуткого материала. По залу разнесся отвратительный треск, как у ломающегося позвоночника, и оружие кабантхи раскололось градом осколков. Прежде чем тварь среагировала, Сангвиний схватился за кривой рог жаждущего крови и дернул его изо всех сил. Примарх поднял кулак и обрушил шквал быстрых ударов на морду зверя, прежде чем тот оттолкнул ангела. Выплевывая сгустки черной, дымящейся крови и сломанные зубы, демон прорычал. Посмотри на себя, и куда теперь подевался благородный ангел? Для тебя нет ничего лучше сладкой крови. Кабантха отвел руку назад, медные ремни кнута заскребли о костяной пол, а затем щелчком поднялись в воздух для еще одного смертельного удара, такого же сильного, как и тот, что свалил ангела на равнинах проклятых. Сангвини отреагировал в мгновение ока. Он взлетел в воздух, хлопая крыльями, и перехватил бритвенные концы плети за миг до того, как они настигли его. Ремни вспыхнули, прикоснувшись к керамиту, между пальцами примарха потекли шлейфы пара. Ангел спикировал на жаждущего крови, потянув кнут за собой, и прежде чем тварь среагировала, захлестнул его вокруг горла вопящего чудовища. Ангел и демон столкнулись и рухнули на пол. Кабантха выпустил кнут, но было слишком поздно, медные тросы держали крепко. Сангвини резко дернул кнут, и вопли жаждущего крови превратились в сдавленный яростный кашель. Тварь попыталась освободиться, нанося удары по примарху, хватаясь за воздух. Ее крылья раскрылись, когти на их концах прочертили борозды на доспехе Сангвиния. С холодной и смертельной точностью примарх схватил свободной рукой неистово хлопающее отвратительное крыло. «Только ангелы могут летать!» мрачно произнес ангел и оторвал его. Звук был такой, словно разорвался огромный парус, а демон Кабантха завопил так громко, что затрясли стены. Изобрубка крыла хлынула в арт пламя, и чудище задрожало от боли, которую прежде знал только по воплям врагов. Несмотря на все еще скрученный вокруг шеи кнут, ангел подтащил шипящего, раненого демона к краю ямы, затем поднял и заглянул ему в лицо. Монстр оскалился от боли и забился в конвульсиях, пытаясь освободиться. «Я все равно получу твой череп!» Глаза примарха сверкнули бездонной ненавистью. «Если ты действительно родом из места, которое люди когда-то называли пеклом», произнес он, «То когда вернешься туда, скажи своим, что это сангвений вышвырнул тебя обратно». Захрипев от усилий, ангел столкнул демона через шипастый край. Проклятия кабантхи разносились во время падения, пока наконец не стихли в варп пламени. Душа Мераса возликовала, когда примарх покончил с демоном, и на миг апотекарий осмелился понадеяться, что они все еще могут добыть победу в этой кровавой и изнурительной войне. Мерас ударил кулаком по доспеху в знак победы повелителя. Хоть легионер и понимал, что до конца битвы еще далеко, вокруг него кружился кошмар из вопящих звериных тел, которые бросались на болтеры и мечи кровавых ангелов. Орексис был рядом с Ролдороном, одной рукой поднимая капитана на ноги, а другой стреляя. Апотекарий мельком увидел Кассиила, Лейтио, технодесантника Кайды и горстку других легионеров, которых не подпускала к Кирису стая кровопускателей. Мерас повернулся к Необе, которая съежилась в тени костяного столба. «Телян, пойдем со мной, ты нам нужна!» Она неистово затрясла головой. «Я не могу! Я не могу!» Он поморщился. Глаза Необы были наполнены страхом. Ничто из пережитого не могло подготовить женщину к открывшимся перед ней ужасам и пути, который привел ее сюда. Было чудом, что ее дух не сломался под таким давлением. Но жизнь Необы, как и его и любого другого легионера, имела значение, только если могла послужить победе над врагами. Он протянул руку и неожиданно в его бедро угодил болтерный снаряд, сбив апотекария с ног. Сильный удар отбросил Мерас на пол из расколотых костей. Он быстро вскочил, придя в себя, и увидел лежащую Необу. На один ужасный миг он испугался, что болтерный снаряд поразил Парию. Но в таком случае от нее бы мало что осталось. Женщина была без чувств и истекала кровью. Ударная волна от выстрела, сбившего Мераса, лишила ее сознания. И в тот самый момент, когда легионер понял это, он почувствовал, как рассеивается вокруг нее странная нуль-аура. Мерас боялся, что Необа все же могла погибнуть. Она была хрупкой в сравнении с космодесантниками и легко могла умереть от внутренних повреждений. Но у него не было ни секунды, чтобы позаботиться о ней. В него попал еще один снаряд. На Гомераса из зарванной раны и расколотой кости пылало болью. Из поврежденного доспеха сыпались искры. Связки псевдомышц под керамитом нагрудника вышли из строя, из-за чего Апотекарий покачнулся. Кровавый ангел потянулся за цепным топором, но его не было на привычном месте. Слишком поздно он понял, что оружие вырвалось из магнитных зажимов во время падения. Он увидел, как приближается этот ублюдок, Акалит Танус Крид. Несущий слово снова выстрелил, но слишком низко. Мерас увернулся, пытаясь отвлечь его. Если не оба погибнет, та слабая сила, что защищала ударную группу от зловещей энергии пламени гнева, исчезнет, и они вместе с ней. Даже в этот момент Мерас чувствовал, как растет в нем волна гнева. Он ощущался ужасающе подлинным. Эта жажда крови не была чем-то созданным извне и навязанным кровавым ангелом. Эта ядовитая струйка, скрытая и дремлющая внутри каждого из них, ожидала момента, чтобы пробудиться. Ты погибнешь, кровавый ангел, сказал Крид. Никогда не познаешь триумфа. Твои глаза навечно слепы. Несущий слово добрался до апотекария, прежде чем он смог вытащить пистолет и ударил болтером. Мерас снова зашатался, когда Крид выстрелил в упор. В ушах зазвенели выстрелы. Тяжелый ствол болтера, все еще горячий от выстрелов, ударил апотекария в лицо, обжигая кожу. Мерас потерял равновесие и упал. Грядут перемены, но ты не доживешь до них. Мерас моргнул, голос Крида был близким и резонирующим, повышаясь в симфонии стрельбы и криков. Только те, кто примут истину, пойдут с нами. Ты, с трудом произнес Мерас, с кашлем из горла выходил дым. Боль была сильной. Ты слабак, как и ларгар. Несущие слова всегда были слабыми. У вас никогда не было выдающейся силы. Вы всегда искали оправдания. Ты ничего не знаешь, прорычал Крит, подняв болтер и целясь прямо в лицо Мерасу. Апотекарий увидел крошечные линии молитвенных текстов, выжженные кислотой на стволе оружия. Вам всегда нужно было искать силу, чтобы прятаться за ней. Ложного бога, чтобы оправдать слабость духа. Сначала это был император, а теперь эти варп уроды. Крит наклонился ближе, наслаждаясь моментом. Наши боги любят нас. Тогда отправляйся к ним. Мерас изо всех сил выбросил вверх медицинскую перчатку, одновременно уклонившись от ствола болтера. Оружие Крида выстрелило, оглушив его, но снаряд прошел мимо. Мерас не промахнулся. С нажатием пальцев механизм перчатки выпустил зазубренную костяную пилу. И Апотекарий ударил в нижнюю часть челюсти Крида, вогнав острое лезвие в носовую полость. Он потянул и вырвал пилу из черепа, разрезав лицо Акалита в брызгах крови. Несущий слово и сдав булькающий звук умер, и кровавый ангел отполз от него. Мерас подобрал цепной топор и подошел к Необе. Боль в раненой ноге заставляла его хмуриться при каждом шаге. Подняв женщину за плечи, словно она была каким-то рулоном ткани, Апотекарий оставил труп Крида позади и направился к боевым братьям. Со всех залов собора знака раздавало всех олязгающих клинков и высвобожденной ненависти. 19. Жертва Хмельной вкус победы Помни павших В залах нечестивой базилики Сигнуса Прайм собралась многочисленная армия кровавых ангелов, стянувшаяся со всего поля битвы, чтобы раздавить демонических врагов в их логове. Костяной пол собора и огромное разрушенное пространство снаружи устилали мертвые культисты и уродливые тела, ставшие личинами из плоти для духов варпа. Пятна жидкости окрасили землю, а кое-где собрались в неглубокие озерца. Стены были забрызганы высохшей кровью убитых тварей, пролитой из их вскрытых глоток. Подобное творилось по всей планете, в каждой крепости врага и на кораблях, которые все еще сражались в темноте высокой орбиты. Сыны Сангвиния растворились в буйстве резни. Строгие, дисциплинированные ряды род и орденов сломались и смешались, и час за часом легион медленно превращался в нечто неконтролируемое. Они стали красным ураганом, который промчался по Сигнусу Прайм, не оставляя ничего позади себя. Кровавые ангелы сражались, как никогда прежде, не с холодным разумом и праведной мощью, как их учили, но с сердцами, бьющимися ради мести и жаждой крови, как у берсерков на устах. Их нельзя было остановить, все, что стояло на их пути, уничтожалось. Враг серьезно недооценил волю ангелов. Яростная атака на горячо любимого Сангвиния не сломала их, но освободила. Узы, которые сдерживали легионеров, пали, и скрытая ранее тьма вырвалась на свободу. Каждый из них желал крови противника, но эту жажду нельзя было утолить, только облегчить на краткий мир. Последние из демонических стражей были отброшены в широкое, гулкое крыло у основания собора знака. Их сдавили в массу извивающейся, чудовищной плоти. Орда упивалась своей властью над скоплением Сигнус, пытая и убивая обычных колонистов, которые называли эти миры своим домом. Последние из них были вырезаны демонами здесь, и поэтому это место было подходящим для казни убийц. Численность тварей уменьшалась каждым взмахом клинков кровавых ангелов. Тела чудовищ разрывались на части в хлещущих потоках крови. Демонические сущности с воплями покидали умирающую плоть, падая в огромную яму в недрах храма. Последние из низших тварей были изрублены вихрем клинков, но и после этого гнев не стих. Повисла зловещая, тягостная тишина, нарушаемая звуками капающей крови и низким скрежетом из дыхательных решеток. В живых осталось только хныкающая тварь Кирис. Наверху в огромном зале боли, но на поле битвы больше некого было убивать. Все враги лежали мертвыми, но жажда крови все еще пылала в поиске новой ненависти, стремясь насытить свой бесконечный голод. Сотни и сотни воинов молча подняли головы и посмотрели на легионеров вокруг себя, видя не своих боевых братьев, но соперников и источники старой мелочной вражды. Костяшки рук, сжимающих рукояти мечей, побелели. Пальцы потянулись к спусковым крючкам. В этой тишине будущая легиона балансировала на лезвии меча. Демон в равной степени рыдал и смеялся, ухватившись тонкими пальцами за эфес меча ангела и мучительно вытягивая его и зияющие раны в своем теле. Наконец клинок со скрежетом вышел из стены, а затем из тела, с лязгом упав на пол. Следом из раны хлынули зловонные внутренности. Ралдорон выпрямился и поднял оружие. «Я хочу убить его!» Зло произнес он, охваченный безмерным гневом. Боль от ран казалась уже смутной и далекой. Все, что он хотел, убить эту тварь Кирис, услышать ее предсмертные вопли. Капитан моргнул и попытался избавиться от страшного порыва, но тот всего лишь отступил, продолжая направлять мысли кровавого ангела. Розовокожий монстр раскинул четыре руки и покрутил козлиной головой. «Уничтожь эту плоть и я найду другую!» «Это не остановит безумие!» Он замолчал, когда к нему направился через зал сангвини, излучавший золотое сияние. Лицо ангела пылало холодной яростью, глаза зловеще мерцали. Ралдорон никогда прежде не видел своего повелителя таким. Примарх испытывал сильную боль, которую вызывали увечья, нанесенные плетью жаждущего крови. И помимо этого Ралдорон увидел в душе сангвиния рану настолько глубокую, что исцеление казалось невозможным. Но эту боль скрывала растущая ярость невиданной силы, и лишь генетически сотворенный воин мог сдержать ее. Сангвини подобрал багровый меч. Клинот ожил разноцветным жаром, словно только что извлеченный из горного кузнеца. «Ты проиграла, тварь!» громко произнес он. «Эта война ужасов закончилась». Вокруг стояли выжившие легионеры из отделений Кассиила и Орексиса. Наведя оружие на демона, Ралдорон увидел Мераса на дальнем краю группы, мягко опустившего на пол необу. В его руке дергался цепной топор. Все они чувствовали, как уходят самообладание. Кирис захихикал, зажимая рваную рану в животе. «Ты знаешь, что это не так!» Демон указал на ангела. «У тебя есть внутренний взор. Ты видишь изменение путей, а они видят тебя. Это настоящее, твое свершившееся видение. Оно снилось тебе!» Он запрокинул голову и громко закричал. На губах пузырилась черная кровь. «Сегодня проявился твой изъян сангвений с Ваала. Все твои сыновья увидят его, некоторые не выживут, чтобы поведать об этом». «Нет!» Ангел поднял меч для смертельного удара. «Да!» Кирис скинул руки и отступил назад. Он ткнул клешнями в тусклую кристаллическую капсулу, которая раскачивалась из стороны в сторону на толстых тросах. Пламя гнева зажжено и не потухнет. Гемон злобно посмотрел на ангела. «Это олицетворение тьмы внутри тебя, недочеловек. Тех же красных и черных нитей, которые закручиваются вокруг молекул твоей плоти и крови. Скрытый изъян в твоих сыновьях». Он высокомерно поднял голову, играя словами. «Изъян, который ты носил себе с момента рождения, сангвиний». «Что это за ложь?» разозлился Кайбер. «Милорд, убейте его и покончим с этим». «Это не ложь», сказал примар. И снова в его глазах вспыхнула боль. Ангел взглянул на Ралдорона, на миг разделив страдания с ним. Капитан вспомнил воина в руинах разрушенной часовни на Мельхиори и знали. «Ты никогда не задумывался во тьме долгой ночи, когда был одиноко встревожен? Никогда не осмеливался спросить слух о происхождении?» Демон прервался, чтобы изобразить в воздухе очертания, следуя линиям крыльев сангвиния. «Твоего дара» снова раздалось низкое грубое охихиканье. «Когда ты был отнят у твоего заблудшего отца и оказался в пыли радиоактивных земель вала, губительные силы присматривали за тобой. Они прикоснулись к тебе». «Сейчас ты лжешь», сказал сангвини. «Я сын своего отца и всегда им буду. Я ангел его чистого гнева. Тогда убей меня и посмотри, как твои сыновья уступят этой силе». Кирис поднялся во весь рост, не обращая внимания на гноящиеся раны истерзанного тела. «Гнев! Но если ты не примешь этот изъян, если продолжишь отвергать его, тогда все твои сыновья поплатятся жизнями». Гемон развернулся, вынудив легионеров отступить за пределы досягаемости его клешней. «Неумелая игра этого убийцы Кабандхи закончена, и посреди разгрома я одержу небольшую победу. Покорись меня». «Никогда!» Кирис раздраженно заревел. «Я даю тебе выбор, примарк!» «Пламя гнева нельзя потушить, только отведать!» «Оно само себя поддерживает!» «Посмотри на своих сыновей!» «Даже эти прославленные воины рвутся в бой и страстно желают выпустить на волю берсерка!» «Если бы не та ведьма с призрачным разумом, все бы уже произошло!» «Остальные воины твоего легиона на волосок от того, чтобы поднять мечи друг против друга!» «Его клешни гневно щелкнули!» «И эта красная жажда только начало! Она станет более могучей, чем все, что ты уже видел во снах!» «Какой выбор?» Когда Сангвини произнес эти слова, Ралдоруну показалось, что клинок пронзил его сердца. «Милорд, не...» «Какой выбор, демон?» прогремел примарк. «Впусти пламя гнева в себя», сказал Кирис. «Прими его! Пойдем со мной! Следуй вместе со своим возлюбленным братом Хорусом! Сделай это, и твои сыновья будут освобождены! Я обещаю! Твой легион будет избавлен от этого изъяна, ангел! Они больше никогда не познают его снова! Их жизнь в обмен на твою!» Ралдорон увидел возникшее в глазах своего повелителя сомнение. Даже когда капитан узнал о наследии потерянных, об угрозе, которая таилась в генетической матрице легиона, он хранил молчание, как попросил его повелитель. Но он не мог закрыть глаза на то, какую боль принесло это знание примарку. Ничто так не страшило ангела, как страдания его сыновей. Остре огромного красного меча дрогнуло и опустилось к полу. Ралдорон услышал крики воинов, вопли недоверия и осуждения. Первый капитан подошел от предателей, произнес он. Вот почему они привели нас сюда, милор. Поставить перед этим выбором, разве вы не понимаете? Понимаю, ответил Сангвини. Это, казалось, состарило его на века. Разве я многого прошу, самодовольно улыбнулся демон. Отец, готовый на все ради своих детей. Разве не этого ты всегда хотел, Сангвини, умереть за них? Кирис скрестил руки, исполнив ряд пасов, трехически резонирующего материала раскрылись, словно причудливый механический цветок. Бурлящий красный дым вырвался наружу. Ралдарон почувствовал на языке привкус тумана. Он был металлическим и насыщенным горькой ненавистью. Вы не можете верить этой твари, гневно произнес капитан. Мы никогда не будем лгать тебе, сказал Кирис, повторяя слова кабанхи на равнинах проклятых. Мы дадим тебе то, в чем ты нуждаешься, чего желаешь. Ангел бросил долгий мрачный взгляд через разбитое окно на отряды воинов в багровых доспехах, окруживших собор. Его любимые сыновья. Если жертва должна быть принесена, сказал Сангвини. Его крылья раскрылись, так тому и быть. Она будет принесена, крик прозвучал эхом слов примарка. Иралдарон повернулся на голос, услышав внезапный рев цепного оружия. Но не вами! Он увидел, как Мерас взмахнул топором. Апотекарий схватился за один из широких тросов, там, где он был привязан к остяному кольцу в дальней стене. Прежде чем кто-либо смог помешать, Мерас одним ударом рычащего оружия перерубил канат. Натяжение отбросило перерезанный трос, и он вращаясь устремился вверх к сложной паутине массивных штифов и противовесов, поддерживающих кристаллическую конструкцию. Апотекарий крепко держался за канат, поднимаясь вместе с ним в густой туман, изливавшийся из открытой капсулы. Топор выскользнул из руки Мераса и полетел вниз, исчезнув в кровавом дыму. Без промедления Сангвини бросился в воздух бело-золотой вспышкой, полетев по спирали вслед за непослушным сыном. Он пошел на это без колебаний, зная, что поступает правильно. Если бы у Мераса было время на сомнение, возможно, он задумался о таких абстракциях, как Судьба или Рок, но ему это было не свойственно. Существовал только вопрос о том, что нужно сделать, и сделать без промедления. Он не может пасть. С того самого момента на Нортабо Октус, когда Мерас почувствовал, как снаряд души искателя пробивает его живот и застревает внутри, он знал, что призрак смерти близок. Он был готов умереть. В этом заключалась доля легионера, всегда быть готовым, славно погибнуть в битве за имперскую истину. Но смерть не забрала его в тот день. И в саркофаге, где он лежал, пока кровь очищалась от порчи чужих, та неосязаемая часть человека, которую можно было Хорус. Воин, которого он встретил в грезах исцеляющего кровавого сна, назвал это имя предостережение. Только сейчас Мерас все понял. Тогда он подумал, что это было запоздавшее предупреждение, но сейчас оно звучало иначе, как подготовка к этому событию. Кровавый ангел, который должен был быть мертв, не умирал ради этого выбора, этого поступка. Он казался верным, он был верным. Трос, поднимающий тяжелое тело в доспехе, заскрипел и начал гореть в подъемном механизме. Вниз стремительно опускался тяжелый противовес. В глазах Мераса помутнело, когда он нырнул в багровую дымку. Апотекарий отпустил канат. Скорость падения отнесла легионера в сторону, и он тяжело рухнул на лепесток открытой псикапсулы, из-за чего треснула кристаллическая матрица. Мерас покатился. Закованные в керамид пальцы заскребли по скользкой поверхности, когда он попытался остановиться. Ему удалось зацепиться, прежде чем руки разжались, и он упал бы туда, откуда поднялся. Кровавый ангел встал и огляделся. Капсула, которая снизу напоминала огромный ящик из мутного кристалла и медной филиграни, теперь была открыта и освещена энергетическими вспышками. Их цвет вызвал у Мераса синэстетические всплески эмоций, цвет гнева. Казалось, открытый контейнер не имел ни размеров, ни реальной формы. Внутреннее пространство простиралось в бесконечность, как зеркало, обращенное к зеркалу. Красный дым с дымающимися могучими волнами бурлил вокруг него, подобно крови в чистой воде. В его движении был умысел и злоба. Мерасу это напомнило поведение Карнадона, который кружил возле своей добычи. Апотекарий раскрыл руки. «Давай же! Иди, прежде чем пойму, насколько я глуп. Возьми свою жертву!» Сильный порыв ветра и шум хлопающих крыльев возвестили о чьем-то прибытии. Мерас повернулся и вдруг увидел суровое лицо ангела, приземлившегося позади него. «Отойди, сын мой!» сказал он. «Я приказываю тебе!» Мерас сделал вдох, а затем произнес самые трудные в своей жизни слова. «Нет, милор, со всем уважением я должен отказать!» Сангвини прищурился. «Ты не повинуешься своему примарху!» «Да!» Его вдруг охватила странная сентиментальность и апотекарий грустно рассмеялся. «Полагаю, это делает меня предателем!» «Мерас, ты не можешь сделать это!» Крылья ангела сложились, когда он указал на клубящийся туман. Ни одна смертная душа не переживет прикосновение этой силы. Если Кирис говорил правду, это сырая энергия варпа, грубая мощь всей нашей ярости. «Ты не сможешь контролировать ее!» «Она уничтожит тебя!» «Да!» сказал апотекарий, приблизившись на один шаг. «Она уничтожит меня!» «Не вас!» Мерас поднял руку и повернул кисть, на которую была надета медицинская перчатка. «Вы многому научили меня, лорд Сангвини, благородству нашего духа, воинскому искусству наших сердец, смирению перед лицом грандиозной и великолепной вселенной». Мерас кивнул и долгу, огромному бремени долга. Он поднял глаза, встретившись с твердым, вопросительным взглядом ангела. «Вы, примарх, сын императора и полководец, самый загадочный и величественный среди ваших родичей. Я всего лишь воин, рожденный из пыли варпа и высоко вознесшийся, чтобы сражаться ради великой цели. И я не вижу более великой цели, нежели это». «Мои сыновья не будут умирать вместо меня», прошептал Сангвини. «Не вам принадлежит этот выбор, а нам, мне». Мерас осторожно выпустил режущую пилу перчатки и приложил ее к замку горжета. «Если одного легионера поглотит пламя и ярость, галактика не заметит этого и будет дальше вращаться. Но если вы падете...» Он поморщился. «Если воитель отвернулся от терры, значит, вы не можете пасть. Только вы можете встретиться с ним на равных. Когда придет битва, вы должны быть там, чтобы брат выступил против брата». Мерас запнулся. «У меня нет вашего дара, повелитель, но я вижу это и знаю». Посыпались искры, и Мерас, рыча от боли, надавил пилой на доспех, неровно вскрывая керамид от горла до паха. Он направил зазубренный конец редуктора к нужным местам, так как проделывал это много раз с телами умирающих легионеров. Устройство застрекатало и разрезало кожу. Заставив кровавого ангела заскрежетать зубами от боли. Апотекарий нажал на цифровое устройство управления и слажным звуком хлещащей крови извлек свои прогеноидные железы. Устройство втянуло сгустки богатой генетической информацией ткани, законсервировав их внутри. Наследство Мераса своему легиону теперь было защищено. Кровь выступила на губах апотекария. Он повернул медицинский модуль и отсоединил его от доспеха. «Мелор, не могли бы вы?» Пошатнувшись от боли, Мера сбросил модуль ангелу. И тот, сверкнув золотой вспышкой, поймал его на лету. «Взять это и пусть часть меня продолжит жить». Затем повернулся спиной к своему повелителю и бросился в бурлящее сердце пламени гнева. Словами нельзя было описать весь этот ужас. Это был гнев в своей чистейшей форме, абсолютно лишенный всех остальных чувств и эмоций. Не было ни любви, чтобы смягчить его, не хладнокровия, чтобы успокоить. Не было ни самообладания, ни здравомыслия, которые могли бы направлять и повелевать яростью, ни интеллекта, чтобы сфокусировать ее, ни морали и интуиции, с помощью которых ее можно было ограничить. Был только гнев, раскаленный багровый, вызывающий жажду крови, крови и еще раз крови. А где-то глубоко под ним, в ожидании алого пути, притаилась крошечно-черная ярость, безумие, неистово растущих, невообразимых масштабов. И все это было внутри него. Словно вино, наполняющее бокал, пылающий дым хлынул в Мераса. Через отверстия в доспехе он проникал в глаза и уши, просачиваясь сквозь поры кожи. Последние, мельчайшие крупицы легионера, который был капитаном Тагасом, боевым братом и потерянной душой, прошли сквозь апотекария, неуловимым светом и навсегда исчезли. Мерас почувствовал едва заметную частицу личности Тагаса. Варп изменил капитана. Психическая сила капсулы медленно исказила его тело, пока несчастный, измученный Тагас не распался на эту неуправляемую энергию. Демоны так долго не позволяли ему умереть, держа его на грани ярости и безумия, что они буквально поглотили его. Отродья Варпа поместили воина в тигель ненависти, пока от него не осталась самая низшая, самая порочная часть души. Плой стала энергией, личность стала эмоцией. Своей невероятной алхимией Кирис и его колдуны сотворили из Тагаса пламя гнева. Они превратили душу обычного воина кровавых ангелов в инструмент для уничтожения всего легиона. Мерас отомстил бы за него, если бы мог. Он цеплялся за эту мысль, когда гнев и жажда переполняли его, медленно проникая во все, чем он был. Огонь поглотит его, переделает его разум и характер. И после того, как Мерас добровольно решил пожертвовать собой, он почувствовал присутствие другого разума. Не Тагаса, тот давно растворился, от него осталось только эхо. Нет, это было нечто новорожденное. Сознание Варпа соединялось и росло, обретая жизнь. Говорили, что безумные волны и материума были буквально морем эмоций, нереальным отражением материального мира. Если это верно, тогда этот разум был рожден именно там. Гнев и жажда, необходимость и желание, столь могущественные чувства объединились и теперь обрели собственное сознание. Постепенно эта сила проникла и поглотила разум брата Мераса, наполняя его, меняя, становясь реальной. Произошел колоссальный взрыв, и кристаллическая капсула рассыпалась пылающим дождем сверкающей пыли. Канна споткнулся, почувствовав смерть своего друга. Ощущения были похожи на физический удар. Библиарий пошатнулся, наоперся о сломанную колонну, заморгав от симпатической боли и поднял голову. Канна пристально взглянул через рваную брешь в корпусе красной слезы. Запусто же зоны боевых действий в сторону высоких башен демонического храма. В темных бурлящих облаках полыхнули изумрудные и багровые копья молний, осветив пепельное небо. Жгучие разряды походили на мечи сражающихся богов, преследующих друг друга. В воздухе повис маслянистый электрический запах сырой психической энергии. Яда, который излился из варб существ, бьющихся в предсмертных муках, и загрязнял мир из места их проникновения в эту вселенную. К сожалению, это была не смерть, а обычный эффект, который он неоднократно ощущал за время Великого Крестового Похода. Конец Мероса был скорее медленным стиранием его личности из реальности. Психически настроенный разум Кана видел, как это происходит, хотя его тело находилось во многих километрах от собора знака. То, что он наблюдал внутренним взором, было отливом невиданной волны свирепой ненависти и приправленного кровью безумия. Все на поверхности Сигнуса Прайм и в пределах его орбиты окунулось в призрачное излучение гнева, его нереальную ткань, которая обращалась прямиком к сердцу кровавого ангела. Покров тьмы, как и огромная черная пелена, которая все еще окутывала все скопление Сигнус, возник из антиматерии мыслей, и его прикосновение было губительным. Кана трезво рассудил, что эта волна в конце концов погубит их всех, лишив даже самых лучших самообладания и разума. Но сейчас эта тень, что не была тенью, отступила, как пелена необузданной ярости спала с глаз боевых братьев. Когда она исчезла, легионеры с поднятыми болтерами и клинками обнаружили, что перестали рычать. Изъян внутри них оставался явным, его сила по-прежнему могучей. Но отнятая у девятого легиона самообладание наконец вернулась к ним. Как только видение изменилось. Охватившая свыше ста тысяч воинов, пламя гнева обратилась в себя. Стала насыщенным и отчетливым, как нерожденная звезда, сжавшаяся из звездного газа и пыли, ярость сконцентрировалась внутри души Мераса. Кана горестно вздохнул, когда он понял всю значимость самопожертвования апотекария. Мерас был воином с хорошей репутацией, но никогда не считался тем, кого называли чемпионом, героем легиона. Он был просто одним из рядовых кровавых ангелов, верным, благородным сыном Терры и Ваала, самоотверженных и готовых к битве, готовых к смерти. Кана закрыл глаза, но не мог заблокировать видение. Телепатическая волна слишком сильно привлекла его внутренний взор абсолютным притяжением своего воздействия. В сердцах Кана начала медленно расти холодная уверенность, и он приготовился. Ощущение было знакомо, он видел это раньше. Кровавый ангел вспомнил, как палуба под ногами раскололась, подобно хрупкому льду, и он упал в лишенный пола зал из черного воздуха. Нет, отрицание шепотом покинуло его уста. Слово прозвучало слабо и тихо. Это было неожиданное понимание, воспоминание и сожаление, это была истина. Он вспомнил кричащую человеческую фигуру, поднимающуюся из тьмы прямо к нему. Воин в тяжелом доспехе, который излучал красное адское сияние и блестел влажным багрянством. Странствующий в бесконечной ментальной бездне психического мира Кана понял, что означало пережитое в теле медитации видение. Глаза были знакомы ему. Некоторым образом он всегда знал, кто это был. Все двигалось, вращалось, как миры вокруг солнца. События за событием, все приближало этот момент. Мерас преобразился, извиваясь в хватке адского свечения. Пылающая сила впитывалась каждым атомом его сущности. Плоть лица исказилась в пустую, ничего не выражающую маску. Его доспех стал темным и изуродованным. Сочленение испускали пар, оболочка тряслась, словно стараясь держать то, что никогда не должно было находиться в этой реальности. В тени варпа Кана увидел пару призрачных, пропитанных кровью крыльев, на миг развернувшихся из израненной спины апотекариев, смазав сломанные кости потоком призрачной крови. Затем они исчезли. Брат Мерас скончался и родился красный ангел. Расколовшаяся кристаллическая матрица зазвенела, как диссонирующие колокола. Медь и кристаллические осколки превратились в смертоносную шрапнель. Кирис бросился вперед, подняв руки, словно в мольбе, испуская вопли на непонятном языке. Пронзительный нечеловеческий голос оглушал звуком гибнущей эмоции, столь адского и жуткого обмана, что самые порочные из человеческих сердец не смогли бы вынести его. Гемон выл, рыдал, подобно овдовевшей женщине, в приступе великого гнева круша все вокруг. Наконец он обернулся и выплюнул желчные слова кровавым ангелам, которые взяли его на прицел. Вы, блеющие, невежественные животные, как вы осмелились разрушить все это! Сигнус Демоникус, наш плацдарм, наше поле битвы, делайте то, что вам велено! Мелодичный голос Кириса сломался и стал жестким и злым. То же произошло с покрытым узорами татуировок лицом демона. Нежно-розовая козлиная морда приобретала новые жуткие оттенки. Марионетки не имеют права бунтовать. Берите то, что мы даем, преклоняйтесь! Крылатая тень прервала слова зверя. Белые крылья разорвали туман, мелькнул красный клинок примарка. Кирис отступил и завизжал. Вопль лился чередой высоких и низких звуков, хихикающие отональной сирены, которая отшвырнула кровавых ангелов мощью гравитационной пушки. Руки клешни присвоенной плоти вытянулись, щелкая и загребая землю. И демон словно из воздуха извлек оружие, выкованное из цельного слитка мерцающего серебра. Ралдорону, Кассиилу и остальным не нужны были приказы, чтобы броситься в атаку. Они знали, как и их враг, что это последний оставшийся демон. Болтерные снаряды хлестнули по твари, вырывая куски плоти из извращенного тела. Кирис закружился в безумном пируэте, пытаясь убить всех, кого мог. Обильные слезы лились по его морде, слюна забрызгала губы и трясущиеся груди. «Вы должны любить нас», заревел он. «Мы дали вам кровь и ненависть, а вы будете любить нас за это». Позади твари возвышался ангел, готовясь нанести смертельный удар. Он был одновременно и великолепен, и ужасен в своем сияющем доспехе, держа меч обратной хваткой палача. «Сейчас я тебя утихомирю», сказал Сангвини, и ударом красного меча снес голову демона с плеч. Голос Кириса умолк, и из смертельной раны хлынул фонтан нечестивой крови, и обезглавленное тело рухнуло вперед. Примарх схватил изогнутый рог, прежде чем нанести удар, и позволил телу упасть. Ангел медленно повернул отсеченную голову, бесстрастно изучая трофей. Она прошептала несколько слов, которые только Сангвини смог услышать. Затем на один кратчайший миг едва заметно улыбнулась. Ралдарон, прихрамывая и не обращая внимания на боль от ран, подошел к повелителю, опустив болтер. Примарх небрежным движением кисти швырнул голову демона в огромную яму, а трупа мертвого монстра уже поднимались ядовитые испарения, которые вызывали тошноту даже у крепких легионеров. Обезглавленное тело существа, которое называло себя Кирис развращенный, стремительно, словно при ускоренной пик загрузки, разложилось в отвратительную жижу, напоминающую протухшие потроха. Плоть превратилась в вязкую жидкость и стала просачиваться в трещины пола. Показались деформированные кости, которые затем тоже почернели и превратились в старый пожелтевший воск. Первый капитан, как и полагалось опытному воину, имел представление об анатомии и органической структуре, но не смог припомнить в останках твари ничего похожего на биологическую закономерность. На один тревожный миг ему привиделось очертание скелета человека, каким-то образом угодившего внутрь костей демона, словно один вырос из другого. Но затем он превратился в песок, состарившийся за считанные секунды на тысячи лет. Последним рассыпался почерневший комок сердца. Кассиил провел черту острием меча по кучке сгнившего вещества. Все закончилось, да? В его голосе звучала такая усталость, словно усмирение Сигнуса продолжалось целый век. Тяжело было признать тот факт, что прошло всего несколько дней. Смотрите, устало произнес Кайбер. Тяжелая серва рука появилась из-за ранца технодесантника, загудела и указала на фигуру, стоящую у края ямы. Ралдарон посмотрел раз, потом еще. Фигура не стояла, она парила на небольшом расстоянии от пола, немного смещаясь. Тот же тошнотворный свет, что бурлил внутри психической капсулы, который давил на его мысли, теперь сконцентрировался в этой личности. Вокруг нее пылал ореол адского пламени, издавая низкий и зловещий рокот. Мерас произнес Кассиил имя, как поминание. Клянусь троном, он жив. Это не жизнь, сержант, сказал Сангвини, шагнув вперед, чтобы загородить своих воинов от их изменившегося брата. Он пошел на это ради нас. Ралдарон просигналил остальным легионерам быть на готове, они прицелились. Так нам убить его. Ангел ждал, пока призрак сделает свой ход. Что-то иное существует внутри этого тела. От легионера, которого мы знали, осталась только частица. Существо, которое было братом Мерасом, неожиданно подняло голову, как будто Сангвини произнес его имя. Частица осталась, сказала оно, и в словах прозвучал призрак голоса апотекария. Достаточно для того, чтобы его исказили за то, что он сделал. Оно медленно приблизилось к ним, и легионеры едва сдержались, чтобы тут же не открыть огонь. Сангвини не двигался, опустив меч и ожидая. Теперь здесь я, продолжило существо, внутри твоего павшего сына. Я знаю твое темное сердце. Этот не погибнет, как другие. Слабость Тагаса была в уверенности, что его бросили. Она была ключом, при помощи которого губительные силы уничтожили его душу. Этот, оно замолчало, изучая сломанные, закованные в броню руки. Он знает, что сделал это ради тебя. Ралдерон был ближе всех к повелителю, и поэтому только он заметил блеск слезы на обожженной щеке примарка. Послушай меня, существо, и позволь Мерасу услышать. Сангвини поднял великолепный меч и указал прямо в грудь измененного воина. Твоя уловка провалилась. Какие бы силы ты не называла хозяевами, какой бы абсурдный выбор не сделал мой брат Хорус, чтобы пойти на сговор с ними, сейчас ты, стоя в шаге от победы, потерпела поражение. Ты понимаешь из-за чего? Из-за него изломанный легионер провел подымящемуся разрезу на разбитом доспехе. Одного из твоих отпрысков вас недооценили. Жажда должна была подчинить вас. Этого не произошло, на лице Сангвиния застыло вызывающее выражение, потому что, пока жив хоть один кровавый ангел, он будет хозяином своей души и не позволит бездне, что лежит в наших сердцах затянуть его во тьму. Когда примарх оглянулся и обвел взглядом Ралдорона и остальных измотанных битвой сынов, в его глазах пылала гордость. Это истина, которую вы не поняли, истина, которую забыл Хорус. Дело не в падении в тень и не в подъеме к свету. Не это делает нас исключительными. Именно в бесконечной борьбе между ними заключается настоящее величие характера. Нам выпали испытания и мы не сломались. Голос ангела внезапно сорвался в крик. Мы никогда не пойдем. Запомни это и передай моему брату. Изломанный воин повернулся, кивнув словно кукла и направился к огромной яме. Огни варпа внутри нее запылали ярче и интенсивнее, словно почувствовав его приближение. К удивлению Ралдорона Сангвини сделал несколько шагов за призраком. Мерас произнес он так тихо, что его никто не услышал. Если ты слышишь, вот тебе моя клятва. Я клянусь легионом, чью честь ты сохранил, что твоя благородная жертва будет вознаграждена, тебя не забудут. Окутанное огнем тело не ответило ему. Оно шагнуло за край, и на его спине мистической молнии вспыхнули багровые крылья. Ралдорон услышал исходящий снизу хриплый низкий рокот, который стал таким громким, словно раскололся сам мир. Пламя варп энергии вскипело силой вулканического извержения, поглотив тело перерожденного воина. Сангвини резко отвернулся, раскрыв крылья, чтобы прикрыть своих легионеров от убийственной стены адского пламени. В мыслях Ралдорона завопил инстинкт, сокрытое глубоко внутри его разума чутье, нечто, бравшее начало миллионы лет назад в основах человеческой психики. Он выкрикнул приказ легионерам «Отвернуться! Не смотрите на пламя, братья! Отвернуться!» Неисчислимые и непостижимые ни словом, ни мыслью ужасы завопили и прокляли кровавых ангелов, когда их последний плацдарм на Сигнусе Прайм пал. Верхние ярусы широкой конической башни храма разлетелись на куски и от поверхности планеты оторвалась клубящаяся сфера чистого варп-огня. Расколотые осколки костей разбросало по сторонам. Они посыпались с неба отвратительным дождем. Варп-масса утратила свою власть над материальной вселенной и с пронзительным воплем покинуло небо планеты и сушив пепельные облака. Пробив тонкую оболочку атмосферы, стремительно набирая скорость, она поглотила огромные куски из колец обломков на низкой орбите. Уцелевшие корабли Кровавых Ангелов быстро убрались с ее пути. Те же, кто не успел, стали последними жертвами битвы. Вращающиеся сферы нематериального колдовского пламени распались, и, подобно умирающему, тонущему человеку, что молотит руками и ногами в момент приближения смерти, вцепились в планеты и солнце скопления сигнус, разрывая их поверхность и впитывая материю. Но пламя не могло оставаться в реальном пространстве. В этот раз психический вопль задохнулся, и на краткий миг вспыхнула сверхновая звезда, пока огонь не превратился в пепел, и, наконец, полностью исчез. Медленно и осторожно теневая пелена, окутавшая все пространство звездной системы, разошлась и рассеялась. Стоящий на руинах разрушенной башни Ролдорон взглянул в небеса, на которых не было облаков. Постепенно в черноте над их головами ослепленные звезды вернули свой свет Сигнусу Прайм. Первым заговорил Кассиев. Все закончилось. Сангвини взглянул на него и покачал головой. 20. Заплаченная цена Скорбь Империум Секундус По безжизненным равнинам пронеслось землетрясение, колыхнув в почву. И в этот момент показалось, что Сигнус Прайм затаил дыхание. Затем на столбах ядерного пламени, обращавших камень и песок в пар, гигантский корпус Красной Слезы начал подниматься. Поначалу медленно, сбрасывая искореженные металлические части и массу песка, нанесенного завывающими ветрами. Боевая боржа оторвалась от земли. Борясь силой притяжения за каждый метр корабль, казалось, поднимался в пасмурное небо вопреки здравому смыслу. Монолитный размером с город корабль сопротивлялся попыткам удержать его на месте падения. Это была последняя битва, происходящая в скоплении Сигнус. Последний бой между силой кровавых ангелов и пустошами, сотворенными человеческими страданиями и варп-колдовством. Девятый легион вновь победит, дабы исполнить волю ангела. На Сигнусе Прайм, на Холлской орбите, всюду, куда ступали его воины, примарх приказал уничтожить любые следы пребывания легиона. За те дни, что прошли после решающей атаки на собор знака, армия сервиторов и хранители собрали тела всех боевых братьев. Каждую разбитую машину, каждый оторванный от брони кусок и затупленный меч. Работа была почти закончена, если не считать нескольких стрелянных болтерных гильз, затерявшихся среди песков. Таков был приказ Сангвиния. Кровавые ангелы не оставят ничего после себя в этом гиблом месте. Ни кораблей, ни следов, ни дорогих сердцу павших. Искалеченная, но по-прежнему величественная, красная слеза поднималась все быстрее и быстрее, несомая в небеса могучими двигателями. Повреждения корабля были тяжелыми, во внутренних помещениях все еще шли ремонтные работы. Но как и кровавые ангелы, он бросил вызов судьбе и планам коварного врага, чтобы снова подняться. Сквозь завесы пыли в воздухе сияла белая зарево карликового солнца Сигнус Бетта. Его ненадолго затмил силуэт красной слезы. Отброшенная ею тень в форме символа Легиона скользнула по полю битвы и исчезла. Ралдарон наблюдал за тем, как в Сигнусийском небе удаляется могучая боржа. Он и остальные капитаны собрались среди руин, приветствуя ее отбытие. Они были последними кровавыми ангелами на планете и во всей системе. Неподалеку ожидало звено грозовых птиц, чтобы забрать их из этой обезображенной пустоши. Они покинут Сигнус Прайм раз и навсегда. Никто не вернется. Эти слова уже были запечатлены собственноручно примархом в числословии Легиона. Кровавые ангелы не будут возводить здесь памятник или могильный знак, как делали на других планетах, где проливали столько крови. Сотни и сотни павших заберут домой на Ваал, чтобы похоронить на склоне горы Серафим. Поврежденные корабли отправят в космические доки для ремонта и перевооружения. Сигнальные буи и автоматические маяки разместили по всей границе звездной системы, чтобы не позволить ни одному кораблю войти в нее в грядущие годы. Скопление Сигнус объявили Морте Перпетуа на Вечно Мертвом. Его оставят безжизненным и разлагающимся, пока не погаснут звезды и не останется ни одного свидетеля, кроме эхо тех, кто пал здесь. Ролдорон отвернулся от пылающего неба и пропитанной кровью пустыней и окинул взглядом лица братьев. Он видел Галлана и Фурио, Кармину и Саэс Кайлона. Все стояли на вытяжку в присутствии повелителя, но на каждом легионере оставила след та же зловещая тень, что лежала на всем легионе. После боя не в соборе, когда колдовские чары наконец были разрушены, поведение кровавых ангелов изменилось, они стали замкнутыми, их терзала мучительная боль. Постепенно, подобно людям, вышедшим на свет после десятилетий, проведенных в темнице, они осознали, что этот необычный кошмар закончился. Поведение некоторых даже стало открытым и оптимистичным, но первый капитан не мог не подозревать в этом притворство. И только Амит стал мрачнее. Даже сейчас он стоял в стороне, ни с кем не общаясь, прикрыв глаза и погрузившись в свои мысли. Ралдерон нахмурился. Легион был ранен в самое сердце. Как и их примат, кровавые ангелы были ослеплены теми, кого звали родичами. Далекая измена воителя Хоруса и близкая ложь несущих слова привели их на грань бездны. Нам показали худшую часть самих себя, подумал он. Эта истина привела нас в чувство. Время покажет, излечатся ли они от этой раны или она будет вечно гноиться в них. В этот момент капитан вспомнил слова сангвиния, произнесенные в храме из костей. Нас испытывали и мы не сломались. Он немного отошел в сторону, чтобы позволить сервитору проскрепить неторопливой походкой грозовым птицам. Механический раб был одним из немногих, кто сопровождал боевых капитанов в это место. Сервиторы доставили механизмы для тактического циклонного устройства, которое разместили среди руин. Приземистая тумба из пластали содержала в себе боеголовку невероятной разрушительной силы. Оружие было запрограммировано взорваться, когда собравшиеся офицеры отдалятся на безопасное расстояние. Вызванного ею взрыва будет достаточно, чтобы расколоть поверхность Сигнуса Прайм и навечно уничтожить все следы собора знаков. Сангвений посмотрел на оружие, а затем повернулся к ним. Наш враг допустил серьезную ошибку моих сыновья. Он не убил нас, когда появился шанс. Лицо Ангела стало мрачным, и теперь мы возьмем кровавую плату за эту ошибку. Плату за жизни наших боевых братьев, утраченных в этом безумии, за невинных, принесенных в жертву, чтобы заманить нас сюда. В его глазах сверкнула ярость. Плату за предательство и измену. Примарх взглянул на Аскаэлона, и командир гвардии взял слово, чтобы поведать важную информацию. Наши корабли провели поиск темной страницы, но предательский корабль ускользнул от нас. Мы можем только предположить, что несущие слова покинули систему и совершили прыжок в арф. Думаю, они несут сообщение о своем провале. Он вдруг запнулся. Хорусу произнес ангел. Ты можешь называть имя моего заблудшего брата Аскаэлон. Нам всем придется сделать это, когда наступит момент, и он будет назван архипредателем. Ралдорон знал, что его повелитель испытывает непроходящую боль, хотя не подает виду, полученные им на поле битвы тяжелые ранения все еще не зажили. Более слабое существо никогда бы не смогло ходить без замены сломанных конечностей на агметические протезы. Сангвиний преодолел эту боль, скрывая ее от остальных, но не другую, терзающую его душу, ту, которую он не мог таить от воинов внутреннего круга, легионеров, которые хорошо знали ангела. Ралдорон видел ее в глазах примарха, слышал в его словах. Воитель впервые пробудил глубокую скорбь в своем ангельском брате, но теперь она сгорела и возродилась в облаке огромной и сильной ненависти. Меч примарха сожженной рукой, пролив кровь. Я клянусь на этом клинке, что наступит день, когда я встречусь с Хорусом и спрошу с него. У меня нет сомнений в том, что мой брат отвернулся от законного правления императора и славного знамени Теры. Он объединился с чудовищами, чтобы поднять мятеж. Я не знаю причины, но это не остановит нас. Это может быть безумием, влиянием чужих или порчи в его сердце. Но я узнаю истину, когда встречусь с ним лицом к лицу. Он с силой сжал меч, а затем убью за предательство. Когда среди воинов пронеслась волна мрачного согласия, Ралдерон почувствовал необходимость высказаться. Милорд, если сыны Хоруса и несущие слова объединились против остального империума, тогда нам предстоит битва, равной которой не было в человеческой истории. Сангвини кивнул. Ситуация намного хуже, чем ты думаешь, мой друг. Сегодня Аскайлон принес мне сообщение, расшифрованное одним из немногих выживших астропатов. Ралдерон внимательно слушал. Пока таинственная пелена оставалась на месте, ни один астропатический сигнал не мог достичь флота кровавых ангелов. Создалось впечатление, что пока они находились в этой необычной тюрьме, время странным образом остановилась, а события вокруг них продолжали идти своим чередом. Словно эта новая война не ограничивалась исключительно скоплением сигнус и кровавыми ангелами. Примарх объявил, что это сообщение несло печать Рогала Дорна, самого имперского кулака. Раздались приветственные возгласы. Многие опасались, что ловушки, подобные той, в которую угодил девятый легион, были задействованы против остальных верных сынов империума. И сообщение о благополучии Дорна было встречено с облегчением. Да, это хорошо, что он жив, сказал Сангвини. Его тон не изменился, предвещая недоброе. Но его сообщение содержит куда более важные новости. Дорн возглавляет оборону Терры, но предупреждает, что измена широко распространила свою порчу. Дети императора, несущие слово, повелители ночи, альфа-легион, железные «Теперь все они на стороне магистра войны». Воцарилась безмолвие. Ралдерон слышал гул крови в венах, чувствовал, как в горле перехватило дыхание. Если кто-нибудь другой бы произнес эти слова, он бы немедленно осудил его. Первый капитан видел, как боевые братья пытаются осмыслить эти новости. Это было ошеломляющее и ужасающее открытие. Легионы Састартес разделенные ложью. Между колоссальными армиями генетически созданных воинов вспыхнула гражданская война, которая могла закончиться только в пламени галактического конфликта. И это было только началом. Сухое сообщение Дорна принесло известие не только об измене, но также и о смерти. Саламандры, гвардия Ворона и Железные Руки приняли главный удар предательства. Их силы разгромлены. Марс охвачен войной между фракциями. Судьба Чесунов и Космических Волков неизвестна. В голосе Сангвиния не было ничего, кроме сильного и яростного гнева, когда он говорил о своем брате Ферусе Манусе. В сообщениях говорилось, что его лично убил Фулгрим, и Великий Вулкан также считался погибшим. Мы вырвались из этой адской темницы и оказались во Вселенной, отличной от той, что покинули. Все изменилось. Он приложил руку к рубиновому сердцу нагрудника, проведя по нему кровавую полосу. Даже мы. Каждый воин знал, что это значит. Красная жажда пришла к каждому из них и потрясла своей мощью. Фурио произнес слова, которые звучали у них в сердцах. То, что произошло здесь, не должно повториться. Но так и будет, сказал Сангвини. И когда эта ярость снова придет, знайте, кровавые ангелы будут готовы. Изъян у нас нельзя отражение внешнего конфликта. Пылающая ярость в нем стихла, и Сангвини прошелся среди воинов, кивая к каждому или прикасаясь к наплечникам. Да, это часть нас, наш дар и наше проклятие, и мы преодолеем его, если хотим выиграть эту войну, войну против братьев за Империум и будущее. За Империум! Клич сорвался с губ Ролдорона, и его боевые братья подхватили его, обнажив клинки и подняв их к приветствию. Ангел кивнул, мы покидаем это место, мои сыновья, оставьте его позади и обратите взгляд на грядущие битвы. Наш легион выступает навстречу величайшему испытанию. Они направились на свои корабли, и ни один не оглянулся, чтобы посмотреть на то, что осталось позади. Блеск золотого и красного под ногами привлек внимание Ролдорона, и он остановился, чтобы подобрать с песка украшенный почетный символ в форме капли. На нем был выгравирован текст. Первый капитан догадался, что знак отличия принадлежит легионеру из отделения Витронус, и решил вернуть его хозяину. Когда он поднял голову, рядом стоял ангел. Рал, начал он, когда прибудем на флагман, я хочу, чтобы ты отправил сообщение моему брату. Расскажи Дорну, с чем мы здесь сражались, если получится подобрать слова. Скажи ему, что кровавые ангелы возвращаются на Теру с максимальной скоростью. Отозвал состоявший рядом с примархом командир сангвинарной гвардии Аскайлон. Это легче сказать, чем сделать повелитель. Навигаторы кораблей на краю системы докладывают о странном происшествии в космосе. Ты о чем? спросил Ралдерон. Что-то связанное с эффектом той пелены? Аскайлон покачал головой. Нет, другое. Он нахмурился. Навигаторы говорят о перемещении имперского астрономикона. Вечный свет великого маяка на Тере не там, где ему положено быть. Ралдерон возможно, предположил примар. Мы должны быть осмотрительными. Рассредоточим флот и прикажи навигаторам найти самый сильный психический сигнал. После того, с чем мы столкнулись здесь, легион должен быть готов ко всему. Они подошли к одной из грозовых птиц, и экипаж отдал честь поднявшемуся на борт ангелу. Ралдерон последовал за Скайлоном и Сангвинарной гвардией. За ними поднялась посадочная рампа. Он увидел, как примар взглянул на командира гвардии. Я еще не получил полного списка потерь. Мне грустно, что на нашем собрании не было капитана Красного Ножа. Что случилось с его волками? Доклад Ралдерона о Скайлону о найденном штиле, исчерпывающий и четко называл причины гибели рунического жреца. Капитан ждал, что Скайлон посмотрит на него, но этого не случилось. Они погибли с честью, милорд, ответил командир. С грохотом двигателей грозовые птицы оторвались от пустыни и устремились ввысь на сверх звуковой скорости. Они летели слишком быстро для ударной волны циклонного заряда, но первый капитан уловил краем глаза ослепительную вспышку, отразившуюся в иллюминаторе. Он отвернулся. Центральный атриум Красной Слезы служил местом хранения благочестивых произведений искусства и боевых трофеев, воздающих почести боевому кораблю, но после Сигнуса он изменился, как и сам Легион. Многие залы и коридоры боевой боржи были запечатаны после полученных повреждений. Отсеки и помещения переориентированы на неотложные нужды. Тем не менее изменения в атриуме произошли без предварительного приказа, на смолчаливого согласия. У основания огромной фрески, изображающей ангела и его золотых стражников, братья начали импровизированное поминовение павших. Небольшие предметы, знаки и почетные цепи, личные чаши, даже сломанные клинки, образовали мозаику на дальней стене. Свитки цифрового пергамента с именами, написанные дюжиной разных почерков, прикрепляли к мрамору. Таким способом легионеры будут помнить, пока не появится возможность провести траурную церемонию. Сержант Кассиил, нахмурившись, протянул руку и провел пальцем по имени Мераса. Значит, он погиб. В воздухе вокруг сержанта возникла пустота, и Кассиил понял, что вопрос задала женщина по имени Тилиан. Она остановилась возле него, читая пергамент. Сержант подумал о ней. Поначалу, когда они направились на штурм собора, он считал не обу обузой. Она замедляла их, уменьшала время реагирования и серьезно усложняла атаку. Его мало заботили обычные имперские граждане, но она удивила его своей силой духа. Эта женщина, которая даже не была солдатом, отправилась с ними в место, наполненная ужасами, невообразимыми даже для самых Кассиил увидел в глазах Необа выражение, которое показалось знакомым. Такой же взгляд он увидел у себя, у своих братьев, взгляд тех, кто узрел арт. Легионер не был уверен, плакала ли она. Ему было сложно оценить эмоции неусовершенствованных людей. Женщина не знала всех подробностей самопожертвования Апотекария, ни его окончательной судьбы. Если ей сказали правду, то это был не Кассиил. Обессиленная Телиан Необа лежала без сознания на полу Храма Костей, пока Мерас отдавал свою жизнь. Но отдал ли он? Кассиил знал, как выглядит смерть, и с его братом произошло нечто иное. Он будет жить дальше, сказал сержант. Его геносемя вернули с поля битвы. Оно положит начало будущим поколениям кровавых ангелов, а отвагу Мераса будут помнить. Это все, что осталось от него? Кассиил не понял вопроса. А что с его душой? Я не имею представления об этом, ответил сержант через минуту. Необа держала маленькую, переплетенную в кожу книжку. Книга выглядела зачитанной и потертой, сержант не видел ее раньше. Что это? Женщина немного покраснела, сжав ее крепче. Она принадлежала Дармунту. Я нашла ее на его... Необа сглотнула. Я нашла ее, закончила она. Кассиил видел останки гражданских, убитых разорителями и фуриями. Они погибли, потому что уход Необы раскрыл их присутствие. Смерть людей не была быстрой. Она открыла книгу, и сержант увидел страницы с крошечными буквами, написанными красными чернилами на местном диалекте готика. Он дает некоторое утешение, пояснила женщина. Кассиил собрался уйти, но что-то задержало его. Он снова взглянул на пергамент, затем на книгу. «Порочти мне что-нибудь из нее», попросил он. Тренировочный зал был пуст, когда в него вошел Ролдерон, надеясь собраться с мыслями в просторном помещении. Теперь он с трудом достигал такого состояния. Когда звук кулака, ударившего по адамантиевым опорам, нарушил его покой, он сдержал недовольство. Первый капитан поднялся с колен и повернулся. Не дожидаясь разрешения, легионер с капюшоном на голове прошел мимо него в помещение. «Амит! Ни один воин легиона, кроме него, не отважился бы на это». Капитан пятый скинул капюшон и обратил на своего брата задумчивый угрюмый взгляд. «Я думал, ты вернулся на Виктус!» продолжил Ралдарон. «На некоторое время», устало ответил Амит. Он распахнул одежды и под ними рука сжимала обнаженный боевой меч, зазубренный свежевальный клинок, благодаря которому капитан получил прозвище расчленитель. Амит протянул его, словно в дар. «Возьми, я больше не заслуживаю его, как и свое звание и должность. Я обесчестил наш когда недостающая деталь встала на свое место. Это был ты, твои легионеры. Ты ответственен за смерть отделения красного ножа». «Возьми его», закричал Амит. «Я должен искупить вину засодеянное. Я и мои воины предали нашего императора. Мы убили союзников, мы потеряли контроль, кровь». Его голос сорвался, задыхаясь от скорби и гнева. «Она ослепила меня. Я хотелось выкрикнуть. Как ты мог сделать это?» Но он знал ответ. Первый капитан чувствовал силу пламени гнева, противостояние которому невозможно, даже с находящейся поблизости женщиной парей. Амит и его легионеры были лишены такой защиты. Ярость, которая уже переполняла их, подавила рассудок. «Я возьму ответственность за содеянное», сказал Амит. «Я утратил право на жизнь, звание и честь. Оскайлон его доспех мерцал в свете электросвечей. Тебе не будет позволено». «Следишь за мной?» резко спросил Амит. «Ты знал», сказал Ралдарон, глядя на командира гвардии. «Когда я сообщил тебе о Янори Штиле, ты уже знал». Аскайлон коротко кивнул. Тела воинов красного ножа нашел верховный хранитель Берус. Он, как и я, понял, какую важность представляет причина их смерти. Я принял меры. На лице Амита было видно замешательство. Что он имеет в виду? Он сохранил в тайне твою ошибку от Ангела». Амит повернулся к Аскайлону, размахивая мечом. «Ты не имел права». Воин золоти бросился вперед и схватил острье клинка, зажав его пальцами. «Я имею полное право», прорычал он. «Я магистр сангвинарной гвардии и мой долг во всем защищать примарха». «Ты солгал», разозлился Ралдерон, «самому сангвинию». «Я только скрыл правду ради нашего повелителя и легиона». Он оттолкнул клинок. «Я сделал это, чтобы защитить нас». Миг ярости прошел, и Аскайлон снова стал холодным и сдержанным. «И вы сделаете то же самое, мои братья». «Нет», Амит яростно встряхнул головой. «Да», твердо произнес Аскайлон, «или ты обречешь нас на еще большее разделение и кровопролитие». Он внимательно посмотрел на обоих. «Если сангвинию знает, как погибли волки красного ножа, что он сделает? Из-за своей благородной праведности он никогда не станет скрывать это от Лемона Русса. Он примет на себя всю вину и каким будет результат. Новый раскол между двумя легионами в тот момент, когда единство должно быть превыше всего. Мы находимся в состоянии гражданской войны. Да, космические волки могут никогда не присоединиться к мятежу воителя, но тем не менее им нельзя давать повод не доверять кровавым ангелам. Он холодно взглянул на Амита. «Мы не можем позволить облегчить твою вину засодеянное, так как ты не был в здравом уме. Множество кошмаров обрушились на нас на Сигнусе. Твой только один из них, капитан». Аскайлон повернулся к Ралдерону. В его глазах мелькнуло сожаление. «Вы оба знаете, что я прав». «Звучит убедительно», сказал Ралдерон. Слова отдавали горечью во рту. Он ненавидел их фальшь, но черствая логика Аскайлона была безупречной. «Ты приказываешь мне молчать», прорычал Амит. «Но что успокоит угрызнение совести в моих сердцах?» «Бремя, которое ты должен нести, небольшая цена», ответил Аскайлон. Когда Кана приблизился к Санкторуму, красная глефа Зурила с шелестом покинула ножны. Клинок преградил путь. «Тебя не вызывали, брат», сказал сержант сангвинарной гвардии. «Сегодня он ни с кем не говорит». Кана поморщился, во многом из-за покалывания заживающих ран, но в основном из-за более глубокой боли, от которой не так просто было избавиться. «Возможно, ангел передумает, когда узнает, что я пришел к нему». Зурил изменился в лице, оно стало виноватым. Об этом не говорилось слух, но Кана знал, что на пике отвратительного безумия, охватившего кровавых ангелов, даже сангвинарная гвардия поддалась ярости. Никто не осуждал их, но воины в золотом оставили свои посты у тела примарка, оказавшись во власти жажды крови. Каждый воин Аскаэлона испытывал стыд из-за неисполненного долга, и Кана задался вопросом, как они заплатят за это. Библиарий был единственным, кто выстоял, он мог только догадываться, что думал о нем из-за этого Зуриил. В то же время статус самого Кана постоянно менялся. Он нарушил имперский указ, и хотя некоторые говорили о необходимости восстановления Библиариума, другие требовали самого жесткого наказания. Все кровавые ангелы были изнурены, хоть хорошо это скрывали. Прошло много дней с тех пор, как огромный флот покинул скопление Сигнус и направился к центральным мирам. Вход в арб дался непросто. Во внепространстве их ждали колоссальные эфирные штормы, сбивая с курса корабли и терзая защищающие их поля Геллеры. Выдвигались предположения, что сам варб был приведен в неистовство вторжением демонических существ. Какой бы ни была причина, она создала проблемы для продвижения флота. Кроме того, существовал вопрос астрономикона, направляющий свет психического майка Терры, который был единственной неподвижной просторах варб пространства стал неясным. Пространственные волнения в масштабах невиданных со времен эры раздора прокатились в пустоте, лишив навигаторов уверенности. Сейчас флот пробирался через вопящую бездну, разыскивая самый сильный психический свет в тщетной попытке прорваться к тронному миру. Сержант собрался покачать головой и отказать адъютанту более решительно, но затем едва заметный индикатор на наручи доспеха Зуриила мигнул красным. Поведение сержанта тут же изменилось и Глефа вернулась в ножны. Ты можешь войти. Кана оглянулся, подумав, что Сангвини следит за вестибюлем при помощи скрытого наблюдательного устройства. Внутри уединенных покоев ангела были видны следы повреждений и беспорядка, но они казались незначительными. Примарх без своего великолепного доспеха сидел в центре комнаты на круглом кресле из орудийного металла и красного бархата. Вдоль дальней стены стояли полусферические капсулы из кристалл флекса, в которых хранилось боевое снаряжение. И все же отсутствие золотого облачения не умоляло ангела. Скорее он выглядел раскрепощенным. Крылья прижались к спине Сангвиния, облаченного в обычной одежды того же покроя, что носили неофиты. На одеянии не было никаких знаков статуса, кроме символа легиона и черной траурной ленты, обвивавшей руку. Высокий и худой сервитор склонился над примарком и водил тонкими пласталевыми пальцами по его лицу. Кана почувствовал запах чернил и крови. Входи, сказал ангел не поворачиваясь. Он поднял руку и поманил Кана. Что тревожит тебя, сын мой? Когда легионер открыл рот, чтобы заговорить, то почувствовал, как на его плечи опустилась тяжелая ноша. Повелитель, я глубоко встревожен. Каждый раз, как я закрываю глаза, вижу, что простирается перед нами, будущее, вероятности. В горле пересохло, и он сглотнул. Смерть. Они предназначались не тебе, сказал ангел. Мне жаль, что ты увидел их. Кана подошел и встал по стойке смирно, помедлив перед тем, как низко и сангвиния, вводя крошечными зондами по поверхности кожи. На кончиках механических пальцев сверкали точки яркого лазерного света. Легионер отвел взгляд. Эти видения, события, именно это вы видели, милорд, в ваших снах смерти Империи и Императора, вечную войну. Прошло много времени, прежде чем ангел ответил. Мне снится многое, Кана. Мне приснился ты за много лет до того, как я познакомился с тобой. Я видел Импераса, я видел вас обоих, отважно спасающих мне жизнь, спасающих наш легион. Но только сейчас я понял смысл того, что видел мельком в те краткие мгновения. Он взял край одежды и провел пальцами по ткани. Это время, мой сын, материя вероятностей, пересекающихся друг с другом снова и снова. Но ей придают форму не нитей, а их переплетение. То, что может казаться важным швом, никуда не ведет. А то, что распущено, он прервался. Я могу предсказать наше завтра не больше, чем управлять движением звезд. На миг Сангвини ушел в себя, припоминая нечто из далекого прошлого. Я не вижу столько же, сколько и вижу. Знай вот что, Кана, то, что ты разделил со мной, это клубок узнаем будущее, когда оно приходит к нам, и не раньше. Библиарий неожиданно для себя грустно улыбнулся. Небольшое утешение, милорд. Знаю, ответил Сангвини, поверь мне, я знаю. В конце концов, ты найдешь покой, но когда ты проник в царство снов, ты сжег частицу себя, чтобы добраться до меня. Ты никогда не получишь ее обратно, так же, как и Канус и другие Библиарии будут жить только в наших воспоминаниях. Он взял красный кубок и поднял его, отдавая честь. Мой легион по-прежнему соотверженно чтит меня, я признателен тебе. Когда ангел сделал глоток, сервитор вздохнул, отступил и снова сложил руки на груди. На щеку Сангвини была нанесена татуировка в виде черной слезы. Эбеновый знак портил безупречные черты, но примарх носил его с гордостью. Чтобы никто не забыл, пояснил он, предложив кубок Кана. Регионер взял его, удивленный подобным поступком. В кубке было прекрасное, богатое красное вино, и его вкус напомнил Кана Аваале. Букет вызывал воспоминания, иной богатый вкус на губах, иная жажда почему-то еще. Примарх посмотрел на него и кивнул. Проклятие разоблачено. Я надеялся, что это никогда не произойдет, и в своем высокомерии пытался скрыть его. Хорус использовал это против меня. Какое доверие он разрушил. Теперь каждый кровавый ангел знает о пламени красной жажды, тени в своей душе, и, что хуже всего, величайшей тьме, скрытой под этим влечением. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это будущее не наступило. Сангвини поднялся и подошел к высоким иллюминаторам святилища. В его походке была едва заметная скованность, единственный внешний признак почти смертельных ран, полученных на Сигнусе Прайм. За тяжелыми багровыми шторами и бронированным иллюминатором волновались и бурлили дикие цвета и непространство и материума. Ангел отодвинул штору и пристально вгляделся в лик варпа. Но есть варианты будущего, в которых я уверен, сказал примар. Существо Кабантха, что сразило меня, мы рассчитаемся, а затем настанет более значимая битва с самим воителем. Горечь наполнила его слова. Я поклялся, Кана, я доведу ее до самого кровавого финала. Ангел отвернулся от иллюминатора, а кроваво-красный свет ореолом окружил сложенные крылья. Наступит день и раньше, чем нам бы хотелось, когда мои сыновья продолжат путь без меня. Кана покачал головой. Нет, милорд, вы вечны. Никто не вечен, раздался ответ, даже мой отец. Губы примарха медленно растянулись в гордой улыбке. Ты, Эканус и наши товарищи, Мерас, каждый из вас доказал, что у кровавых ангелов есть сила и величие, чтобы встретить любое испытание. Неважно, насколько ужасное. Вы сделали это без меня. Красный кубок с глухим стуком выпал из ослабевших пальцев Кана, когда легионер осознал услышанное. Взгляд Сангвиния был твердым и спокойным. Поклянись, брат Кана, ты никому не скажешь о том, что мы разделили в общих видениях. Казалось, прошла вечность, прежде чем легионер ответил. Клянусь. Едва слова слетели с его губ, как палуба красной слезы накренилась, и кошмарный вид варп пространства вспыхнул ослепительно белым светом. Кана почувствовал отвратительный шум в голове, который всегда возникал при выходе из имматериума. Легионер посмотрел вверх и через улюминатор увидел черноту космоса, незнакомый рисунок звезд и то, что могло быть только космическими кораблями. Ангел повернулся, и его глаза посуровели. Это какая-то ошибка. Кана резко повернулся, когда двери в помещении открылись, и вбежал Зуриил, а следом за ним Мендрион и Халкрин. Запоздало завыли сирены тревоги. «Повелитель!» обратился Зуриил. Сангвини отмахнулся от него и подошел к гололитическому дисплею посреди комнаты. «Приоритет командования», резко произнес он. Образ тут же стал отчетливым, и Кана разглядел трехмерное изображение части мостика Красной Слезы. Показалась фигура капитана третьей роты Карминуса, выбранного примархом на временную должность магистра флота после самоубийства адмирала Дюкейт. Карминус отдал честь и стал ждать очередного вопроса. «Навигаторы, милорд! Несколько минут назад они вошли в транс. Мы пытались пробудить их, но они произносили только одно — безопасная гавань. Затем неожиданно совершили варп-переход сюда. Халкрин подошел к огромным иллюминаторам. «Это не система, Сол! Расположение звезд неверное!» Он указал вверх и вправо, где был отчетливо виден широкий светлый пояс и изгиб галактического спирального рукава. Первоначальные оценки показывают, что мы по-прежнему в сегменту Меультима», продолжил Карминус. «Кагитаторы сейчас устанавливают точное соответствие созвездий, но, судя по всему, мы были перемещены». «Отклонение от курса сотни световых лет», сказал Примар. «Нам стоит предполагать худшее. Передайте приказ всем кораблям и подразделениям занять места по боевому расписанию, Сакрус. Все, что движется не в наших цветах, следует считать враждебным». Карминус отдал честь и удалился от оптического устройства, чтобы передать приказ. «Как мы здесь оказались?» спросил Кана, стараясь понять происходящее. «Мы должны быть у ворот Теры». «Варп путешествия никогда не были точной наукой», пробормотал Зуриил. «Но если враг каким-то образом и без нашего ведома подчинил навигаторов, они могли привести нас к предателям». Сангвини покачал головой. «Нет, это нечто иное, я чувствую это. Штормы, исчезновение сигнала астрономикона. Это все связано. Он замолчал, раздумывая. «Я приказал навигаторам держать курс на самый сильный телепатический сигнал». Ангел взглянул на Кана. «Что, если это не маяк моего отца на Тере?» «Как может что-либо быть сильнее света императора?» спросил Мендрион. Примарх был мрачен. «Я не знаю». Карминус вернулся к Галалиту. «Лорд Примарх!» Дозоры докладывают о приближении неопознанных кораблей. Он читал данные с планшета. «Имперские силуэты, тяжелые крейсеры, фрегаты, эсминцы. Они движутся с поднятыми пустотными щитами и открытыми оружейными портами. Блокадные силы, патрулирующие подступы», предположил Зуриев. Халкрин поднял руку и ткнул в иллюминатор. «Думаю, я вижу их на левой верхней раковине». «Приготовиться к атаке», приказал Ангел. «Сначала предупредительные выстрелы. Если они не остановятся, прикажите канонирам открыть огонь на поражение». Он отвернулся от Галалита и подошел к иллюминатору. Кана последовал за ним. Отряд перехвата приближался на высокой скорости. Точки света быстро обретали четкость. Даже с такой огромной дистанцией усиленное зрение Кана различило очертания кораблей. Он видел характерные плугообразные носы имперских боевых кораблей и отметил, что у многих был вид потрепанных, прошедших на скорую руку ремонт ветеранов. Это был отряд не ангарных королев, но закаленных в сражениях кораблей, недавно участвующих в боях. В авангарде отрядах шли не только корабли обычной серебристо-серой окраски имперской армии, но и более крупные корабли были других цветов, яркого кобальтового оттенка вечернего неба, отделанного безупречным белым и сияющим золотым. Стоявший рядом Зуриил видел то же самое. Возможно ли это? Милорд отозвался Кармен от гололитического транслятора. Мы получаем сигнал. Капитан замешкался, неуверенный в полученных данных. Думаю, он предназначен для вас. Мерцающая голограмма распалась потоком переливающихся помех. Она преобразилась в могучую фигуру, новое лицо, сильный и суровый образ орлиных пропорций, высокий воин, чей облик, даже уменьшенный расстоянием и упрощенной проекцией, был сравним с ангелом. Робаут! Кано услышал удивление в голосе своего примарха. Брат! Повелитель тринадцатого легиона улыбнулся. В его взгляде была заметна благодарность. Рад встрече, сангвиний! Приветствую тебя в ультрамаре и пятистах мирах! Он кивнул, словно признавая только что открывшуюся истину. Хорошо, что ты здесь! Теперь мы можем начать! Эпилог Сидевший на троне воитель Хорус перевел взгляд от собрания на вошедшего в зал Эриба. Темный апостол нарушил протокол и, не дождавшись позволения, прошел вперед, едва кивнув в качестве приветствия. В темных глазах плясало раздражение, не в меру явное для такого случая. Воитель обратился он, в словах слышалась насмешка. Я доставил вам дар Сигнуса Прайм. Вслед за капелланом в зал вошла группа несущих слова, каждый из которых держал цепь, протянутую к парящей над палубой в фигуре. Это был воин в расколотом багровом доспехе, окутанный ярким красно-оранжевым свечением, источающим гнев. Марниваль Хоруса тут же шагнул вперед. Доверенные воины схватились за болтеры и клинки, собираясь покарать Эриба за проявленное неуважение. Воитель остановил их, махнув огромным силовым когтем на правой руке. Он встал и спустился с возвышения. Не обращая внимания на Эриба, воитель подошел к истерзанному воину. Хорус отстранил несущих слова, державших цепи, и те осторожно шагнули назад, освободив своего подопечного. Одержимый демоном легионер не среагировал, его внутренний свет кипел. Воитель почувствовал ненависть, исходящую от одержимого тела, и повернул к нему лицо, наслаждаясь жаром. Хорус хорошо разбирался в гневе и видел его внутри тела. Искореженный, потрескавшийся доспех воина, который когда-то был сыном Сангвиния, колыхался, подобно миражу. Примарх осмотрел фигуру в поисках символов, которые указывали имя или звание, но нашел только остатки обозначений роты и отделения и расплавленную эмблему апотекария Прайм Хеликс. Кто ты? спросил он. Адские глаза внимательно посмотрели на Хоруса. Кто я? Больше не имеет значения воитель. Я оружие в твоем распоряжении. Хорус холодно улыбнулся. Мне это нравится. Меня наполняет ненависть сотни тысяч душ. Я вечно пылаю ею. Я связан с гибелью всего сущего. Отдавался эхом призрачный голос. Я падший сын Ваала. Крор Ангелус. Раб по собственной воле. Я Красный осмелился высказать мнение советник магистра войны Малагарст. Гладиатор сочтет это серьезным оскорблением. Связанный демон не отрывал глаз от Хоруса. Если примар Хангрон желает это имя, то может бросить мне вызов. Он никогда не будет заслуживать его больше меня. По собранию пронеслась смесь грубого веселья и недовольства этой дерзостью. И Хорус позволил ей стихнуть кружавок рукодержимого. Наконец воитель кивнул. Ты пригодишься. Примар повернулся и вернулся к трону. Пригодится, повторил Эрип. Его тон остановил воителя на полушаге. Этот урод все, что мы получили из руин провалившейся операции, а вы только это можете сказать. Ты не согласен? Голос Хоруса был обманчиво спокоенным. Эрип во всех отношениях был расчетливым человеком, или по которая скрывала его хитрость ослабла и стала заметно растущая высокомерие. Западня на Сигнусе провалилась, выплюнул слова темный апостол. Кровавые ангелы должны были быть под нашим знаменем. Он ткнул пальцем в пол. Сангвини должен был стоять на коленях перед вами, сломленный и залитый кровью. Вместо этого все, что мы получили, это развалина. Эрип нахмурился. Сколько усилий было вложено в создание культов и кровавых храмов? Нам был нужен этот легион, и мы бы его получили, если бы вы не вмешались. Хорус ничем не показал недовольство в ответ на завуалированное обвинение. Считаешь, я был неправ? Он развел руками. Пожалуйста, говори прямо, Эрип, я хотел бы услышать это от тебя лично. Своим ответом Эрип дал ясно понять, как сильно он изменился со времен давеном. Вы нарушили план, вы нарушили ход событий, предложив черепа жаждущему крови, потому что не хотели, чтобы ангел был с нами. Вы не хотели соперника в наших рядах. Кровавые ангелы идут по алому пути, но теперь они никогда не будут на нашей стороне. Губительные силы будут недовольны. Короткая тирада апостола закончилась, и воцарилась тишина. Эрип слишком поздно понял, строчки текста, вытатуированного на лице и шее несущего слова. Признаю, я недоволен таким поворотом событий. Смерть Сангвиния послужила бы многим целям, даже если бы мое тщеславие было бы одной из них. Он усмехнулся, одновременно злобно и самокритично. Затем его тон стал жестче. Но быть посему, ангел сойдется со мной в схватке до конца этой кампании. Только один из нас выживет. Этого можно было избежать, сказал Эреб, пытаясь отвоевать позиции, которые уступил. Ты считаешь меня марионеткой? спросил Хорус. Он кивнул на Красного Ангела. Оружием, которым управляют, думаю, тебе нужно напомнить твое место в положении вещей. Рука воителя метнулась вперед и схватила рукоять кинжала на поясе темного апостола. Эреб онемел, когда Хорус взял его оттамп и повертел в руках, позволив скудному освещению в зале отразиться от лезвия, затронутого варпом клинка. Ты позволил упасть в маске, Эреб, сказал ему примар. Раскрылся передо мной. Я видел, что ты показываешь им. Хорус коснулся острием кинжала щеки апостола, и тот вздрогнул, словно оно обожгло его. Сыны Хоруса вдруг оказались за его спиной, положив руки на оружие и готовые защищать своего хозяина. Но Эреб медленно покачал головой, предостерегая их. Он понял, что произойдет, и что у него нет другого выбора, кроме как смириться. Позволь снова увидеть это лицо, сказал Хорус, вырезав кровавую линию вдоль лба Эреба, в то время как воины воителя держали апостола за руки, не давая пошевелиться. Твое истинное лицо. С аккуратностью художника примарх рассек кожу и плоть. Хотя темный апостол задыхался и дрожал, он сдержал крик. Хорус ухватил пальцами разрезанный край и словно перелеснув страницу содрал кожу с окровавленного лица Эреба. Несущий слово отшатнулся, его лицо представляло кровавую маску, а лишенный век белые глаза сверкали, не в состоянии моргнуть. Существа, которые нашептывают тебе в уши, чтобы ты придерживался своих соглашений и предписаний. Напомни им, что творцы этой войны не они. Хорус замолчал, рассматривая новый трофей, кровавый лоскут. Это я. Я.